Дэн Абнет Сожжение Проспера Вархаммер 40 тысяч Ересь Хоруса Часть первая Вышний земец Если я в чем-то и виноват, то лишь в погоне за знанием Примарх Магнус на Никее Забыв почтение, мы ослабим струны, и сразу дисгармония возникнет Давно бы тяжко дышащие волны пожрали сушу, если б только сила давала право власти Грубый сын отца убил бы, не стыдясь немало Понятие вины и правоты — извечная забота правосудия Исчезли бы и потеряли имя, и все свелось бы только к грубой силе А сила к прихоти, а прихоть к волчьей, звериной алчности Что пожирает в союзе силы все, что есть вокруг И пожирает самое себя Переписывается драматургу Шекспиру Жил в М2 Процитировано в пророчестве Омона из Тысячи сынов Глава 3, стих 230 Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь Автор неизвестен Около М2 Глава 1 С приходом весны Смерть окружила их со всех сторон Она обрезала все нити И сегодня у нее было 4 лика Пламенная смерть для тех, кто был тяжело ранен или слишком напуган Чтобы сбежать из деревни, когда ее омыло огненной бурей Хладная смерть для тех, кто бросился вверх по откосу В попытке избежать резни Даже весной ветры, заледеневших равнин, были настолько свирепыми Что отнимали тепло у плохо одетого человека Конечности в мгновение ока становились похожи на черные, сгнившие ветви Сам он превращался в покрытую изморозью окаменевшую статую Для других смерть в воде Если они пытались убежать по синему льду на отмели Касание весны уже ослабило морской лед у берегов Он стал ненадежен, как расшатанный зуб И не мог выдержать человеческий вес Если лед проломится под тобой, ты уйдешь под воду Быстро и резко, если погрузишься сразу Медленно и мучительно, если льдина вздыбится И ты заскользишь по ней В любом случае, вода была маслянисто-черной и такой холодной Что твой мозг замерзнет еще до того, как опустеют легкие Для остальных, тех, кто пытался сражаться, была уготована кровавая смерть Смерть в резне То была смерть, которая повергала тебя на землю топором либо булавой И ты уже не чувствовал ничего, кроме обжигающего холода льда Обжигающего тепла собственной крови и боли от страшной раны То была смерть, которая стояла над тобой И била тебя раз, затем еще раз И так далее до тех пор Пока ты уже не сможешь подняться или не будешь так изуродован Что станешь более неинтересен смерти И она в недовольстве пойдет искать следующую жертву Всякий из этих четырех ликов не даст тебе уйти И все эти лики носили балты 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 учинили резню в эти аскоманов 20 челнов Для сезона это был ранний набег Человек должен быть действительно в отчаянии Чтобы обогреть снег сейчас Когда он мог подождать первых трав и более теплые погоды 20 челнов И все они оснащены морскими парусами для хождения по льду Будь у них время, аскоманы наверняка бы подивились Почему их рог пришел так рано Железоземье, где поселились балты Стояло 20 великих лет Но многие ныне говорили, что корни его размякли Многие говорили, что ему осталось всего одно лето Самые большие два Прежде чем океан поглотит его обратно в мировую кузню Земля аскоманов тянулась от окончания отмели до шельфового ледника Почва здесь была скудна И отсутствовали естественные преграды Но ей был всего один великий год И шаманы огласили эту землю крепкой По их словам, впереди ее ждало еще много лет Значит, жажда новых земель Возможно, все дело в этом Фит разбирался в подобном Ничто лучше страха не могло вызвать желание убивать А страх ничто не могло вызвать лучше дурного признаменовения Хвостатая звезда Утренняя заря Цвет во льду Отблеск в море Дым на леднике, где не было деревень Наберег вынесла мертвеца У скота и женщины родилось что-то дивное Что-то с врожденными уродствами Иногда могло хватить даже плохого сна Плохого сна, в котором говорилось Что племя ниже по берегу или у мыса Несло печать гибели Ты прикрывался жаждой новых земель Когда тянулся за рубахой и клинком Но прежде чем поднять паруса Всегда убеждался Что годи нарисовали на твоем лице Липкой сажей надежные знаки от сглаза Такие, как солнечный диск или хранящее око А здесь было дурное признаменовение Нечего правды таить Фит видел его Фит видел, как что-то шло к ним Он заметил приближающиеся к побережью паруса Достаточно рано Чтобы затрубить сигнальный рог Но слишком поздно, чтобы это принесло Сколько-нибудь ощутимую пользу Он просто дал своей родне шанс Умереть не во время сна В тусклом предрассветном сумраке Основное воинство Балтов Обогнуло отмирь на драккарах С попутным ветром Выводя свои чернопарусные корабли Из воды прямо на ледяной берег С едва ощутимой встряской Их челны выползли из пучин на сушу Застрельщики высадились на берег У дальней стороны мыса И легко вышли по снежным наносам К краю деревни Аскамана После этого был лишь огонь и удары Балты были огромными полукровками Людьми с длинными лицами и бородами Которые выбивались из-под шлемов с личинами И казались новощенными из-за солнечных лучей Они ужасающе ловко управлялись топорами и булавами А кто-то даже с мечами Символом высокого положения Но ни у одного из Балтов Не было той клокочущей энергии Которой отличались их обычные набеги или резня Они были молчаливы Да дрожи испуганы тем Из-за чего они пошли сюда убивать Да дрожи испуганы его небесной магией Балты были молчаливы Морочны И настроены убивать всех на своем пути Лишь бы избавиться от этого колдовства Мужчины, женщины, младенцы, скот Ничто не могло избежать рокового удара Никто не проявил ни грамма милосердия Никто ни на мгновение не задумывался взять пленных или рабов А скаманские девушки повсеместно славились своей красотой И здесь также было много здоровых девочек Которые со временем могли бы стать ценными рабынями-матерями Но Балтов вело лишь яростное желание Очиститься от страха Секира опускается с влажным звуком Разрубаемого мяса и дробимой кости Похожим на тот, с которым пилят за баллони Булавы издают глухой, вминающий звук Подобно мотыги, которые забивают колушки В болотный суглинок или топленый лед Но хуже этого звука, который следует позже Крики страдающих, покалеченных и умирающих Умоляющие вопли раненых и изувеченных За ними следуют методичные рубящие удары Пока лежащие перестают быть живыми Или прекращают пытаться встать Или перестают кричать Или перестают быть одним целым У Фита было достаточно времени Чтобы натянуть рубаху и достать секиру Еще пара харсиров взялась за оружие И встала рядом с ним Чтобы встретить первых застрельщиков Которые уже ломились через стены и окна домов Началась паника Они слепо сшиблись лбами в темноте В нос лез дым и вонь мочи Секира Фита была одноручной Ее изготовили хорошие мастера У нее было высокоуглеродистое навершие Которое весело, как приличных размеров новорожденный Дуга от основания лезвия до боковых щековиц Была шире человеческой кости А само оружие прикасалось к оселку лишь прошлой ночью Секира – простое оружие Рычаг, который превращает силу замаха в мощный удар Без разницы, рубишь ты дерево или людей Секира Фита ломала кости Раскалывала щиты Пробивала шлемы Она была смертоносной кромкой Которая обрывала чужие жизни Он был харсиром Это Аскоманов И знал, как нужно сражаться В самой деревне шла жаркая сечья Фит сбил двух балтов с шатра Но теснота не позволила ему хорошо замахнуться Он знал, что нужно отсюда выбираться Фит прокричал это остальным харсирам И воины поспешно отступили Они выбрались из шатров на площадь деревни Окутанную клубящимся черным дымом И столкнулись лицом к лицу с балтами В шлемах с личинами То было безумие Всеобщая свалка Клинки вращались Подобно крыльям ветряной мельницы в буре Фэнк упал Топор балта Растек ему голень по всей длине Он заорал от гнева Когда его нога перестала повиноваться Мгновением позже Его огрели Буловой по голове Сломав шею Он рухнул на землю Из расколотой черепной коробки Потекла кровь Фит отогнал балта с киркой Испугав его Вращающийся со свистом секирой Гхейи Пытался прикрыть фита сбоку Используя базовые принципы Стены щитов Но у него не было времени Взять хороший щит У него в руках Была лишь Обшарпанная доска С тренировочной площадки Копье балта Пробило ее насквозь И пронзило человека С такой силой Что его кишки Посыпались на снег Подобно связке сосисок Гхейи Попытался ухватить их Будто мог Запихнуть обратно Они источали пар На весеннем воздухе Он пронзительно закричал Из-за боли разочарования Он не мог помочь тебе Он знал Что рана была смертельной Гхейи Взглянул на фита И вновь заорал Это была не боль Это была злость на то Что ему пришел конец Фит нанес удар милосердия Он отвернулся от тела И увидел Что на снегу кругом Валялись пальцы На снегу площади Взрыхленном Топчущимися И скользящими ногами И лужами крови То были пальцы Женщин и детей Раны полученные В попытке защититься Здесь на снегу Лежала рука Крошечная Детская ручонка Прекрасная и целая Фит узнал символ на кольце Он знал Какому ребенку Некогда Принадлежала Эта рука Он знал Кому некогда Принадлежал Отец Этого ребенка Фит почувствовал Как его голову Заволакивает Красный туман На него Двинулся Балт Молчаливый И полный Решимости Фит Ударил Секирой По лицу Балта И оставил На нем Глубокую Рубленную Рану Осталось Четыре Харсира Фит Гутакс Лерн И Бром Ни одного Признака Вождя Эта Вероятно Он уже Лежал На красном Снегу Вместе Со своими Хускарлами Фит Чуял Кровь Это была Всепоглощающая Сильная Теплая Вонь С медным Привкусом Которая Витала В холодном Рассветном Воздухе Он Чуял Дерьмо Он Чуял Кишки Кхеи Он Чуял Внутренности Развороченный Живот Желтоватый Жир Брюшного Мяса Кхеи Тепло Его Жизни Фит Знал Что Пришло Время Уходить Отсюда Вышнеземец Находился В самом Дальнем Шатре Даже Аскаманы Знали Что Его Следовало Держать Подальше От Остальных Вышнеземец Сидел Опершись На Подушке Слушай Сюда Прошипел Фит Ты Понимаешь Меня Понимаю Мой Переводчик Работает Вышнеземец Балты Здесь Двадцать Челнов Они Убьют Тебя Скажи Мне Желаешь Ли Ты Чтобы Моя Секира Оборвала Твою Жизнь Прямо Сейчас Нет Я Хочу Жить Ты Можешь Идти Возможно Ответил Вышнеземец Только Не Оставляй Меня Здесь Я Боюсь Волков На Фенрисе Нет Волков Когда Вышнеземцу Рассказали Об этом Он Слова Слетали С уст Почтенного Ученого И Хранителя А Впоследствии И знаменитого Итератора По имени Кирилл Зиндерман Вышнеземец Который Еще Совсем Недавно С отличием Окончил Сардиский Университет Получил Вожделенное Место Восьмимесячной Экспедиции По Исследованию И консервации Загадочных Инфоядер Новой Александрии Работу Предстояло Сделать Как можно Быстрее Пока Песчаные Бури И горячие Радиационные Ветра Не стерли Навеки Драгоценные Руины С пустынного Пейзажа Нардофриканского Региона Это Случилось За Многие Десятилетия До того Как Вышнеземец Решил Посетить Фенрис Или Начал Именовать Себя Ахмадом Ибн Русте Тогда Ему Было Всего 25 Лет И Друзья Звали Его Каспером Зиндерман Довольно Быстро Запомнил Его Имя Он Не Руководил Проектом Его Отправили Сюда На Три Недели Консультировать Ученых Но Зиндерман Не чурался Работой Или Дружбы С Младшими Сотрудниками Он Легко Сходился С Людьми Имена Здесь Играли Важную Роль Как-то Вечером На Базе Экспедиции Модульной Станции Из которой Открывался Вид На Руины Библиотеки Ученые Начали Спор Все Они Дико Устали Каждому Из них Так Хотелось Поскорее Завершить Задание Что Они Беспрерывно Проработали По Несколько Смен Никому Не Хотелось Чтобы Драгоценная Цифровая Память Хранившаяся В руинах Оказалась Утерянной Навеки Вечной На всех Багровели Ожоги От Раскаленного Песка Они Исохли От Нехватки Воды И Никто Уже Даже Не мог Вспомнить Когда Спал В последний Раз Ночь Испокон Веков Была Временем Сна И Отдыха Но Здесь В грезы Живых Постоянно Врывались Инфопризраки Новой Александрии Болтливые Фантомы Не дававшие Им Утонуть В сладком Забвении Поэтому Чтобы Не Подпускать К себе Фантомов Ученые Бодрствовали И Так Ночи Стали Временем Для Вялых Разговоров И Раздумий Пока Абляционные Ветра Выли На Радиационном Кладбище Новой Александрии И бились О запертые Ставни Станции Они Говорили О чем Угодно Лишь Бы Не дать Друг Другу Уснуть Зиндерман Наверное Самый Образованный Человек Из всех Кого Имел Честь Знать Вышнеземец За свою Долгую Жизнь Мог Говорить Часами Безустали Старшие Члены Группы Рассказывали О местах Которые Они Посетили В течение Своей Карьеры Тогда Как Младшие Сотрудники Болтали О мирах Которые Они Надеялись Увидеть В конце Концов Это Неизбежно Привело К составлению Списка С вымышленным Маршрутом По местам За право Хоть Одним Глазом Взглянуть На который Любой Ученый Историк И летописец Без Колебаний Отдал бы Все Своё Состояние Или даже Часть Тела То был список Тайных мест Вселенной Её далёких Чудес Неизведанных Уголков И мифических Земель Нашлось в нём Место И Фенрису Иронично Как понял Вышнеземец Под конец Одной Из своих Жизней Была Там И Киска Зиндерману Уже Тогда Довольно Пожилому И опытному Не удалось Лично Побывать На Фенрисе Чужеземцев Которые Посетили Планету Было Довольно Мало По словам Зиндермана Фенрис Не жаловал Гостей Он Был Далеко Нерадушным Хозяином Из-за Тяжёлых Погодных Условий Даже Хорошо Подготовленный Человек Мог Считаться Счастливчиком Если ему Удалось Протянуть На открытой Местности Хотя бы Пару Часов Да уж Сказал он Только Подумайте О тех Льдах По ночам Температура На станции Могла Подниматься К 40 Градусам Особенно Когда Устройство Климат Контроля Выходило Из строя От слов Зиндермана Учёные Тяжело Застонали А затем Зиндерман Вдруг Обмолвился О волках Эту фразу Чьё происхождение Было покрыто Мраком Передавали Из уст в уста Разные Путешественники И историки Пока Она Наконец Не дошла До великого Учёного На фенрисе Нет волков Произнёс Он Вышнеземец Улыбнулся Ожидая Что сейчас Последует Смешная Шутка За улыбкой Он попытался Скрыть Пробравшую Его Дрожь Естественно За исключением Самих волков Сэр Ответил он Точно Каспер Сказал Старик Вскоре Они сменили Тему разговора И о словах Забыли Фиту Не хотелось Прикасаться К Вышнеземцу Но без Посторонней помощи Ему далеко Не уйти Он поднял Мужчину И Вышнеземец Застонал От встряски Что ты делаешь Заорал Бром Брось его Фит Нахмурился В словах Брома Скрывалась Правда Фиту Не хотелось Тащить на себе Вышнеземца Всю дорогу Но тот Был Частью Предзнаменования Ты не Приглашаешь Знамения В свой Но когда Оно уже Там Ты не Можешь Не обращать На него Внимания Фит Не мог Оставить Вышнеземца Здесь Так же Как Балты Не могли Прекратить Резню Этой Ночью К ним Подошел Лерн И взял Вышнеземца За плечо Шатры Эд Топылали В бледное Рассветное Небо Текли Густые Клубы Черного Дыма Балты Еще не Закончили Обрезать Нити Резкие Крики боли И мучений Разрывали Воздух Подобно Стрелам Они Бежали По краю Откоса То и дело Спотыкаясь Под тяжестью Раненого Человека Позади них Следовали Гутакс И Бром Несясь По снегу Широкими Размашистыми Шагами Бром Где-то Раздобыл Копье За ними Погналось Несколько Балтов Преследуя Их Подобно Охотничьим Псам Которые Учуяли Добычу Гутакс И Бром Обернулись Первого Из них Гутакс Сбил Секирой И струя Крови Пятиметровой Дугой Брызнула На снег Еще Одному Балту Бром Попал Копьем В Щеку Разорвав Ее Словно Ткань И выбив Попутно Несколько Зубов Бром Добил Свою Жертву Толстым Концом Древка Когда Воин Упал На землю Держась За лицо Балт Кружил И уклонялся От выпадов Брома Фит Оставил Лерна С вышнеземцем И бросился К товарищам Он с криком Пронесся Мимо Брома И одним Взмахом Секиры Снес Балту Верхушку Черепа Казалось За секунду Все пришло В движение Невзирая На копье Балты Перешли В атаку Они Использовали Щиты Чтобы не дать Копью Попасть Им В лица Один Из них Тут же Получил Удар В грудь Железный Наконечник Вошел С сухим Треском И Человека Вырвало Кровью Но Копье Застряло И под весом Мертвого Балта Оно Выскользнуло Из рук Брома Херсис Отошел Назад Выхватив Длинный Нож Мощным Взмахом Секиры Гутакс Разбил Щип И сломал Державшую Его руку А затем Ударом По шее Повалил Балта На снег Обернувшись Он парировал Секиру Бородатого Воина Щековицей Собственного Оружия Но тот Оказался Крупным И сильным Вынудив Гутакса Отступить Под градом Безжалостных Ударов Фит В ярости Поверг Еще Двух Балта Один Из них Истекал Кровью Другой Был Оглушен Херсис Развернулся Как раз Вовремя Чтобы Спасти Гутакса Погрузив Секиру В спину Огромного Балта Фит Срыком Выдернул Оружие И тот Рухнул Лицом В снег Бром Добивал Врага Непрерывными Сильными Ударами В какой-то Момент Балту Удалось Ранить Брома Но Затем Он Совершил Ошибку Подойдя Слишком Близко К длинному Ножу Херсира Они Побежали Обратно Туда Где Лерн Плелся С Вышнеземцем Бром Вытащил Копье Но За воином На снегу Оставался Красный След Вышнеземец Тяжело Дышал Он Быстро Терял Тепло Которое Выходило Через Открытый Рот Под Теплым Плащом Человек Носил Одеяния Из тканей Неизвестных Ни Фиту Ни его Кровным Родственникам Падение С небес Нелучшим Образом Сказалось На нем Скорее Всего Он Сломал Себе Пару Костей Подумалось Фиту Конечно Он Никогда Не Видел Разделанных Вышнеземцев И Потому Не Мог Сказать Были Ли Их Внутренности Такими же Как У Аскаманов Балтов Или Других Людей Эдтов Прежде Фиту Не Встречались Вышнеземцы Он Никогда Не Сталкивался Со Столь Дурным Признаменовением Ему Стало Интересно Какая Участь Постигла Годи Эдта Всякий Годи Должен Быть Мудрым И И Использовать Свою Мудрость Чтобы Вести И Оберегать Вюрт Эдта Он Сделал Все От Него Зависящее Как и не знал Что делать Ему После Поэтому Он Лишь Махал Костит Рясом И Погремушкой С рыбьими Зубами И Вызывал Духов Одними И теми Же Старыми Напевами Умоляя Их Спуститься Из Вышней Земли И Забрать Своего Сородича Фит Верил В Духов Он Твердо Верил В Их Существование Он Верил Вышне Земли Вверху Где Обитают Духи И В Земли Мертвых Внизу Где Скитаются Рейфы Лишь На Этих Существ Стоило Обращать Внимание Человеку Если Тот Хотел Изменить Окружающие Его Вещи Из Миросмертных Но Кроме Того Он Был Прагматиком Фит Знал Что Иногда Бывают Времена Особенно Если Твоя Нить Была Готова Вот Вот Оборваться Когда Приходилось Створить Собственный Юр На Расстоянии В три Полета Стрелы От Эта У Аскоманов Была Бухта Для Челнов То Был Небольшой Ледяной Кратер Чья Северная Сторона Выходила В Открытое Море И Там Они Держали Около Десяти Лодок Большинство Из Них Вытянули На Сушу И Укрыли Ото Льда Так Чтобы Днем Люди Могли Ставить На Них Оснастку В Преддверии Весенних Вод Но Один Из Челнов Принадлежал Вождю Эта И Он Был Готов К Отплытию В Любой Момент Мореходы Называли Это Держать Челн На Зарубке Ты Кладешь Стрелу Зарубкой На Дрожащую Тетиву Готовую Натянуться Готовую К спуску Дракар Вождя Стоял На Полозья С Убранными Парусами Удерживаемые На Насте Лишь Якорными Канатами Все В Челн Приказал Фит Когда Они Покатились По Склону Краю Бухты В Какой Спросил Лерн Вождя Отрезал Фит Но Это Ведь Челн Вождя Недоверчиво Промолвил Гутокс Ему Он Больше Не Пригодится Ответил Фит По Крайней Мере Не Так Сильно Как Нам Гутокс Бросил На Него Беспомощный Взгляд Вождь Уже Спит На Красном Снегу Идиот Разозлился Фит А Теперь Быстро В Челн Воины Залезли В Лодку И Уложили Вышнеземца Возле Носа На Гребне Откоса Появились Балты И Хорсиры Услышали Свист Первых Стрел Фит Поднял Морской Парус Который Тут Ж Раздулся Ткань Захлопала Подобно Грому Уловив Дыхание Мира Этим Утром Дул Сильный Ветер Со Снегом Но Фит Едва Обратил На Это Внимание Якорные Канаты Натянулись И Затрещали Когда Дракар Вышел На Лед Готовый К Спуску Руби Канаты Проорал Фит Гутокс Взглянул На Него С Кормы Где Сильный Ветер Трипал Туго Натянутые Шкоты Он Точно Не Идет Переспросил Он Кто Вождь Ты Видел Как Оборвалась Его Нить Если Бо Он Шел То Был Был Здесь Сказал Фит Они Услышали Треск Походивший На Звук С Которым Горит Свежесрубленная Древесина В Лед Вокруг Них Вонзились Стрелы С Железными Наконечниками Вздымая Облачка Ледяной Крошки Или Делая Неглубокие Трещинки В Весине Черном Стекле Наста Одна Из Них Вошла В Грот Мачту На Длину Человеческого Предплечья Руби Канаты Еще Рас Крикнул Фит Гутакс И Лерн Разрубили Канаты Дракар Помчался Подобно Убегающему Зверю Его Парус Раздулся Еще Шире Став Твердым Будто Железо Челн Стряхнуло Едва Не сбив Хорсиров С ног Острые Полозья Для Езды По Льду Завизжали Прикоснувшись К мраморному Льду Бухты Лерн Схватился За руль Он Был Лучшим Рулевым Среди Них Хорсир Перебросил Руку Через Румпень Уперевшись В него Всем весом Так Чтобы Ахтер Штевневый Киль Вгрызся В лед И выровнял Натяжение Канатов Которые Выходили Из бокового Руля Управление Снастями Требовало Значительной Силы И сноровки Одно Неверное Решение Один Слишком Слабый Поворот Кормы Один Чрезмерно Сильный Толчок Рулевой Лопасти И гладкий Лед В купе Со сдвигом Ветра Могли Повалить Даже Самый Большой Которая Вела В открытое Море Но Там Была Не вода Хотя Ледниковый Пик Великого Года Давно Минул Да И сами Сезоны Поменялись Этот Участок Море Вдоль Скрытого В тенях Залива Оставался Стеклянно Гладким Словно Небеса В некоторых Местах Он был Серовато Зеленым Будто Древнее Зеркало В других Синим Как Неограненный Сапфир Еще Где-то Светлым И чистым Словно Кристалл Объединяло Их Одно Толщина Льда Везде Была В два А то И в три Человеческих Роста Лишь Только Они Вышли Из Бухты И Полозья Челна Заскрежетали По зеркальной Глади Море Подобно Зловещим Голосам Рейфов И земель Мертвых На них Набросился Холод Это Был Настоящий Холод Холод Пасмурного Необратимого Конца Зимы Тупой Холод Открытых Ледяных Просторов Они Выдохнули От шока Мгновенно Подняли Воротники И прикрыли Шарфами Рты И носы Фит Взглянул На распластавшегося У носа Вышнеземца Тот Тяжело Дышал От боли И напряжения И тепло Его дыхание Выходило Облачками Пара Уносимыми Вдаль Ветром Фит Прошел К нему Подражащей Палубе Дракара Опытной Скользящей Поступью Настоящего Моряка Ледохода Прикрой Рот Крикнул Он Вышнеземец Бросил На него Безучастный Взгляд Прикрой Рот Дыши Носом Что Фит Упал На колени Рядом С ним Через рот Из тебя Выходит Тепло Не открывай Его Дыши Носом Он Открыл Один Из плетеных Коробов У борта Челна И достал Оттуда Меховые Но Фит Встряхнул И закутал Вышнеземца Носом Напомнил Он Разве Ты не знал Ты не знал О холоде Нет Тогда Какого Черта Ты пришел В эту Землю Если Даже Не знал Какими Способами Она Попытается Сгубить Тебя Вышнеземец Ничего Не мог Ответить Он Не мог Собраться С мыслями Его Вновь Охватила Необычайно Сильная Боль Она Путала Мысли Не позволяя Думать Ни о чем Другом До этого Вышнеземец Лишь раз В жизни Ощущал Подобную Муку До него Доносились Звуки Клавира Ноты Сливались В веселую Мелодию Для танцевального Зала Которая Слышалась Сквозь Виск Полозьев И рев Команды Варваров До него Доносились Звуки Клавира И он Понял Что ему Следовало Любой Ценой Узнать Почему Балты Продолжили Погоню Лерн Заметил И махнул Рукой Назад Из-за скалы Один за другим Выходили Дракары Лодки С черными Парусами Которые Ночью Принесли Убийц Они Намеревались Довести Резню До кровавого Конца Фит Надеялся Что Балты Уйдут Убив Тех Кто Находился В Экте Но нет Балты Должны Были Быть В настоящем Ужасе Чтобы Продолжать Преследование Они Не Собирались Останавливаться До тех Пор Пока Все Не Умрут Что Ж Поведал Им Годи Задался Вопросом Фит Как он Истолковал Знамения Той ночи Когда Небо Прочертила Яркая Звезда Полоска Света Остаившая Пылающий Шрам Прямо Над Землями Аскаманов Как он Объяснил Падение И ужасный Грохот Звезды Рухнувший На лед Что он Сказал Озадаченным Херсирам Вождю Женщинам И детям Балтов Которые Проснулись И плакали От страха Фиту Однажды Доводилось Годи Балтов Три Великих Года Назад Когда Балты И Аскаманы Еще Торговали Между Собою Когда Они Могли Путешествовать Из этого Вед Для Обмена Шкур Плетеных Корзин И копченого Мяса На Лекарственные Травы Ламповое Масло Свечи Из тюленевого Жира И чугунные Бруски То Была Официальная Встреча Двух Вождей Во Время Которой Они Скальды Долго Пересказывали Их Родословные А Балты Гудели В бронзовые Рога Звук Которых Напоминал Одновременно Эхо В гроте И приглушенное Пуканье Годи Балтов Был тощим Человеком Выше Боевого Лука И вдвое Тоньше Чем О нем Ходили Слухи Из квадратной Челюстью Как умула Лошади Или Блаженного В его Губах Носу И ушах Торчало Столько Железных Колец Что он Казался Зараженным Фурункулами Или Герпесом В руках Он держал Посох Из лопатки Медведя А на шее У него Висела Серебряная Гривна В его Длинные Прямые Волосы Были Вплетены Перья Морской Птицы Которые Создавали Белую Накидку Вокруг Костистых Плеч Голос Годи Был Тонким И Пронзительным Его Мудрости Во время Обмена Фит Вошел В шатер Годи Присоединившись К людям У костра И послушал Его разговоры Годи Балтов Знал Как устроен Мир Он Говорил О землях Живых И мертвых Так Будто Сами Рейфы Поведали Ему Об их Секретах Годи Жи Аскаманов Был Безумным Идиотом Он Страдал Приступами И От него Несло Как От Дюгона Возможно Именно Из-за Этого Его И Избрали В Годи Но Он Хорошо Разбирался В звездах Вынужден Был Признать Фит Иногда Казалось Он Слышал Как Их Полозья Скользят По стеклу Неба Все Остальное же А Потом Провели Оставшееся Время За Попытками Выведать Секреты Врага Но Все Равно Казалось Они Боялись Друг 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 Даже Пытаясь Украсть Секреты Они Боялись Подцепить У врага Заразу По Другому С магией И не Могло Быть Она Как Монета Имела Две Стороны Она Могла Изменить Жизнь Человека Но Могла Также И Разрушить Ее Особенно Если Ты Небрежно Относился К Колдовству И Не Задабривал Его Магия Опасная Вещь Которая Могла Заразить Человека Если Тот Не Уделял Ей Должного Внимания Магия Могла Быть Тошнотворной Она Могла Обратиться Против Тебя Даже Если Ты Был Самым Аккуратным И Усердным Адептом Или Годи Но Наихудшей Была Небесная Магия И Именно Небесная Магия Сейчас Несла По льду Их Дракар Фит Задался Вопросом Что Такого Сказал Годи Балтам Чтобы Так Их Испугать Лерн Повернул На запад По зеркально Гладкой Горловине Залива В тени Холмов А После Вышел На ледяное Поле Где Брал Начало Великий Ледник Идти По льду Куда Лучше Чем По воде Парус Тех Размеров Мог Дать Скорость В 10 Раз Выше Но Это Стоило Огромных Усилий Фит Понимал Что Через Час Им Придется Сменить Рулевого Или Остановиться Чтобы Дать Лерну Передохнуть Приглядевшись Харсир Увидел Что Лерн Уже Немного Пошатывался А В его Глазах Видневшихся Над краем Воротника Читалась Усталость Они Промчались Ледяным Полем Цвет Рыбьей Чешуи И Прошли Через Кольцевую Гряду Где Из Стеклянного Льда Подобно Осколкам Кости Торчали Ледниковые Морены Лодки Балтов Неустанно Следовали За ними Хороший Челн Балтов Из Морского Дерева И Китовой Кости Это Одно Но Дракар Аскаманов Совсем Другое Особенно Если Он Принадлежал Вождю Эта Возможно Им Удастся Выжить Надежда Была Хрупкой И Фит Выругал Себя Даже За Одну Мысль О ней Из-за Боязни Сглазей Но Все Не Так Уши Плохо Они Могли Избежать Резни Балтов И Найти Убежище Их Единственная Надежда Лежала В Градканцах Градканцы Были Основной Силой На Менее Чем В Дне Пути Что Более Важно На Протяжении Жизни Шести Последних Вождей Между Градканцами И Аскаманами Царил Мир И Что Еще Важнее Градканцы И Балты Ссорились И Обогряли Снег На Протяжении Десяти Поколений Фит Обрадовался Когда Гутакс Увидел Впереди Первые Градканские Паруса Наверное На Одном Из Дозорных Постов Заметили Как Они Мчались По Ледяному Полю И Передали По Цепи Аванпостов Сигнал Пока Вождь Градканцев Не Приказал Своим Воинам Встретить И Помочь Аскаманским Гостям А Затем Он Обреченно Понял Что Это Было Не Так Мы Слишком Далеко Пробормотал Он Что Спросил Брон Он Как Раз Пытался Зашить В рукавицах Подобная Задача Была Не Самой Легкой Но На Холодном Фенрисийском Ветру Их Лучше Было Не Снимать Работа Брома Продвигалась Довольно Медленно Мы Еще Слишком Далеко Чтобы Нас Могли Заметить Дозорные Сказал Фит Они Идут Сюда Потому Что Знали О Нашем Приходе Черт Крякнул Бром Фит Взглянул На паруса Градканских Челнов Они Были Самой Видимой На Расстоянии Частью Корабля Поэтому Их Часто Использовали Для Оглашения Намерений Соломино Желтый Парус Приглашал К торговле И обмену Фиолетовый Символизировал Скорбь Скорбь Всего Эта Оборванную Нить Вождя Или Королевы Белый Парус Как тот Что Был Сейчас На Дракаре Фита Означал Дружеские Намерения И посольства Черные Паруса Как те Под которыми Пришли Балты Были Парусами Опасности Ибо Скрывались В ночи Отвергая Тем самым Обычаи Красный Парус Означал Желание В открытую Нести Смерть Паруса Градканцев Были Красными Фит Уселся Возле Вышнеземца На Дрожащем Носу Дракара Что Ты Такое Спросил Он Что Что Ты Наделал Почему Ты Втянул Нас В Это Я Ничего Не Делал Фит Покачал Головой Красные Паруса Красные Паруса Годи Говорили Между Собой Через Земли Мертвых Сначала На нас Напали Балты А теперь И Градканцы Кто Еще Теперь Все Земли Живых Ополчились Против Нас Или Только Против Тебя Я Не Понимаю О Чем Ты Говоришь Сказал Вышний Земец Ты Хочешь Здесь Погибнуть Спросил Фит Нет Что Ответил Харсир Ты Определенно Приложил Усилия К тому Чтобы Именно Так Все И Случилось Место Сияло Величественностью Даже В столь Отвратительный День С Приближающимся Концом Шестинедельной Компании По Захвату Беотийской Крепости Из которой Доносились Скрежет И Грохот В святыне Царило Странное Безмолвие Касперу Хавсеру Доводилось Чувствовать Подобное И раньше В местах Где на протяжении Бесчетных Поколений Человечество Поклонялось Своим Богам Хрупкий Остов Селезийского Собора Который Возвышался Над Дымящимися Побелевшими Руинами И шлаком Ядерного Пылевого Котла Покрытые Рисунками Глубокие Пещеры В Белуджистане Где Монахи Спрятали Драгоценные Свитки Со Священными Таинствами И Тем Самым Пронесли Основы Своей Веры Через Эру Разгора Монашеские Пристанища На Кавказе Где Скрывались В Изгнании Сбежавшие От Погромов Нартана Дума Ученые То были Заброшенные Аскетические Кельи Находившиеся На такой Высоте Что Оттуда Можно Было Увидеть Расширяющиеся Зоны Улев Каспийского Блока На Востоке И Нанотоксические Воды Понта Эфсинского На Западе И Где В ветре Разреженного Воздуха И Ярком Небе Слышался Глаз Некоего Позабытого Бога Ученые Сбежали Из королевства Пан-Пасифик Дума С бесценным Грузом Знаний Которые Они вынесли Из библиотеки Тирана Перед Одной Из его Информационных Чисток По слухам Некоторые Из этих Материалов Относились К временам Предшествовавшим Золотой Эре Технологий Когда Хавсер И группа Консерваторов Наконец Отыскали Беженцев Те Уже Давным Давно Сгинули Данные Книги Цифровые Записи Все Превратилось В прах Чем Больше Человек Собирает Тем Больше Он Находит Что Еще Следует Собрать Чем Больше Человек Изучает Тем Отчетливее Он Понимает Сколько Забыл Эти Слова Принадлежали На виду Мурзе Хавсер Никогда С ним До сели Не встречался Но Различные Представления Которые Сложились У них Друг О друге За долгие Годы Вызывали Между ними Мрачное Отвращение Которое Казалось Ничто Не в силах Было Изменить Но Мурзу Нельзя Было Винить За Его Страстное Желание Иво Призвание Влекло Его Столь Же Сильно Как И Сам Хавсера Мы Потеряли Больше Чем Знаем Сейчас Говорил Он И Постоянно Продолжаем Терять Как Мы Можем Гордиться Своим Развитием Если Обожаем Уничтожать И Не Можем Поддерживать Даже Базовой Общности Знаний С Они Оба Получили От Объединительного Совета Места В Группе Консерваторов Каждому Из Них Не Исполнилось Еще И Тридцати Тогда Они Были Юными Идеалистами В Самом Плохом Смысле Им Претело Работать Вместе Для Достижения Общей Цели Скорее Каждому Из Них Хотелось Одержать Верх Над Другим Тем Не Мене Они Были Профессионалами Отступающие Войска Еселки Подорвали Огромный Перерабатывающий Завод Восьми Километрах От них И Небеса Терры Потемнели От Смертоносного Черного Дыма Из Канцерогенной Смеси Плотной Как Туман Над Океаном И Пагубной Как Чумная Яма Петрокарбонной Сажи Чтобы Зайти Туда Консерваторам Пришлось Надеть Защитные Костюмы И Маски Тяжелые Коробки С Хрипящими Аугметическими Легкими Которые Походили На Чемоданщики Эти Коробки Соединялись С Респираторами Плотными Складчатыми Шлангами Сквозь Дым Они Увидели Очертания Богов Гробницы Они Также Носили Маски Какое Это Время Они Просто Стояли И Смотрели На Ни Столь же Неподвижно Как Сами Древние Статуи Изумительные Мурзами Из Лунного Камня Взирали На Защитные Маски Из Пластика И Керамита С Фотохимическими Немигающими Линзами Мурза Что-то Сказал Но Из-за Визора Они Услышали Лишь Бессвязное Бормотание Хавсер Никогда Прежде Не Видел В Биотийских Святынях Ничего Похожего На Богов Никто Из Них Не Видел Он Услышал Как Загудели И Защелкали Визоры Нескольких Членов Группы Когда Те Принялись Искать В Инфопамяти Сравнительные Изображения Вы Ничего Не Найдете Подумал Хавсер Он Едва Мог Вздохнуть Но Не Из-за Маски Или Запаха Слюны Которым Пах Воздух Из Аугметического Легкого Он Присмотрелся Графемным Надписям На Стене Святыни Но Дуд Искомого В Них Не Было Ни Тюркских Ни Тунгуса Маньчжурских Ни Монгольских Корневых Форм Пикторы Которые Они Принесли С собой Начали Ломаться Из-за Загрязненного Воздуха Их Батареи Разряжались Почти Мгновенно Хавсер Приказал Двум Младшим Сотрудникам Срисовать Надписи В Ответ Они Лишь Недоуменно На него Уставились Вздохнув Хавсер Показал Им Как Это Делается Он Разорвал Листы Обмоточного Пластика На Небольшие Куски Наложил Один Из них На Настенные Надписи И Протер Чернильным Маркером В результате Чего На бумажке Появился Слабый Отпечаток Прямо Как В школе Сказал Один Из Младших Сотрудников За Работу Отрезал Хавсер Он Решил Сам Проверить Комнату Настроив Макулярную Интенсивность Линз Без Лабораторного Анализа Хавсер Едва ли Смог бы Сказать Сколько Лет Светилищу Тысяча Десять Тысяч Из-за Вездесущего Нефтехимического Смога Постройка Быстро Разрушалась Элементы Интерьера Исчезали Прямо У него На глазах На Какое-то Время Ему Захотелось Побыть Одному Он Вышел Наружу Остановившись У входа Они Открыли Это Сокровище Благодаря Биотийскому Конфликту Вернее Оно Появилось Благодаря Случайному Разрыву Снаряда А не Опытной Руке Археолога Без Войны Эту Драгоценность Никогда Бы Не Открыли Но Из-за Все Той Же Войны Оно Исчезало Хавсер Поставил На землю Аугметическое Легкое Отхлебнул Натриевой Воды Из Раздатчиков Маски И прочистил Разбрызгивателем Запотевшие Линзы К северу Отсюда Штурм Биотийской Крепости Подсвечивал Бездонный Черный Небосвод Сверкая Подобно Огням Города Куда Никинь Взгляд Повсюду Стерилась Туманная Дымка Плотная Как Сама Древняя Ночь Вдали Вздымались И опадали Столбы Яркого Пламени Именно Так И выглядела Вся Эра Объединения Подумалась Ему С мрачной Иронией Согласно Опубликованным Историческим Трактатам Которые Повсеместно Изучали В схолах Грозные Объединительные Войны Более Полутора Столетия Назад Положили Конец Эре Раздора С тех Пор На Терри Царили Мир И Процветание А сам Император Начал Великий Крестовый Поход Отважно Воссоединяя Утерянные И разбросанные Диаспоры Человечества Так Говорилось В исторических Трактатах Но На самом Деле Все было Куда Менее Благополучно История Хранила Лишь Краткие Описания Основные События Эпохи И Приписывала Людским Свершениям Ничего Не Говорящие Даты Которые Возможно Были Сделаны Совсем Не С благородными Целями Планета До сих пор Ощущала На себе Последствия Объединительной Войны Объединение Триумфально Объявили Завершенным Когда Ни одна Сила Или Монарх Больше Не могли Надеяться На то Чтобы Уничтожить Мощную Имперскую Машину Но Тем не менее Различные Феодальные Страны Религиозные Последователи Далекие Нации И Упрямые Автократы Не только Продолжали Существовать Но И Всеми Силами Пытались Оградить И Сохранить Свои Небольшие Очаги Независимости Многие Подобно Биотийскому Роду Есельки Держались Десятилетиями Отвергая Любые Попытки Сближения И Дипломатических Переговоров Целью Которых Было Их Подчинение Молодому Империуму Их История Показала Что Император Или По крайней мере Его Советники Обладали Необычайным Терпением После Объединительной Войны Имперские Власти Неоднократно Предпринимали Попытки Решить Конфликты Невоенными Способами Ведь Еселки По сути Не были Тиранами Они Всего Навсего Принадлежали К древнему Королевскому Роду Который Желал Сохранить Свою Независимость Император Великодушно Позволил им Жить По своему Усмотрению Полтора Столетия Прежде Чем Они Не Придут К Согласию Признайтесь Многие Тиранские Империи И то Просуществовали Намного Меньше Но История Показала И то Что Терпение Императора Могло Истощиться И Когда Это Случалось Вместе С ним Исчезала Всякая Жалость И Выдержка Имперская Армия Вошла В Биотию Чтобы Арестовать Еселки И Анексировать Их Земли Аккредитированная Консервационная Группа Хавсера Была Одной Из Сотен Следовавшей За войсками Вместе С потоками Медиков Рабочих Технической Поддержки Реноваторов Инженеров И Итераторов Им Предстояло Склеить Разбитые Осколки Вокс Макси Хавсера Тихо Щелкнул Да Это был Один Из Младших Сотрудников Хавсер Зайдите Внутрь У Мурзы Появилась Теория Светилище Мурза Освещал Фонарем Угловатые Вытяжные Трубы В каменных Стенах Там Где шли Потоки Воздуха В луче Света Кружились Пылинки Вентиляция Еще Рабочая Сказал Он Что Светилище Не древнее Да Оно Старое Но Еще Недавно Здесь Бывали Люди Хавсер Смотрел Как Мурза Обходит Помещение Доказательства Мурза Указал На Разнообразные Фарфоровые Чаши Вдоль Края Нижние Ступени Алтаря Здесь Есть Подношение Рыбы И Зерна А Еще Копаловая Смола Видимо Мира Сканеры Указывают Наличие Углерода Им Не Больше Недели Любое Количество Углерода В подобных Условиях Еще Ни О Чем Не Говорит Ответил Хавсер Машина Ошибается Кроме Того Взгляни На Их Состояние Они Уже Затвердели Образцы Стали Такими Под Влиянием Здешнего Воздуха Настаивал На Своем Мурза Да Ну Правда Что Ли Заметил Хавсер Ты Только Взгляни На Это Место Ответил Мурза Раздраженно Взмахнув Рукой Обтянутой Перчаткой И что Ты хочешь Сказать Спросил Хавсер Это Некий Окультный Религиозный Ритуал Биотийского Общества Или Дань Традиции Разрушения Еселки Не знаю Произнес Мурза Но По-видимому Это место Что-то Охраняет Не так Ли Нужно Подогнать Сюда Экскаватор За статуями Должен Находиться Тайник Нам Придется Исследовать Описывать И изымать Статуи Постепенно Сказал Хавсер Нам Потребуются Недели Лишь на то Чтобы начать Консервацию И только потом Мы сможем Поднять их Одну За Я не могу Так долго Ждать Ты уж Прости На вид Но По-другому Нельзя Ответил Хавсер Эти статуи Бесценны Сначала Нужно Позаботиться О них Да Они бесценны Сказал Мурза Он Приблизился К торжественным Безмолвствующим Богам Гробницы Младшие Сотрудники Неотрывно Следили За его Движениями Кто-то Судорожно Вздохнул Когда он Ступил На основание Алтаря Осторожно Поставив Ногу Так Чтобы Не задеть Ни одну Из чаш С подношениями Слезь Оттуда Мурза Сказал Один Из старших Сотрудников Мурза Стал На следующую Ступень Теперь Он Стоял почти Вровень С некоторыми Извирающих На них Богов Они Бесценны Повторил Он На вид Поднял Руку И бережно Указал На пылающие Глаза Из лунного Камня Ближайшей Статуи Только Взгляните На них Глаза Очень важны Не правда ли Они Так Много Могут Сказать Он Бросил Взгляд Через Плечо На Взволнованных Слушателей Даже Не взирая На маску Закрывавшую Лицо Мурзы Хавсер Понял Что Тот Улыбается Спускайся На вид Сказал Он Посмотрите На глаза Продолжил Мурза Не обращая Внимания На просьбу Они До сих пор Символизируют То же Что и Многие Тысячелетия Назад Ну же Это ведь Азы Защита Неловко Пробормотал Один Из младших Сотрудников Я Тебя Не Слышу Иена Говори Громче Глаз Это старейший И в культурном Отношении Наиболее Разнопластовый Апотропический Символ Ответил Хавсер Надеясь Тем самым Перейти к сути И угомонить Мурзу Да Это так Сказал Мурза Каз знает Спасибо Каз Глаз Должен Что-то Оберегать Выставите Его ради Защиты Выставите Его Дабы Отгонять Зло И чтобы Он хранил Вещи Которые Вы считаете Ценными Его палец Вновь заскользил По очертаниям Немигающего Глаза Мы видели их уже множество раз И все они были Вариациями Одного И того же Дизайна Взгляните На его пропорции Форма глаза Линия брови Возможно Это стилизация Назар Банджук Или Уаджета А еще Он походит На всевидящее Око Которое Можно увидеть К примеру На большой печати Объединительного Совета Без сомнения Перед нами Боги Обереги Он соскочил Со ступеней Пара сотрудников Тревожно Выдохнули Но Мурза Не перевернул И не разбил Ни одну Из стоящих На самом краю Чаш Боги Обереги Произнес он Не подходите Держитесь Подальше Ты закончил Спросил Хавсер Кас Там зрачки Из кусков Обсидиана Нетерпеливо Сказал Мурза Приблизившись К Хавсеру Подойди Поближе Увеличь Разрешение Фотоаппаратуры И ты увидишь Что они резные Круг С точкой Посередине Ничего не напоминает Циркумпункт Тихо Ответил Хавсер И что она Лицетворяет Подтолкнул Его Мурза Да все Что угодно Сказал Хавсер Солнечный Диск Золото Окружность Монаду Диоктрический Знак Атом Водорода Ох Йена Пожалуйста Помоги ему Воскликнул Мурза Он не видит Очевидного Око Бога Нервно Ответила Женщина Всевидящий Круг Спасибо Сказал Мурза И взглянул На Хавсера Его глаза Затонированными Линзами Пугали Он говорит Не подходи Держись Подальше Я вижу Тебя Я прозреваю Твою душу Я могу Отразить Твой удар И узнать Все Что тебе Ведомо Я вижу Что ты Затаил На сердце Я могу Удержать Тебя Ибо Я сила Я знание Я защита Статуи Бесценны Хавсер Но перед нами Боги Обереги Они что-то Стерегут Как думаешь Насколько Ценно То Для охраны Чего Поставили Бесценные Статуи Какое-то Время В святыне Царила Тишина Ученые Смущенно Переступали С ноги На ногу Перед нами Одна семья Едва слышимо Произнес Хавсер Одна Династическая Линия Семейный Портрет В виде Статуи В них Видны Половой Деформизм Разница В возрасте И позе А это Означает Родственные Узы Иерархию И взаимные Связи Самые Высокие Фигуры На верхней Ступени Мужчина Женщина Они Самые Величественные Ниже Потомки Наверное Два поколения У них Уже есть Свои семьи И слуги Первый сын И первая дочь Располагаются На видном месте Это Своебразная Запись О родословной И наследовании Это Одна Семья Но Глаза Касс Что Насчет Них Согласен Они Апотропические Ответил Хафсер И что Они Могут Охранять Что Может Быть Бесценнее Чем Золотые И Нефритовые Изображения Бога Короля Его Королевы И Божественных Детей Хафсер Обошел Мурзу И Встал Перед Алтарем Я Отвечу Тебе Останки Бога Короля Его Королевы И Божественных Детей Склеп Вот Что В тайнике Склеп Мурза Устало Вздохнул Ох Касс Сказал Он Ты Мыслишь Слишком Узко Хафсер Вздохнул Понимая Что Спор Еще Далеко Не Окончен Но Резко Обернулся Когда Со стороны Входа Донеслись Шаги Пятеро Солдат Слязгом Ввалились Светилище Освещаем Глу Фонарями Закрепленными Под стволами Они Были Имперскими Солдатами Гусарами Из Тупеловских Улан Одного Из Старейших Полков Они Вошли Спешенными Оставив Своих Кибернетических Лошадей Снаружи Очистить Помещение Рявкнул Один Из них Солдаты Были Облачены В полные Боевые Доспехи С опущенными Визорами Вдоль Зрительных Щелей Мелькали Зеленоватые Фотомеханические Курсоры У нас Есть Разрешение Здесь Находиться Сказал Один Из Старших Сотрудников Ничего У вас Уже Нет Ответил Гусар Собирайте Вещи И Проваливайте Отсюда Ты Хоть Знаешь С кем Говоришь Зло Сказал Мурза Протолкнувшись Вперед Кто Твой Командир Император Человечества Сказал Гусар А Твой Кретин Здесь Должно Быть Какая То Ошибка Произнес Хавсер И потянулся К подсумкам На поясе Пятеро Солдат Тут же Прицелились В него Из седельных Карабинов Осветив Его Подобно Некоему Лабораторному Образцу Стоп Стоп Воскликнул Хавсер Я лишь Хочу достать Аккредитацию Он Вынул Пропуск Планшет И Активировал Его В запыленном Воздухе Возникли Размытые И немного Подрагивающие Голографические Документы Выданные Министерством Консервации Объединительного Совета В этот раз Хавсер Обратил Особое Внимание На всевидящее Око На печати Совета Сверкнувшее Прежде Чем Развернулись Необходимые Данные Это Конечно Очень Хорошо Сказал Один Из Гусар Они Все Действительны Заверил Их Хавсер Все Меняется Ответил Гусар Командующий Силут Лично Заверил Эти документы Сказал Один Из Старших Сотрудников Он Главнокомандующий И Сегодня В 6 Часов 35 Минут Командующий Силут Имперским Указом Был Был Отстранен От Командований Все Выданные Им Разрешения И Полномочия Уже Недействительны Проваливайте Отсюда И Избавьте Меня От Своих Жалоб Почему Силут Отстранили Спросил Мурза Вы Что Верховное Командование Вас Это Разве Касается Насмешливо Бросил Один Из Гусар А Если Не Официально Попросил Мурза Если Не Официально То Силут Превратил Все Это В Сплошной Цирк Сказал Гусар Уже Шесть Недель Прошло А Он Дал Е Селки Шанс Подорвать Очистительный Завод Поэтому Император Прислал Сюда Кое Кого Кто Сможет Быстро Совсем Закончить Кого Удивился Хавсер Почему Эти Гражданские До Сих Пор Здесь Спросил Кто То Голос Незнакомца Был Глубоким И Вкратчивым Он Звучал Немного Резко Из-за Вокс Усиления В зале Позади Тупеловских Улан Неожиданно Возник Человек Хотя Хавсер Ума Не мог Приложить Как Он Сумел Зайти В Светилище Настолько Бесшумно Перед Ним Стоял Воин Астартес Во Имя Столпов Земли Астартес Император Прислал Сюда Астартес Все Внутри Хавсера Напряглось Его Пульс Ускорился Раньше Ему Никогда Не Приходилось Сталкиваться С Настоящими Астартес Он Даже Представить Не мог Что Они Настолько Огромны Изгибы Его Доспехов Казались Гигантскими Едва Не Равняясь Размерами С Самими Богами Гробницы Из-за Сумрака Да Еще И В маске Хавсер Не мог Различить Цвет Его Брони Похоже Красный Светлый Почти Бледно Красный Цвета Разбавленного Вина Или Насыщенной Кислородом Крови Левый Наплечник И торс Воина Украшала Мантия Из Металлической Кольчуги А визор Его Шлема Походил На Клюв Ворона Хавсеру Вдруг Стало Интересно Какому Легиону Принадлежит Воин Он Не мог Четко Рассмотреть Символ На Его Плече Как Их Теперь Называли На Тере Когда Они Направились Великий Крестовый Поход Космические Десантники Точно Космические Десантники Прямо Как Смазливые Герои Из Женских Журналов Но Перед Ним Стоял Несмазливый Герой Он Не Был Даже Человеком Это Было Гигантское Существо Вдвое Выше Любого Кто Находился Сейчас В зале Хавсер Должен Был Бы Подчуять Его Запах Гарь На Пластинах Машинная Смазка На Сложных Сочленениях Текущий По Телу Пот Но Он Ничего Не Чувствовал Ни Следа Ни Даже Намека На Тепло Тело Он Походил На Холодное И Необъятное Пятно В Пустоте Хавсер Не Представлял Что Могло Бы Остановить Его Не Говоря О том Чтобы Убить Я Задал Вопрос Сказал Астартес Мы Сейчас Их Выведем Сэр Запинаясь Произнес Один Из Гусар Поторопитесь Ответил Астартес Гусары Принялись Подгонять Группу По Направлению К выходу Кое Кто Протестующе Забормотал Но Никто Не Пытался Сопротивляться Всех Слишком Ошеломило Присутствие Астартес Аугметические Легкие Гудели И Прежнего Пожалуйста Сказал Харсер Он Подступил К Астартес И протянул Пропуск Планшет Пожалуйста Мы Лицензированные Консерваторы Видите Голограмма Вновь Загорелась Но Астартес Не шевельнулся Сэр Это Очень Важное Открытие Его Невозможно Переоценить Нам Стоит Сохранить Это Светилище Ради Будущих Поколений Моя Группа Имеет Необходимый Опыт У нас Есть Пожалуйста Сэр Эта территория Небезопасна Сказал Астартес Вам Нужно Уйти Но Сэр Я Отдал Приказ Гражданский Сэр Какой Именно Легион Меня Защищает Пятнадцатый Значит Тысяча Сынов Как Тебя Зовут Хавсер Обернулся Тупеловские Уланы Вывели Из Светилища Всю Группу Так Что Внутри Остался Лишон Позади Первого Астартес Появились Еще Двое Столь Необъятных Размеров Как Могло Нечто Настолько Огромное Передвигаться Так Тихо Как Тебя Зовут Спросил Один Из Новоприбывших Хавсер Сэр Каспер Хавсер Консерватор Приписанный К Это Шутка Что Переспросил Хавсер Заговорил Другой Астартес Это Должно Быть Шутка Я Не Понимаю Сэр Ты Назвал Нам Своё Имя Это Должно Быть Шутка Это Некое Прозвище Не Понимаю Меня Так Зовут Почему Вы Подумали Что Это Шутка Каспер Хавсер Ты Не Видишь Отсылки Хавсер Покачал Головой Никто И Никогда Астартес С Клювоподобным Визором Взглянул На Своих Товарищей А Затем Вновь Обратил Взгляд На Каспера Уходи Отсюда Хавсер Кивнул Когда Здесь Станет Безопасно Сказал Астартес Твоей Группе Будет Позволено Продолжить Работу Вас Эвакуируют В безопасную Зону До Последующего Уведомления Уведомления Так И Не Пришло Биоти Пало А Вместе С ней И Род Есселки Шестнадцатью Месяцами Позже Работая Уже Над Другим Проектом В Транссибири Хавсер Услышал Что Группам Консерваторов Наконец Разрешили Войти В биотийские Низины К тому Времени От Святыни Не Осталось И Следа Фиту Стало Интересно Каким Рейфом Он Вернется В земли Живых Тем Что Мелькает Под Настом Тем Кого Иногда Можно Увидеть Щелно Плывущим В тени Борта Тем Который По ночам В одиночестве Тем Который Поздней Зимой Поет Песнь Ветра Меж Высокими Ледяными Пиками Фит Надеялся Что Это Будет Самый Темный И Зловещий Из Видов Он Станет Призраком С масляно-черными Глазами И Отвисшей Челюстью Призраком В рубахе Покрытой Ржавчиной И Плесенью Призраком Который Руками И Зубами Вырывал Себе Путь Из земель Мертвых Сквозь Камень И Вечную Мерзлоту А после Убрел В ночь Да Он Будет Идти До тех Пор Пока Не Достигнет Железно-земья И Главных Этов Треклятых Балтов Он Будет Идти Секирой В руке Секирой Созданной В землях Мертвых Из Горького Гнева Непрекаянных И Невинно Убиенных Выкованной На И Не Отмщенных Она Будет Заточена На Осколки Вюрда До Такой Остроты Что Сможет Отделить Душу Человека От Его Бренного Тела А Затем Он Отсечет Нити Нити Балтов Фиту Хотелось Верить Что Так Все И Случится Он Не Собирался Покидать Земли Живых Не Надеясь Вернуться Обратно Рейфы Наверняка Отпустят Его Они Могут Утянуть Его В Хельхейм Погибшего От Булавы Или Стрелы Балтов Но Обязательно Позволят Вернуться Когда Фит Доберется До Незнакомого Берега Рейфы Излечат Его Раны И Он Вновь Будет Походить На Человека Хотя На Самом Деле Станет Не Более Чем Орудием Подобно Секири Или Доброму Клинку Выкованном Ради Одной Единственной Цели Скоро Он Все Узнает Гуток Сменил Лерна У руля И Тот Принялся Растирать Замерзшие Пальцы Красные Паруса Приближались Куда Быстрее Черных Похоже У них Остался Лишь Один Шанс Подумал Фит Даже Половина Шанса Последняя Стрела В колчане Вюрда Если Они Немного Заберут На Север И Пройдут У границы Земель Градканцев То Смогут Попасть В Ледяную Пустыню Которая Раскинулась Дальше Пустыня Также Была Верной Смертью Ибо Выжить Там Не Мог Ни Человек Ни Зверь Назаботиться Об этом Следовало Позже Они Собирались Сотворить Свой Вюрд Если Они Доберутся До Пустыни То Ни Балты Ни Градканцы Не Посмеют Сунуться Туда За Ними Если У Них Получится Прорваться Через Расселину В Скальном Валу Градканцев Известном Как Хвост Дьявола Воины Вырвутся На Волю И Попадут В Хельхейм По Своей Воле А Не От Рук Проклятых Резников Но До Хвоста Дьявола Путь Неблизкий Из-за Раны Бром Не Мог Стоять У Руля И Даже Сменяясь Остальным Придется Очень Несладко Весь Путь Они Пройдут За Четыре Или Пять Коротких Переходов Возможно Им Придется Заночевать На Льду И Приготовить Кое Какую Еду Если Жить Без Перерыва То Дорога Превратится Для Них В Настоящее Испытание На Выносливость Деяние Столь Тяжкое Что Могло Бы Стать Достойным Отдельной Саги Если Хотя Бы Один Скальд Аскаманов Остался Бы В Живых Держась За Поручень Фит Обговорил Это С Лерном И Бромом Все Трое Были Охрипшими После Боя И Криков Ненависти Влиться Балтом Брому Было Совсем Плохо От Его Лица Отхлынула Кровь А Глаза Стали Тусклыми Как Грязный Лед Казалось Его Нить Вот Вот Оборвется Сделай Это Сказал Он Хвост Дьявола Сделай Не Дай Тем Ублюдкам Повода Для Радости Фит Прошел К носу И Склонился Возле Закутанного Вышнеземца Вышнеземец Что-то Бормотал Что Спросил Фит Наклонившись Ближе Что Ты Говоришь Затем Он Сказал Прошипел Вышнеземец Затем Он Сказал Я могу Отразить Твой удар И узнать Все Что Тебе Ведомо О боже Как он Был Самоуверен Типичный Мурза Типичный Статуи Бесценны Хавсер Сказал Он Мне Но Как Думаешь Насколько Ценно То Что Охраняют Бесценные Статуи Не Знаю О чем Ты Говоришь Сказал Фит Это История Что-то Что Произошло В Прошлом Фиту Стало Страшно Он Испугался Того Что Возможно Слышал Небесную Магию А ему Не Хотелось Принимать В ней Ни Малейшего Участия Внезапно Вышнеземец Вздрогнул И Открыл Глаза Какое-то Мгновение Он Глядел На Фита С Нескрываемым Ужасом Я Спал Воскликнул Он Я Спал А Они Стояли И Смотрели На Меня Он Моргнул Реальность Происходящего Вышнеземец Откинул Голову И Застонал Все Было Так Реально Прошептал Он Про себя Прошло Пятьдесят Фуговых Лет А Кажется Что Все Случилось Лишь Вчера Я Будто Действительно Там Был Ты Когда Нибудь Видел Такие Сны Сны О Том Что Считал Давным Давно Позабытым Я Действительно Там Фит Что То Пробормотал Я Не Здесь Угрюмо Добавил Вышнеземец Спрашиваю Последний Раз Ты Желаешь Милости Моей Секиры Спросил Фит Что Нет Я Не Хочу Умирать Что Во-первых Мы В любом Случа Умрем Во-вторых Тебе Ничего С этим Не Поделать Помоги Мне Встать Попросил Вышнеземец Фит Поднял Его На ноги И Прислонил К поручню На носу Навстречу Им Полетели Колки Хлопья Снега Небеса Затягивали Темные Тучи Светом Походившие На лицо Человека Умирающего От удушья И они Шли К ледяному Полю К ним Приближался Сильный Шторм Вздымая В воздух Осколки Льда На дворе Стояла Слишком Поздняя Зима Для Подобных Штормов Дела Обстояли Из рук Вон Плохо С какой Стороны На них Не взгляни С той Скоростью С какой Он Приближался Им Не удастся От него Уйти Где Мы Спросил Вышнеземец Покосившись На проносящееся Мимо Ослепительно Яркое Ледяное Поле Там Где Наша Удача Покатилась Ко всем Чертям Ответил Фит Вышнеземец Уцепился За поручень Когда Дракар Тряхнула На камни Что Это Спросил Он Указывая Вдаль Они Быстро Приближались К одному Из Отдаленных Северных Эд Гротканцев То Был Всего Лишь Аванпост Из Пары Шатров Поставленных На вздымающихся Над Ледяной Равниной Утесах Здесь Гротканцы Пополняли Припасы И держали Рыболовные Суда Когда Море Оттаивало Сейчас Лагерь Должен Был Пустовать Вот Уже Несколько Месяцев Перед Эд Поднимался Ряд Из Шести Или Семи Копий Будто Заборные Столбы И На Древко Каждого Копья Была Насажена Человеческая Голова Головы Повернули Так Чтобы Они Смотрели На Ледяное Поле Перед Собой Их Глаза Были Широко Открыты Скорее Всего Они Принадлежали Разбойникам Или Ритуально Обезглавленным Вражеским Пленным Но Возможно Они Были Самих Гротканцев Принесенных Жертву Из-за Страха Перед Малефиком Их Глаза Были Открыты Так Чтобы Они Могли Видеть Близящееся Зло И Оберегать От него Эд Фитц Плюнул И Выругался Больше Всего Ему Сейчас Хотелось Чтобы Иола Нарисовал Им На Лицах Хранящие Знаки Дабы Отпугнуть Оберегающую Магию Конечно На носу Дракара Были Глаза Нарисованные Яркой Краской И Украшенные Драгоценными Камнями Всевидящие Очи Небесного Бога В форме Солнечных Дисков Их Рисовали На всех Дракарах Чтобы Они Находили Верный Путь Предсказывали Опасность И Отвращали Злое Колдовство Фитц Надеялся Что Этого Окажется Достаточно Челн Вождя Эта Был Прочным Но Он Прошел Долгий Путь И Очень Устал Поэтому Хорсир Волновался Что Его Глаза Уже Не Смогут Защитить Их От Магии Боги Обереги Пробормотал Вышний Земец Глядя На Головы Не Подходи Держись Подальше Я Вижу Тебя Фитц Не Слушал Его Он Закричал Гутаксу Чтобы Тот Сворачивал В Этте Жили Люди Мгновение Спустя Они Промчались Мимо Насаженных На Копья Голов И Вылетели На Прибрежный Лед В Тени Утеса Гутакс Заорал Они Все Еще Находились В Добрых Двух Трех Полетах Стрелы От Этта Но Кто То Там Был Либо Очень Метким Либо Ему Благоволили Сами Земли Мертвых В Гутакс Попала Стрела В Них Полетели Стрелы Вонзаясь Борта И Лед Вокруг Челна Фит Заметил Лучников На Краю Утеса И Еще Одних На Берегу Он Бросился К Гутаксу Лерн И Бром Следом Выстрел Оказался Поразительно Удачным Но Только Не Для Гутакса Стрела Пробила Руку Харсира И Приколола Ее К Телу Вонзившись Между Ребер Шкоты Бокового Руля Выскользнули Из Рядом С ними В Палубу Попало Еще Две Стрелы Фит Увидел Что Их Наконечники Были Сделаны Из Рыбьих Чешуек Каждая Остре Представляла Собою Одну Прочную Как Железо Чешуйку Глубоководного Чудовища Их Специально Зазубрили Так Чтобы Они Походили На Гребень С Косыми Зубцами Именно Такая Стрела И Попала В Пытался Повернуть Руль Бром И Лерн Кричали На Него Пытаясь Утянуть Оттуда И Сломать Древко Стрелы Чтобы Освободить Руку Гутокса Хорсир Едва Не Терял Сознание В Них Полетела Еще Одна Туча Стрел Одну Из Них Вероятно Выпустил Тот Же Везунчик Стрела Пробила Голову Гутоксу Разом Прервав Его Мигом Подхватили Его Но На Доле Секунды Челн Оказался Во Власти Ветра Ветер В большем И Не Нуждался И Он Не Собирался Щадить Их Вторая Глава Бедствие Ветер Вынес Их На Граничащие С Пляжем Скалы И Дракар Разбился О них Словно Глиняный Кувшин Стряска Напоминала Безостановочную Серию Ударов Молотом Мир Содрогался И Вращался В холодный Воздух Полетела Скальная Крошка И Камни Снежная Крупа Кусочки Льда И Расколовшиеся Обломки Палубы Острые Словно Иглы Для Штопанья Дикий Ветер Сорвал Паруса Как Злой Ребенок Отрывает Крылышки Стрекозе Полотнище Едва Не Разорвавшись Под Крепким Ветром С треском Оторвалось По блокам И Вгрызлись В кофель Нагели В воздухе На короткий Миг Резко Завоняло Дымом От Влажного Дерева Когда Канаты Загоревшись От силы Трения Унеслись Вдаль Из-за Сильного Натяжения Они Жужжали И Гудели Подобно Жукам В последнее Мгновение Жизни Дракара Фит Учуял Запах Горящей Древесины Палуба Под ним Треснула И он Полетел В дождливые Небеса Выпав Из лодки И задыхаясь От забившихся В горло Снега И крови Фит Покатился По стеклянной Морской Глади И еще Несколько Раз Перевернувшись Он Наконец Остановился Фит Поднял Голову Лед Под ним Был Тусклым И холодным Словно Поверхность Меча Его Грудь И лицо Ощущались Сплошным Ноющим Синяком И он Чувствовал Себя так Будто Только Что Получил Сикерой По ребрам И щеке Он Попытался Встать Фиту Было Настолько Плохо Что Ему Даже Было Тяжело Дышать Каждый Вдох Походил На Глотание Битого Стекла Вдоль Линии Берега Словно Радостный Фантом И лебеснующийся Рейв Пролетел Наполненный Ветром Обрывок Паруса Волоча За собой Куски Канатов Фит Заковылял К обломкам Челна Над головой Просвистело Пару стрел Гротканские Лучники Полезли вниз По склонам К разбитому Дракару По льду К ним Приближались Красные Паруса Фит Уже Даже Слышал Виск Полозьев Лед Был Усыпан Обломками Тут Лежал Срезанный Кусок Мачты Там Валялся Сорванный Такелаж С правого Борта Кованые Железные Салазки Торчали Изо льда Подобно Стрелам Великана Чуть Дальше Виднелась Часть Рангоута Подойдя К нему Фит Взял Его В руки Он Увидел Труп Гутакса Его Выбросило Из Дракара Во время Крушения А один Из канатов Такелажа Расек Тело У пояса Мимо Лица Фита Просвистела Стрела Харсир И глазом Не моргнул Возле Гутакса Он Заметил Свою Секиру И Недолго Думая Выкинул Рангоут Недалеко От Искореженных Обломков Дракара Лерн Тащил Тело Вышнеземца На Прибрежные Скалы Половина Его Лица Была В крови Пропитав Собою Волосы Воина Фит Заковылял Быстрее Чтобы Добраться До них Когда Харсир Вышел На покрытую Снегом Гальку Пляжа Градканцы Уже Приблизились Настолько Что он Смог Рассмотреть Их Дикие Глаза И покрытые Белым Липким Пеплом Лица Они Были Так Близко Что он Чуял Их Ритуальные Притирания Вонючие Мази Которые Изготовил Их Годи Были Оберегами Которым Предстояло Хранить Воинов От Малефика Они Отбросили Луки И взялись За секиры И мечи Дурное Предзнаменовение Следовало Не просто Убить Его Нужно Было Порезать На куски Изрубить Расчленить И забыть Только Так Магия Могла Оставить Тебя В покое Навстречу Им С секирой В руке Вышел Бром Фит Удивился Как он Вообще Еще Стоял На ногах Прихрамывая Он пошел За Бромом Один Из Гротканцев Принялся Что-то Кричать То Был Не вызов Или Угроза На ритуал Оглашение Того Что Они Собирались Сделать И Почему Фит Догадался Об этом Скорее По Напевному Мотиву Слов Чем По Смыслу Воин Говорил На Тайном Видности Вюрда Которого Фит Не Понимал Сие По Вас Да По Главы Ваши В День До Поночи В Час Море Движащегося До Моря Стылого Вдруг Громко Произнес Лышний Земец Когда Фит Проковылял Мимо Него Похоже Он Все же Не Умер Хотя Обе Его Ноги Определенно Были Сломаны Во Время Кораблекрушения Лерн У Которого До Сих Пор Кровоточила Голова Пытался Уложить Его По Удобнее Но Тот Упорно Карабкался Вверх Пытаясь Забраться На Утес Сей Вюрд Вы Сами Себе Написали Вэт Свой Бедствия Впустив Да Охранить Решив Продолжил Вышний Земец Он Взглянул На Фита Это То Что Они Говорят Мой Переводчик Еще Работает Ты Понимаешь Их Фит Покачал Головой Почему Они Зовут Меня Бедствием Что Я Такого Натворил Фит Пожал Плечами Внезапно Осунувшееся Лицо Вышний Земца Озарилось Пониманием А Вся Проблема В Переводчике Это Ведь Буквально Всего Лишь Буквально Бедствие Дурная Звезда Они Зовут Меня Дурной Звездой Фит Поравнялся Их Воин Как Раз Заканчивал Объяснение Фит Услышал Как Позади Него Вышнеземец Переводит Последние Слова Гротканцы Бросились На Них Без Щитов Двое Аскаманов Приняли На Себя Первый Удар По Высокой Дуге Они Разом Ударили По Первому Ряду Лиц А Затем По Низкой По Второму От Хлынув Словно Морская Волна Гротканцы Вновь Ринулись К ним По Заснеженной Гальке Бром Раздробил Кому-то Плечо Другому Воину Фит Сломал Челюсть И Вырвал Из рук Щит Железным Умбоном Он Ударил По Лицу Следующего Гротканца Который Пытался Найти Бреж В Их Защите И Вбил Ему Переносицу В Череп На Брома Едва Не Опустилась Огромная Двуручная Секира Но Фит Парировал Ее Отнятым Щитом А Бром Немешкая Спорол Живот Ее Владельцу На Их Щит Обрушилась Следующая Волна Каждый Раз Они Отступали На Пару Шагов Назад Дракара С красными Парусами Зашли На Пляж И Из Них Принялись Выгружаться Новые Воины Думаешь Они Подвезли Достаточно Тел Спросил Бром Он Тяжело Дышал Его Лицо Побелело От Боли И Напряжения Но В его Голосе До сих Пор Ощущалось Веселье Мало Сказал Фит Их Нитей Слишком Мало Лерн Оставил Вышнеземца На Скалах И Встал Рядом С Ними Он Забрал Меч Из Рук Мертвеца Поблагодарил Его За Оружие И Встал В Боевую Стойку Перед Началом Следующей Атаки Сзади На Них Шел Шторм Он С Диким Воем Мчался По Ледяному Полю Замерзшего Моря Вопя Словно Хор Из Земель Мертвых Все Что Могло В этом Мире Дрожать Дрожало Трое Аскаманов Почувствовали Как Им В шею И Затылки Забила Ледяная Крупа А Иглы Льда Впиваются В короткие Кольчуги Перед Ними Же Бушевал Шторм Человеческих Тел Большинство Из них Были Гротканцами Три Или Четыре Десятка Ритуально Разрисованных Для убийства Людей Но Были Среди Них Балты Которые Только Что Прибыли На Своих Медленных Лодках И Теперь В рвении Топтали Под Собою Снег Но Их Рвение Было Странным Его Породило Отчаяние Безумное Желание Освободиться От Бремени Или Проклятия Сбросить С плеч Тягостный Долг И Покончить С ним Раз И Навсегда Они Не Вопили Не Издавали Боевые Кличи Не Подбадривали И Не Подзадоривали Друг Друга Им Не Хотелось Кричать Либо Же Страх Заставлял Слова Застревать У них В глотках Они Напевали Стихи Изгнания И Оберегания Которые Еще Детьми Выучили У родных Очагов Острые Слова Сильные Слова Могущественные Слова Слова Которые Могли Сдержать Дурную Звезду Но Дурная Звезда Также Влияла На них Их Была Целая Толпа В большинстве Своем Харсиры Ветераны Такелажники Крепкие Люди С мышцами Затвердевшими Постоянные Работы С топорами И спинами Раздавшимися Вширь От гребли На дракарах Они Заполнили Весь пляж Фиту Раньше Никогда Не приходилось Видеть В одном Месте Столь Большой Рати С таким Количеством Людей Можно Было Завоевать Целое Королевство Захватить Все земли Вождя И Все Что Требовалось От этих Людей Убить Трех Харсиров И Калеку Трех Воинов Вонзив Его Острым Краем В береговую Отмель Посреди Хладной Пустыни Им Было Уже Некуда Бежать Ибо За спинами У них Не осталось Ничего Кроме Неуклонно Приближающегося Последнего Зимнего Психопатического Шторма И Все же Они Колебались Они Опасались В Выпадах Не чувствовалось Уверенности Когда Они Ринулись Вперед В глазах Стоял Страх И Было Видно Что Сжимавшие Клинки Дрожали С каждым Их ударом Аскаманы Все ближе Отступали Ко льду На котором Они бы Не смогли Парировать Удар И устоять При этом На ногах Но После Нескольких Обменов Ударами Фиту Брому И Лерну Удалось Свалить Десяток Человек И обогреть Под ними Снег Фит Заметил Хунура Годи Балтов Его Дракар Только что Вышел На берег И теперь Харсиры Выносили Шамана На пляж Тощий Ублюдок Поднялся Во весь Свой Огромный Рост Прямо На их Скрещенных Ладонях И указал Медвежьей Лопаткой На Вышнеземца Сквозь Смыкающиеся Облака На кольца И серебряную Гривну Годи Упал Желтый Морозный Отблеск Солнца Позади Него Раздулась Белая Словно Ранний Снег Накидка Из Перьев Морской Птицы Он Кричал Он Бросал Наполненные Ядом Проклятия Наревущий Ветер Взывая К духам Воздуха Рейфам Земель Мертвых И всех Демонов Хеля Дабы Они явились И испепелили Дурную Звезду У Фита Пошли Мурашки По коже Но не Из-за Крупинок Снега Вет Годи И его Крики Заставили Гротканцев Вновь Хлынуть Вперед Фит Понял Что Эта Атака Встанет Самой Опасной Сила Столкновения Заставила Аскаманов Отступить Еще На шаг В щит Вонзились Две Секиры И потянули Его вниз Третья Расколола Обод Фит Забил Секиру В череп Гротканцу Затем Выдернул Ее Из падающего Тела И отвел Руку Для следующего Удара Обухом Он разбил На уш И расколол Глазницу Еще одному Воину Теперь Фит Не мог Прикрыть Брома Бром Совсем Ошалел От усталости И боли Он Размахивал Секирой Направо И налево Но в его Руке Уже не Чувствовалось Ни силы Ни мастерства Фит Услышал Внимательнее Лерн Дрался Одолженным У рейфов Мечом Он Прекрасно Знал Что в свалке Следовало Пользоваться Острием А не кромкой И колол На высоте Пояса Ломая Ребра Калеча Поясницы И пронзая Животы Клинок Был хорош Он с легкостью Пробивал Кольчугу И доставал До самой плоти Затем Один Из Гротканцев Закрылся Щитом И меч Лерна Пробил Его Лезвие Застряло В крепко Сбитом Дереве Харсир Попытался Вытащить Его Но владелец Щита Потянул Его На себя И вырвал Лерна Из линии Гротканцы Обрезали Ему Нить В него Один За другим Вонзились Пять Или шесть Мечей Хозяева Оружия Явно Выучили Урок Владения Мечом Который Преподал Им Лерн Он Исчез У них Под ногами И его Накрыла Людская Волна Бром Упал На колени Он Уже Даже Не Понимал Где Находится Фит До боли Стиснул Рукоять Секиры Волна Отхлынула Разошлась В стороны И к ним Приблизился Годи Балтов Харсиры Все еще Несли его На руках Он Указал Медвежьей Лопаткой На Фита И на мгновение Воину Показалось Будто На усеянном Галькой Пляже Кроме Них Больше Никого Не Осталось Годи Заговорил Его Уста Произносили Колдовские Слова Выкованные Заклинания Которая Прогонит Фита С берега Люди Вокруг Него Зажимали Глаза И уши Харсиры Которые Держали Хунура Зарыдали Ибо Их руки Были Заняты И они Не могли Укрыться От ужасных Слов Фит Не понимал Их Значения Да ему И не особо Хотелось Он Лишь Крепче Сжал Секиру Харсир Задумался Успеет Ли он Добраться До Годи И погрузить Оружие В его Увешенное Кольцами Лицо Прежде Чем Гротканцы И Балты Сразят Его Либо Магия Годи Обратит Его Кости В талую Воду Довольно Фит Оглянулся Через Плечо Слова Принадлежали Вышнеземцу Который Сейчас Скрутился Возле Почерневшего От влаги Волуна И подогнул Под себя Искалеченные Ноги Он Смотрел Прямо На него Фит Заметил Что Тот Весь Дрожит Из его Рта Вырывались Небольшие Облачка Пара На них Падал Снег Он Лежал Небольшими Белыми Островками На спутанных Волосах Вышнеземца Что Переспросил Фит Я Услышал Достаточно Произнес Вышнеземец Фит Вздохнул Правда В самом Деле Теперь Когда мы Дошли До этого Момента Ты Желаешь Милости Моей Секиры Ты Не мог Попросить Об этом Раньше Прежде Нет Нет Отрезал Вышнеземец Он С трудом Выдавливал Из себя Слова И ему Явно Не хотелось Говорить Больше Чем Это Было Нужно Я Сказал Повторил Он Что Услышал Достаточно Я Услышал Достаточно Бреда От Этого Шамана Мой Переводчик Собрал Достаточно Информации И Он Выстроил Приемлемый Грамматический Базис Фит Непонимающий Покачал Головой Вышнеземец Фит Приподнял Вышнеземца Легчайшее Движение Заставило Вышнеземца Скривиться От боли Сломанные Кости Его ног Терлись Друг от друга Из его глаз Брызнули Слезы Тут же Замерзая На щеках Ладно Ладно Сказал он Вышнеземец Нажал Небольшое Устройство Переводчик Вшитое В стеганый Воротник Он Начал Говорить Из устройства В воротнике Вырвался Громкий Резкий И металлический Голос Фит Отпрянул Голос Говорил На том же языке Что и Годи Хунор Прекратил Кричать И слез С рук Херсиров Он Уставился На Фита И Вышнеземца На его Дергающемся Лице Читался Ужас Городканцы И Балты Неуверенно Отступили Назад Что ты Сказал Спросил Фит В оглушительной Тишине Которую Нарушало Лишь Завывание Зимнего Ветра Я Использовал Их же Слова Ответил Вышнеземец Я Сказал Им Что если Они Не отступят Я вызову И шторма Демона Если Они Считают Меня Дурной Звездой То я Могу И поступить Соответствующе Годи Что-то Бормотал Своим Воинам Пытаясь Их Вновь Погнать В атаку Но Они Более Не желали Делать И шагу Годи Начал Терять Самообладание Он Смотрел На Фита И Вышнеземца Пораженным Взглядом Как и Большинство Воинов И тут Фит понял Что на самом Деле Никто из них Не смотрит На него Или Вышнеземца Они Смотрели Мимо Него Они Смотрели На ледяное Поле На замерзшее Море Они Всматривались В шторм Из самых Глубин Хеля Который Ревел И закрывал Собою Лик неба Мрак Опускался Все ниже Словно Кровью Заливая Воду Кружащаяся Впереди Шторма Ледяная Крошка Затемняла Воздух С поверхности Заледенелого Моря Вздымались Льдинки И уносились Ветром Подобно Сорванным Лепесткам То и дело Из шторма Вырывались Молнии И подобно Острым Ослепительным Копьем Света Бились О морскую Твердь В шторме Что-то Было Впереди Него Что-то Шло Вздымая Перед Собою Ледяную Пыль Человек Гигантский Человек Тень На Льду Которая Обгоняя Шторм Неслась Прямо На Них Магия Дурной Звезды Вышнеземца Привела К ним Демона Который Покарает Всех Хунур Закричал На Какое-то Время Херсиры Ошеломленно Замерли Но От Его Визга Быстро Опомнились И Подняли Луки Фит Бросился На Землю Когда В Приближающегося Демона Полетел Первый Залп Стрел Воины Стреляли Раз за Разом Выпуская В воздух Стрел С Железными Наконечниками Как будто Надеялись Пригвоздить Шторм К Небесам На Них Упал Демон Он Вырвался Из Шторма Размашистым Вскачущим Шагом Фит Слышал Как Трещал Лед Под Его Громогласной Поступью За ним Вились Меха И Изорванная Мантия Он Выскочил На Прибрежные Скалы Оттолкнулся От них И С Вытянутыми В стороны Руками Взмыл В воздух Демон Перелетел Через Фита И Вышнеземца Хорсир Опять Упал На Снег Краем Глаза Он Заметил В воздетой Руке Демона Секиру Воздух Вновь Почернел Отстрел На Мгновение Демон Завис Среди Кружащихся Осколков Льда Широко Раскинув Руки Походившие На крылья На черном Теле Его Одеяния Развивались Подобно Порванным Парусам Толпа Гротканцев И Балтов В ужасе Отшатнулась Словно Пшеница Которую Гнет К земле Ветер А затем Он Обрушился На них От Удара Люди Разлетелись Во все Стороны В последний момент Развалились На части Клинки Раскололись Луки Треснули Руки Сломались Демон Заревел Он Приземлился На корточке И под его Ногами Остались Лежать По крайней Мере Два Человека Демон Поднялся Встав В боевую Стойку Он Резко Развернул Своё Огромное Тело Вложив Всю силу Широких Плеч В удар Секирой Ее Смертоносное Лезвие Разом Рассекло Трёх Человек Воздух Брызнула Чёрная В тусклом Свете Артериальная Кровь И её Капли Оросили Снег Воины Заорали Гротканцы Балты Все Вопили Демон Вклинился В толпу Врагов С одинаковой Лёгкостью Круша Дерево И кость Клинки Казалось Не брали Его Словно Демона Отковали Из железа Острия Мечей Ломались Отскакивая От него Рукояти Сетир Трескались В демона Вонзилась Пара Чернооперённых Стрел Но он Будто И не заметил Их И уж тем более Они не смогли Его замедлить Демон Вновь Взревел То был Звериный Рёв Глубокое И раскатистое Утробное Рычание Леопарда Этот звук Пробирал До самого Нутра Он Затмил Громогласный Вой Шторма Заглушил Ярый Звон Стали Крики И шелест Снегопада Он Пронзал Словно Смертоносный Клинок Фит Ощущал Его Всем Телом Рёв Что Был Холоднее Льда И хуже Страха Заставил Перепитать Его Сердце Он Смотрел Как Перед Ним Разворачивается Настоящая Бойня Огромный Демон Набросился На толку Убийц Он Разбрасывал Их В стороны И опрокидывал На заснеженную Гальку Они На медведя Пытаясь Задавить Количеством Не дать ему Еще раз Замахнуться Секирой Окружить И повалить На земь Они боялись Его Но еще больше Они боялись Оставлять его Живым Но все их усилия Пропали в туне Казалось Городканцы И Балты Были всего лишь Набитыми Сушеной травой Крепичными Куклами Пустыми Сосудами Демон Крушил И сбивал Их с ног От каждого Его взмаха Разлетались Люди Воины Падали Под каждым Его новым Ударом Они Поскальзывались Летели на землю Со сломанными Конечностями Вот в сторону Полетел ботинок А вслед за ним Обломки щита Люди Разлетались В стороны Катились По укрытому Снегом Пляжу И замертво Останавливались Чуть поодаль Под взмахами Секиры Демона Они падали Словно Подкошенные Или того хуже Рассеченные Напополам Из их тел Вовек не повторить От рассеченных тел Валил пар Части тел Некоторых людей Разлетелись Во все стороны От безостановочных Взмахов Секиры Маслянисто-красная Кровь Насыщенного Блестящего Оттенка Цвета Мяса Текла И просачивалась Между покрытыми Снегом Черными Камнями Или же Оставала Среди гальки Становясь Ржаво-коричневой Или тускло-пурпурной Огромная Секира Демона Была Двуручной С отлично Сбалансированным Топорищем Рукояти Лезвия Покрывали Запутанные Извивающиеся Узоры И выгравированные Символы Казалось Она пела Фит Слышал ее Секира Гудела И урчала Словно ее Смертоносная Кромка Радовалась Растущему Количеству Оборванных Нитий С нее Слетали Алые Брызги Как будто Оружие Смахивало Со своих Губ Кровь Ее Ничто Не могло Остановить Она Пробивала Любой Щит Неважно Был ли он Из дубленой Кожи Дерево Либо Кованой Меди Она Проходила Сквозь Броню Толстые Пластины Железные Чешуйки И кольчужи Она С одинаковой Легкостью Рассекала Древки Копий Топорища Добрых Секир И лезвия Мечей Которые Передавались Из поколения В поколение Она Пробивала Мясо Мышцы И кости Люди Не были Для нее Препоны Фит Видел Как Несколько Человек Продолжали Стоять Снесла им Головы С плеч Их Изувеченные Тела Продолжали Стоять Еще Какое-то Время Слегка Покачиваясь От хлечущей Из шеи Крови А затем Они падали Обмякшие И безвольные Подобно Сорванным Покровом Резники Были готовы Сломаться Демон Обрубил Столько Нитей И оставил Столько Бездыханных Тел Воинов На окропленном Кровью Пляже Что их Решимость Стала Таить Подобно Льду По весне Шторм Уже Ярился Над островком Заключив Берег И утес В свои Вопящие Объятия Казалось Будто Ветер Заострили На точильном Камне Воздух Потемнел От непрекращающегося Снегопада Там Где Сводящий С ума Снег Ложился На камне Пляжа Он Смывал Кровь И превращал Мертвецов В распухшие Побелевшие Создания Выглядевшие Так Будто Водой Не меньше Месяца Годи Хунура Направляло Пламя В его Крови Полыхал Огонь Он Увидел Что Будущему Грозила Опасность От дурной Звезды И поэтому Начал Резню Дабы Погубить Ее И теперь Когда зло Явилось Он был Полон Решимости Изгнать Его Он Забрался На возвышающиеся Над пляжем Скалы И завопил В сторону Последних Дракаров Балтов Из которых Еще не Выгрузились Воины Те В свою Очередь Достали Луки И в Штормовом Сумраке Фит заметил Отблески Горящего Жира Лучники Готовились Использовать Зажигательные Стрелы Они Были Длиннее Обычных С простыми Железными Наконечниками И обвязанными Позади них Мотками Промасленной Ткани Тряпки Занялись Сразу Как только Их Поднесли К огню В Раздираемое Молниями Неба Вырвались Горящие Стрелы Другие Воины Раскручивали На кожаных Веревках Бутыли Которые Затем По инерции Уносились Вдаль Они Были Наполнены Воспламеняющейся Жидкостью Как только Бутыли Разбивались На пляже Их Содержимое Разлеталось Во все Стороны Горящие Стрелы Быстро Подожгли Все Увеличивающиеся Лужи Яркое Пламя Вырвалось С мощным Звуком Напоминающим Тот С которым Ветер Бьет В паруса По пляжу Начала Шириться Стена Огня Которую К тому же Подпитывали Пылающие Стрелы Огонь Был До боли Ярким Горячий Зеленого Цвета Всего За пару Секунд Демон И окружающая Его Толпа Резчиков Исчезла В пламени Крики Горящих Людей Не похоже На вопли Раненых Или Сбитых Ног Они Пронизительны И наполнены Безумием Охваченные Пламенем От которого Невозможно Было Скрыться Или Стряхнуть Себя Воины Отхлынули С поля Боя Полной Грудью Вдыхая Огонь На шквальном Ветру От них Поднималось Пламя И черный Дым От плавящегося Жира Делая их Похожими Догорящие Хвосты Падающих Звезд Пылающие Руки Бессильно Колотили По воздуху Волосы И бороды Полыхали Огонь Поджег Рубахи А те В свою очередь Приварили Кольца Кольчуг К плоти Люди Ринулись В море Но оно Было Покрыто Толстой Коркой Льда Который Не мог Унять Их Мучений И воины В отчаянии Просто Падали На него Сгорая Шипением Тающего Под ними Снега От них Оставались Тонкие Черные Фигурки В догорающей Одежде Походившие На чучела Которые Сжигали На зиму Хель Они Были Словно Трус Который Потрескивал Шипел И искрился Под падающим Снегом И сильный Ветер Раздувал Словно Домашний Очаг Пока Они Не загорелись Белым Ярким Светом Демон Шел Сквозь Пламя Его Укрывал Налет Гарри Походивший На угольную Пыль Его Меха И Грубосотканная Благодаря Небольшим Синеватым Огонькам Глаза На покрытом Копоте В лице Походили На полированные Лунные Камни Он Вновь Взревел И в этот раз Звук Походил На громогласный Рев Вышедшего На охоту Кота Но не только Глаза Сверкали Диким Белым Цветом На почерневшем Лице Его Зубы Также Блестели Длинные Клыки Костяного Цвета Которые Не уместились Бы во рту Ни у одного Человека Демон Погрузил Секиру В лед На пляже Так Что его Рукоять Словно Перст Указывала В небеса В него Попало Еще Две Горящие Стрелы Одну Он вырвал Из мантии И пламя Принялось Лизать Его пальцы Он взял Нечто У себя На боку Нечто Металлическое И тяжелое Закрепленное На поясе Коробка С ручкой Фит Понятия Не имел Для чего Она была Нужна Он знал Лишь то Что это Демоническое Устройство Демон Указал им На дракары Балтов Коробка Издала Такой рев Будто Разом Ударила Сотня Раскатов Грома Звук Был Настолько Громким Таким Резким И чуждым Что Фит Подскочил От удивления Из передней Части Загадочной Коробки Демона Вырвались Небольшие Сполохи Мерцая И вспыхивая Так же Быстро Как Гремели Удары Грома Ближайший Дракар Балтов Содрогнулся А затем Исчез Его Корпус Разлетелся На куски Опилками Пульпой И Кружащимися Обломками Мачта И кормовой Такелаж Взорвались Носовые Украшения Раскололись Люди На борту Испарились В клубах Алых Брызг Дракар Позади него Так же Задрожал А затем И лодка Которая Находилась За ним Демон Продолжал Целиться В челны Кораблей С молниями И невидимые Руки Один за другим Уничтожали Стоящие На берегу Корабли Ветер Нес Вместо Бойни Густую Дымку Опилок И крови А затем Взорвались Оставшиеся Бутыли С зажигательной Смесью Ад Был Невообразимым Несмотря На шторм Фит почувствовал Как тепло Коснулось Его лица Ряд Челнов Озарился Словно Они были Погребальными Кострами Великих Героев Пепел И искры Носились Туда-сюда Будто Светлячки Ветер Разнес Поднимающийся От пожарища Черный Дым По всему Морю И он Казался Стерящимся Густым Туманом Коробка С молниями Демона Перестала Реветь Он Опустил Ее И взглянул На Годи Который Стоял На кряже Хунур Казался Побежденным Его Плечи Поникли Руки Безвольно Висели Вдоль Тела Несколько Гротканцев И Балтов Промчались Мимо Него По скалистому Склону Пытаясь Добраться До дальней Стороны Островка Демон Поднял Коробку С молниями И направил Ее На Годи Он Заставил Ее Вспыхнуть И ряфкнуть Всего Лишь Раз Но Голова И плечи Годи Разом Испарились В розовом Облачке То Что Осталось От Хунура Рухнуло Со скалы Как будто Его Кто-то Подтолкнул Сзади Демон Пошел По льду Сильный Жар От Горящих Челнов Растопил Лед Которая Под завесой Пара Жадно Утягивала Остатки Лодок Во тьму Впервые За этот год Воздух Наполнился Океанским Привкусом Железа Демон Встал На колено Набрал В чашу Которую Держал В огромной Руке Немного Воды И Выплеснул Ее Себе На лицо Сажа Потекла По его Щекам И бровям Потом Он поднялся И Зашигал К фиту Грос Голвалур Вылез Внезапно Его Появлению Предшествовали Лишь Вонючие Пузыри Крутящиеся Талой Воде И Пенка Из Красных Водорослей Как и Все Огромные Морские Существа Из-за Сплошного Льда Он Практически Не питался Зимой И к этому Времени Успел Изрядно Проголодаться Горящие Лодки Растопили Море А вместе С дымящимися Обломками Под воду Ушло Много Мяса И крови Которые Не могли Не привлечь К себе Различных Хищников Грос Гвалур Наверное Был Во многих Лигах Отсюда Когда Почуял Вкус Мизерную Долю Человеческой Кроли В триллионах Кубических Литров Соленой Воды За пару Взмахов Массивными Хвостовыми Плавниками Он покрыл Отделяющие Его от Берега Расстояния Демон Услышал Тревожный Всплеск Воды И обернулся Морское Существо Едва Умещалось В озере Талой Воды Своим Чешуйчатым Телом И заканчивающимися Когтями Плавниками Он расколол Лед И вылез на Пляж Широко Разверстой Пастью Плоть у него Во рту Мерцала Белым Цветом Словно Перламутр И оттуда Сильно Разила Нашатырем Его зубы Походили На зазубренные Копья Желтоватых Кораллов Чудище Вытянуло Своё Студенистое Тело На берег И издало Резкий Басовитый Крик Звук Который Иногда По ночам Можно услышать На дракаре В открытом Море Более Мелкие Мушвели Которые Подпрыгивали И извивались Подобно Червям Проследовали За ним Сквозь дыру Также Привлеченные Обещанием Поживы Гроз Главалур Растолкал Их в стороны И даже Сломал Шею Тому Который Осмелился Подобраться Слишком Близко После Чего Проглотил Его Целиком За два Или три Судорожных Глотка Чудище Потащило Своё тело По берегу На массивных Склачетых Плавниках Демон Стал Лицом К лицу С огромным Убийцей Он знал Что петель Чудовища Особенно С приходом Весны Был столь Бездонным Как Северный Океан Оно Не остановится До тех пор Пока не очистит Островок Эта От всего Что хотя бы Даже отдаленно Напоминает Еду Демон Выдернул Секиру Из ледяной Хватки Он воздел Ее вверх Держа У самого Конца Рукояти А затем Немного Ослабил Хватку И топорище Под тяжестью Навершия Скользнуло На оптимальный Уровень Между горлом И животом Демон Ринулся На океанское Чудище Оно Распахнуло Свои челюсти И в воздухе Разнеслась Прогорклая Вонь Они раскрылись Так широко Будто Сформировали Опоясанный Зубами Проход В церковные Подземелья Пасть Пасть Была Настолько Огромной Что Вся Команда Могла Бы На плечах Занести Туда Дракар Затем Ведомые Пульсирующими Эластичными Мышцами Горла Вытянулись Вторые Челюсти Которые Ощетинились Хребтовыми Зубами Из Полупрозрачных Хрещей Хребтовые Зубы Некоторые Из которых Были Длиннее Ноги Взрослого Человека Выскользнули Из полостей Словно Лед И Истекали Каплями Слизи Гроз Гвалур Бросился На Атакующего Демона И его Гигантское Тело Захрустело И заскрежетало По камням Пляжа Демон Взмахнул Секирой И рассек Нижнюю Первую Челюсть Между Передними Рестцами Раскраив Челюсть Подобно Тому Как Корпус Корабля Раскалывается Вдоль Киля Из раны Пошла Отвратительного Вида Пена Словно Гроз Гвалур Совсем Обезумел От жажды Крови Он С воплем Попытался Отвернуть Раненую Голову Демон Вонзил Секиру Ему В череп Лезвие Пробило Толстую Чешуючатую Пластину И проникло Внутрь Затем Он Нанес Еще Один Удар Прямо Под Стеклянный Глаз Размером Со Щит Вождя Океанический Монстр Взревел Пока место Где голова Гроз Гвалура Соединялась Шеей Не превратилась В пузыряющуюся Розовую Дыру Щель Собиралась Складками И сочилась Жидкостью Когда из Нее С хрипом Вырвался Воздух Хотя Зверь Еще не Умер Но он Был Смертельно Ранен Извивающиеся Мушвели Начали Пожирать Его Заживо Демон Бросил Чудище Подыхать И вновь Двинулся К Фиту Вышний Представление Он Следил За Приближающимся Демоном Уже Вблизи Они Заметили Что Под Обгоревшими Одеяниями И мехами Демона Скрывались Изукрашенные Серые Доспехи Они Заметили Что На его Лице Вдоль Линии Носа На щеках И вокруг Глаз Были Наколоты Коричневые Линии Они Ощущали Как От него Несет Звериным Духом Но То Был Незапятнанный Мускусный Аромат Феромонов Вожака Стаи Они Узрели Его Клыки Ты Ахмат Ибн Русте Сказал Демон Вышнеземец Молчал Пока Его Переводчик Обрабатывал Слова Да Наконец Ответил Он Вышнеземец Дрогнул От холода И боли Было Чудом Что Он До сих Пор Оставался В сознании А Ты Спросил Вышнеземец Демон Произнес Своё Имя И Переводчик Быстро Заработал Медведь Спросил Вышнеземец Тебя Зовут Медведь Демон Лишь Пожал Плечами Зачем Ты Здесь Вновь Задал Вопрос Вышнеземец Случилась Ошибка Ответил Демон В его Голосе Постоянно Слышался Горловой Рык Оплошность Я Совершил Ошибку И сейчас Исправляю Её Я Заберу Тебя Отсюда Этих Людей Тоже Произнёс Вышнеземец Демон Взглянул На Фита И Брома Опираясь О Скалу Бром Лежал Без сознания И его Уже Начало Заметать Снегом Кровь Которая Текла Из его Ран Замёрзла Фит Просто Смотрел На Демона На рукоятке Его секиры Всё ещё Олела Кровь Он Мёртв Спросил Демон Кивнув В сторону Брома Мы Оба Мертвы Ответил Фит Всё Что ему Теперь Оставалось Уйти В земли Мёртвых Где Его Выкуют Наново У меня Нет Времени Сказал Демон Вышнеземцу Только Ты Ты Возьмёшь Их После Всего Чем Они Пожертвовали Ради Меня Ты Возьмёшь Их Демон Издал Тихий Гортанный Рык Он Отступил Назад И Снял С Пояса Какое То Устройство В виде Жезла Когда Демон Настроил Его Оно Начало Издавать Слабые Музыкальные Звуки Демон Взглянул На море Туда Откуда Пришёл Шторм Фит Проследил За Его Взглядом Он Начал Моргать И щуриться От летящего Прямо В лицо Снега Харсир Услышал Звук Походивший На шторм Внутри Шторма К ним Приблизилась Лодка Демона Фиту Раньше Не доводилось Видеть Ничего Подобного Это не был Буэр Или Водяной Чёлн Это была Воздушная Лодка Которая Могла Оседлать Ветер И шторм Она Медленно Летела В воздухе Надо Льдом На уровне Высоты Мачты С неё Срывался Ревущий Ветер Который И поддерживал Её В небе Струи Воздуха Поднимали С морской Глади Вихри Снега На краях Её Рулей Крыльев То зажигались То гасли Небольшие Зелёные Свечи Лодка Приближалась И вот Фиту Уже пришлось Закрыть Лицо Рукой От секущего Ветра И ледяной Крошки Затем Она Стреском Приземлилась На ледяном По крови Моря И распахнула Свои Большие Как угроз Гвалура Челюсти Демон Взял Вышнеземца На руки Вышнеземец Заорал Когда кости В его сломанных Ногах Потёрлись Друг от друга Но демон оказалось Это ничуть Не беспокоило Он взглянул На Фита Бери его Сказал он Вновь Кирнув На Брома Иди за мной Ни к чему Там не прикасайся Хафсер Работал На верхнем Ярусе Карельского Улья Уже больше Восьми месяцев Когда с ним Наконец Согласился Поговорить Человек Из миссии Совета Вы работаете В библиотеке Не так ли Спросил он Его звали Бакунин И он был Помощником Эмантина Чей секретарь Уже не раз Отказывал В письменных Просьбах Хафсера О встрече Или экспертизе Косвенно Это означало Что Бакунин Отвечал За связь С муниципальными Властями И канцелярией И таким образом Был частью Намного Более важного Административного Механизма В конечном Итоге Это привлекло Внимание Яфеда Келпантона Из Министерства Сигелайта Да В библиотеке Университариата Но я за ним Не закреплен Я здесь Временно Ах Отозвался Бакунин Так Словно Хафсер Сказал что-то Жутко Интересное Краем Глаза Он просматривал Распределительный Планшет И судя По выражению Лица Ему сейчас Отчаянно Хотелось Находиться В любом Другом Месте Но только Они здесь Они встретились В Кулинахалле На Александеренкату 66106 Это было Чрезвычайно Респектабельное И дорогое Заведение С отличным Видом На самый Высокий ярус Коммерческого Района Акробаты Иконатоходцы Давали Представление Под лучами После обеденного Солнца Лучи Которого Пробивались Сквозь Каркасные Солнечные Батареи Что ж Какова Ваша Должность Осведомился Бакунин Элегантные Трансчеловеческие Официанты С разнообразными Аугметическими Модификациями Принесли им Чайник С листьями Вурку И серебряный Поднос Со Снежными Пирожными Мне поручено Следить За процессом Реновации Я Инфоархеолог Ах да Припоминаю Библиотеку Разбомбили Не так ли Сторонники Панпацификцев Во время Мятежа Взорвали Два Стирающих Устройства Бакунин Кивнул Что-то Могло И уцелеть Совет Уля Определенно Придерживался Иного Мнения Он собирался Сравнять Участок Землей Но вы Им этого Не позволили Хавсер Улыбнулся Я уговорил Ректорат Университариата Нанять меня На временной Основе В архиве Которые Все считали Непредставляющим Ценности Мне к этому Времени Удалось Найти Семь тысяч Текстов Отлично Ваши изыскания До сих Не попали В сферу Компетенции Положения Олетописи И Хавсер Успокаивающе Поднял руку Пожалуйста Не направляйте Меня К ведомствам Летописцев Уверяю вас Все мои Запросы В дальнейшем Будут Оставаться Неизменными Но вы Ведь явно Говорите О запоминании И систематическом Накоплении Информации Об освобождении И объединении Человеческой Цивилизации Нам посчастливилось Жить Величайший Момент Истории Нашего Вида И наше Естественное Право Увековечить Его Эту идею Поддерживает И всячески Продвигает Сам Сигилай Вы знаете Что он Лично Подписал Положение Знаю И насчет Его поддержки Мне так же Известно Я несказанно Рад Но в Великие Моменты Истории Люди Очень часто Забывают Об Историках Прочитав Ваши Тезисы И биографию Сказал Бакунин Я не сомневаюсь Что смогу Обеспечить Вас Высокой Должностью В Ордене Летописи Я могу Порекомендовать Вас И уверен Еще несколько Лиц Из подданного Вами Списка Благодарю Вас Ответил Хавсер Правда Спасибо Но я Хотел Поговорить Несколько О другом Важность Работы Летописцев Нельзя Переоценить Конечно Мы должны Во всех Подробностях Описывать Происходящие Вокруг нас События Конечно Мы должны Поступать Так ради Общего Блага Великой Славы Потомства Но я Выступаю За несколько Более Тонкий Подход Который Боюсь Мы Совершенно Упустили Из виду Я говорю Не о записывании Того Что мы Делаем Я говорю О записывании Того Что мы Знаем Я говорю О сохранении Человеческого Знания Его Систематизации Разделение На то Что мы Знаем И то Что Забыли Помощник Моргнул И его Улыбка Вмиг Стала Какой-то Пустой Это Определенно Простите Меня Сэр Но это Ведь Определенно Естественный Процесс В Империуме Мы Делаем Это Постоянно Не так Ли Я имею Ввиду Мы Ведь Должны Мы Накапливаем Знания Да Но Не тщательно И Не последовательно А когда Мы Теряем Источник Вот как Библиотеку В Карелии То Просто Пожимаем Плечами И говорим Вот ведь Незадача Но Эта Информация Не была Потеряна Вовсе Нет Я хочу Спросить Мы Вообще Знаем Что Потеряли Когда Детонировали Стирающие Устройства Мы Хоть Отдаем Себе Отчет Какие Прорехи Они Оставили В коллективном Знании Нашего Вида Бакунин Почувствовал Себя Явно Не в своей Тарелке Мне Нужен Кто-то Кто Контролировал Бы Это Себ Сказал Хавсер Он Знал Что У него Сейчас Блестят Глаза И К тому Ж Он Становится Чрезвычайно Назойливым Для него Не было Секретом Также И то Что Люди Очень Часто Находили Такой Энтузиазм Раздражающим Бакунину Явно Было Неловко Но Хавсер Уже Ничего Не мог С собой Подделать Мы И Под мы Я имею Ввиду Принуждаемся В ком-то Кто Смог Бы Донести Эту Проблему До Администратума Сделать Так Чтобы На нее Обратили Внимание Заинтересовать В ней Кого-то Кто Занимает Достаточно Высокое Положение И Пользуется Большим Влиянием Чтобы Он Смог Принять Меры Со Всем Уважением Сэр Я Не хочу Прожить Жизнь Следуя За войсками Крестового Похода Подобно Верному Псу Старательно Записывая Каждую Мелочь Их Бесспорно Великих Свершений Я Хочу Стать Свидетелем Куда Более Важных Процессов Учета Человеческого Знания Мы Должны Отыскать Границы Известного Мы Должны Обнаружить Пробелы И Либо Заполнить Их Самостоятельно Либо Отыскать Пропавшую Информацию Бакунин Нервно Хихикнул Ни Как изготовить Вещи Которые Сегодня Не Можем Воспроизвести Продолжил Хавсер Великие Достижения Технологии Здания Чудеса Физики Мы Забыли Как Творить Вещи Которые Наши Предки Пять Тысячелетий Назад Считали Элементарными Пять Тысяч Лет И Все Забыто То Был Золотой Век А Теперь Взгляните На Нас Сейчас Как Мы Копошимся В пепле Пытаясь Собрать Все Обратно Всем Известно Что Эра Раздора Была Темным Временем За Которое Человечество Утратило Бесчетные Сокровища Но Давайте Подумаем Вот Вы Сэр Вы Знаете Что Именно Мы Потеряли Нет Ответил Бакунин Вот И Я Не Знаю Сказал Хавсер Я Даже Приблизительно Не Могу Сказать Что Мы Потеряли Я Даже Не Знал Бы С Чего Начать Но Послушайте Отозвался Бакунин Он Дрожал Так Будто Сидел На Сквозняке Мы Все Время Находим Новую Информацию К Примеру Недавно Я Услышал Что У Нас Теперь Есть Полные Тексты Всех Трех Пьес Шекспира Хавсер Посмотрел В глаза Помощнику Тогда Ответьте Мне Сказал Он Кому Нибудь Известно Так Что Мы Оказались В Непроглядном Мраке Древней Ночи Хавсер Проснулся Он До сих пор Чувствовал Запах Листьев Вурпу И Слышал Разговоры В Кулинахале Если Не Считать Того Что Его Там И Близко Не Было Все Это Случилось Много Лет Назад И В Другом Месте Он Просто На Мгновение Лишился Сознания И Видел Сон Он Чувствовал Запах Крови И Смазочного Маста Он Ощущал Вонь Тел Ароматы Грязи И Боли Раны Уже Так Не Болели Он Задался Вопросом Мог ли Астартес Медведь Вколоть Ему Какое То Лекарство Это Казалось Маловероятным По Видимо Мог Боли Медведь Относился Несколько Иначе Более Вероятным Казалось Что На Каком-то Этапе Мозг Вышнеземца Просто Перестал Обращать Внимание На Боль В Отчаянной Попытке Защитить Себя В Отсеке Вокруг Полки На Которой Он Лежал Царил Мрак Его Конечности Были Привязаны Они Все Еще Летели Все Дрожало Двигатели Боевого Корабля Беспрестанно Выли То И Дело Их Стряхивало От Турбулентности Он Срезал Опаленные Края Своей Гривы А Оставшиеся Волосы Стянул Кожаной Лентой Его Лицо Было Вытянутым И Благородным С Высокими Скулами Длинным Носом И Несколько Выступающим Ртом Похожим На Рыло Нет Не Нарыло На Морду Замысловатые Изгибы Коричневых Татуировок Повторяли Очертания Лица Медведя Подчеркивая Кожа Его Была Обветренной И Выдубленной Казалось Лицо Было Вырезанное Из Дерева Словно Фигурка На Носу Драккара Он Взглянул На Вышнеземца И Тот Понял Что Астартес Сканирует Его При помощи Некоего Устройства Затем Он Щелочком Выключил Его И Убрал Мы Почти На Месте Сказал Он Перевозчик Вышнеземца Тут же Заработал Пытаясь Поспеть За речью Воина Там Тебя Будет Ждать Хирург Но То место Особенное Ты Знаешь Это Поэтому Если Хочешь Продолжить Мы Начнем Он Потянулся И Пальцами Вынул Вышнеземцу Правый Глаз Глава Третья Эд Демон Медведь Принес Не только Избавление Но Также И Окончательное Смирение Вышнеземцу Уже Не нужно Было Сражаться С холодом Чтобы Оставаться В сознании Или С болью Чтобы Продолжать Жить Он Расслабился И его Словно Камень Утянуло В прозрачную Тишину Замерзающего Море Его Поглотила Боль Она Окружала Его Подобно Метели Столь Яростной И неистовой Что Он Видел Ее Даже Ослепленным Глазом Метель Бушевала Еще Долгое Время После Того Как Он Лишился Сознания Они Приближались К особому Месту Куда Пообещал Привезти Его Медведь Они Летели На крыльях Снежного Шторма То Был Ужасный Снежный Буран Или Белый Шум Статические Шумы Вместо Крупинок Снега Неисправный Пикт Канал Помехи Сигналов Поврежденной Аугметической Оптики Лишь Фуз Лишь Жужжащие Белые Спеклы На фоне На фоне Черноты Чернота Вот Она То И была Настоящей Она Была Такой Кромешной Кромешной Чернотой А может Все дело В слепоте Глаз Болел Его Отсутствие Болело Сама Глазница В которой Он Некогда Находился Болела Снег Истатика Чернота И слепота Все Значения Смешались Он Уже Едва Мог Их Различать Температура Тела Резко Упала Боль Разбавляла Оцепенение Вышнеземец Понимал Что уже Давным-давно Утратил Нить Событий Он Не мог Собраться С мыслями Он Оказался В беспросветной Пропасти Полуяве В жалкой Норе С подветренной Стороны Заснеженного Берега Бессознательности Для него Казалось Невероятно Сложным Отличить Воспоминания От порожденных Болью грез Видел ли он Белый шум На неисправном Экране Или секущий Снег На фоне Кромешно-черной Скалы Он уже Не мог Сказать Он Представил Себе Что чернота Была горой За стеной Снега Горой Которая Была Слишком Большой Для горы Черным Скальным Зубом Вырисовывавшимся Посреди Метели Шире И выше Всего Что можно Оценить Одним Взглядом Она Казалась Настолько Огромной Что Вышнеземец И глазом Не успел Моргнуть Как та Уже Полностью Заполнила Его Поле Зрения Сверху Снизу Слева И справа Сверху Поначалу Ему Показалось Что Это Была Чернота Полярного Неба Но Нет Прямо На него Неслась Сплошная Скальная Стена Вышнеземец С облегчения Вздохнул Сразу Стало Легче От мысли Что Ему Наконец Удалось Отделить Настоящие Воспоминания От Надуманных Грез Гора Вот Она Определенно Ему Грязилась Ни одна Гора Не может Быть Настолько Большой Его Перенесли Из Штормов Тепло И Сумрак Глубокой Пещеры Он Лежал Там И Продолжал Видеть Сны Вышнеземец Смотрел Сны Долгое Время Они Пришли Как Порожденные Болью Грезы Заостренные От Муки И И Искаженные От Опиатов Которые Ему Вводили В Кровь Они Походили На Фрагменты Яркие И Неполные Словно Кусочки Головоломки Или Осколки Разбитого Стекла Рассеянные Между Периодами Полной Бессознательности Они Напоминали Ему Ходы В Редициде Поединок Между Двумя Опытными Игроками Медленные Взвешенные И Стратегически Глубокие Ходы Которые Разделяли Длительные Промежутки Сознательного Бездействия Редицидная Доска Была Старой И Инкрустированной Слоновой Костью Он Чувствовал Запах Волокна Собравшегося По углам Коробки Футляра Рядом Лежала Деревянная Лошадка Вышнеземец Пил Яблочный Сок Кто-то Играл На Клавире Острые Края Ментальных Обрывков Притупились И Сны Стали Длиннее И Сложнее Он Начал Видеть Грезы Которые Длились Эпичными Циклами Сновидений Они Тянулись Годами Они Исчислялись Поколениями В них Он Видел Видел Как Появлялся И Исчезал Лед Как Твердел И Вновь Приходил В движение Океан Как По Облачному Небу Подобно Диску Из Откованной Меди Проносилось Солнце Которое Мерцало Сверкало И Становилось Ярким Словно Сверхновое Чтобы Потом Потускнеть Будто Мертвый Звездный Уголек День Ночь День Ночь В грезах К нему Приходили Люди И Сидели Рядом С ним В Таинственном Сумраке Пещеры Они Разговаривали Горел Костер Он Чуял Дым Копаловой Смолы Самих Людей Он Не Видел Но Зато Различал Их Тени Которые На Стены Пещеры Отбрасывал Плюющийся Огонь Они Были Нечеловеческими У Теней Были Головы Зверей А Иногда Даже Олени Или Козьи Человеческие Очертания С Псиными Мордами Садились И Сопели Ветвистые Рога Кивали Пока Другие Говорили Некоторые Тени Были Согбенны Тяжелыми Горбами Из Запасенного На Зиму Жира Спустя Некоторое Время Вышнеземец Уже Не Мог Сказать Видит Ли Он Тени На Стене Пещеры Или Просто Древние Наскальные Рисунки Жирные Линии Охрой И Углем Которым Капризный Огонь Придавал Иллюзию Движения Он Пытался Прислушиваться К Бормотанию Людей Но Ему Никак Не Удавалось Сконцентрироваться Казалось Стоит Слушаться И Рекослов Откроет Секреты Мироздания И Он Узнает Все Истории От Первой До Последней Иногда Грезы Уносили Вышнеземца За Пределы Пещеры Они Приводили Его На Какую-то Высокую Точку Где На Бархатном Своде У него Над Головой Виднелись Лишь Звезды А Внизу Были Залитые Солнцем Земли Гобелен И Сшитых Вместе Мирков Которые Постоянно Перекраивались Подобно Мозаике Великой Игры И На Этой Мозаике Для Него Разыгрывалась Грандиозная История Нации И Империи Убеждения И Расы Взлеты И Падения Объединения И Сражения Заключения Альянсов Объявления Воин Он был Свидетелем Единений Истреблений Реформации Аннексии Вторжений Экспансии И Просвещений Он Видел Все Это Со Своего Шаткого Трона На Такой Высоте Что Иногда Ему Приходилось Что Есть Мочь Держаться За Его Золотые Подлокотники Из-за Боязни Упасть Временные Грезы Уносили Его Вглубь Себя В Его Же Плоть И Кровь Там На Микроскопическом Уровне Он Наблюдал За Вселенной Своего Тела Пока Оно Разбиралось Сущность До Мельчайшей Генетической Спирали Подобно Солнечному Свету Которые Сквозь Тонкие Линзы Рассеивали И Расщепили На Составные Цвета Он Чувствовал Себя Разобранным Как Старые Часы Ходовые Части Отделили Друг От друга А Каждую Его Деталь Отремонтировали Он Чувствовал Себя Подопытным Зверем У Которого Из Распоротого Живота Один За Другим Вынимают Органы Подобно Деталям Карманных Часов Он Казался Насаженным На Булавку Насекомым Которые Расчленяют На Предметном Стекле Дабы Узнать Что Заставляет Его Двигаться Когда Жи Грезы Возвращали Его Обратно В Пещеру Где У Костр Сидели И Бармотали Териантропные Тени Он Часто Чувствовал Себя Так Словно Его Собрали Воедино Уже В Совершенно Ином Порядке Если Представить Вышнеземца Старыми Часами То Тогда Его Открытые Ходовые Части Перенастраивали Некоторые Детали Подчистили Модифицировали Или Заменили Ходовую Пружину Спуск Часовой Механизм Баланс И Все Эти Крошечные Рычаги И Оси Собрали В Новой Затейливой Последовательность Минтили Крышку Чтобы Никто Не Узнал Что Именно В Нем Изменили И Когда Вышнеземец Вновь Оказался В Пещере То Думал Лишь О Ней Теплая И Безопасная Скрытая Глубоко В Черной Скале Вдали От Шторма Но Забрали Ли Его Сюда Чтобы Защитить Или Его Будут Держать Здесь Лишь До Тех Пор Пока Люди Звери У Костра Не Проголодаются В Наиболее Странных И Редких Грезах Он Оказывался В Самой Глубокой И Холодной Части Пещеры Где К Нему Обращался Голос В Том Месте Мрак Освещался Морозным Синим Сиянием Воздух Был Стерильным Словно Скала В Сухих Полярных Горах Где Не Хватало Воды Которая Могла Стать Льдом Он Был Очень Далеко От Ласкового Тепла Костра В Пещере Вдали От Бормочущих Голосов И Аромата Дымящихся Смол Тут Вышнеземец Чувствовал Как Конечности Наливаются Свинцом Как Будто Он Проглотил Лед Словно По Венам Бежит Холодный Жидкий Металл Тянущий Его Вниз Даже Его Мысли Становятся Медленными И Вязкими Он Боролся С Холодной Медлительностью Опасаясь Что Та Утянет Его Сначала В Сон Без Сновидений А После И В Смерть Но Все Что У Него Получалось В Конечном Итоге Слабая Дрожь Отяжелевших Конечностей Лежи Смирно Это Было Первое Что Произнес Голос Он Был Настолько Внезапным И Резким Что Вышнеземец Замер Лежи Смирно Повторил Голос Он Был Глубоким И Пустым Шепотом В котором Однако Чувствовалась Мощь Грома Голос Едва Ли Принадлежал Человеку Он Звучал Блеющими И Жужжащими Нотами Старого Сигнального Рога Каждая Гласная И Согласная Произносились С Одинаковым Низким Раскатистым Звуком Очищенным И Интонационно Приведенным В порядок Лежи Смирно Прекрати Дергаться И Вертеться Где Я Спросил Вышнеземец Во Тьме Ответил Голос Он Затихал Вдали Словно Рев Бараньего Рога С Одинокого Утеса Не Понимаю Произнес Вышнеземец Ответом Ему Стала Тишина Затем Голос Возник Прямо За Правым Ухом Вышнеземца Словно Говоривший Обошел Его Ты Не Должен Понимать Тьму Вся Суть Тьмы Как раз В том Что Ее Не Нужно Понимать Это Просто Тьма Вот И Все Но Но Что Я Здесь Делаю Спросил Он Когда Голос Ответил Он Казалось Находился Уже Дальше Голос Пришел Рокотом Откуда-то Спереди От него Подобно Стенающему Среди Пустых Пещер Ветру Ты Просто Здесь Находишься Ты Здесь Для того Чтобы Смотреть Сны Поэтому Спи Сны Помогут Скоротать Время Спи Прекрати Дергаться И Вертеться Ты Мне Мешаешь Вышнеземец Заколебался Ему Не Понравился Намек На Угрозу В Голосе Мне Здесь Не Нравится Наконец Отважился Сказать Он Никому Из Нас Здесь Не Нравится Взорвался Голос В Левом Ухе Вышнеземца Он Непроизвольно Взвизгнул От Ужаса Голос Был Не Только Громким Близким И Озлобленным В его раскатах Слышался Еще И Рык Леопарда Никому Из Нас Здесь Не Нравится Уже Спокойнее Повторил Голос Кружа Вокруг Него Во Тьме Никто Из Нас Не Выбирал Остаться Здесь Мы Скучаем По Свету Мы Пересмотрели Все Сны Которые Они Нам Давали Уже Сотню Даже Тысячу Раз Мы Знаем Их Наизусть Мы Не Выбирали Тьму Долгая Пауза Тьма Выбрала Нас Кто Ты Спросил Вышнеземец Меня Звали Кормиком Ответил Голос Кормиком Додом Сколько Ты Уже Здесь Кормик Дод Пауза Затем Урчание Я Не Помню А Сколько Здесь Уже Я Я Даже Не Знаю Кто Ты Такой Произнес Голос Просто Лежи Смирно Закрой Пасть И Не Тревож Меня Когда Вышнеземец Проснулся Он Все Еще Лежал На Металлических Носилках Которым Его Привязал Медведь Сами Носилки Висели В воздухе И Слегка Раскачивались Вышнеземец Сфокусировал Зрение И Посмотрел Вверх Вдоль Цепей Которые Крепились К Четырем Концам Его Носилок Все Они Сходились В Центральном Кольце Где После Превращались В одну Толстую Цепь Главная Цепь Темная И покрытая Жиром Терялась В гнетущих Сумраках Огромного Свода Само Место Походило На Огромную Пещеру Но Не на Ту Пещеру Из Грез Где У Кострра Бормотали Люди Звери И Не на Глубокую Холодную Пещеру Синим Сиянием Все Скрывалось В тенях Сумраки С Зеленоватым Отливом Судя По тому Что ему Удалось Различить В полумраке Пещера Была Обширной Словно Неф Собора Или Ангар Бороздящего Космос Корабля Да И на Самом Деле Это Была Вовсе Не Пещера Так Как Углы Искосы Здесь Были Слишком Ровными И на Равных Промежутках Вышнеземец Не мог Повернуть Голову Или Пошевелить Конечностями Но С облегчением Отметил Что боль Исчезла Не осталось Даже Притупленной Боли От дискомфорта В теле Или Раздробленных Костях Ног Но Облегчение Едва ли Не сразу Переросло В тревогу Ведь Он Сейчас Был В заключении Связан И даже Не мог Повернуть Голову Чтобы Оглянуться Он Не Видел Ничего Кроме Черного Свода Вверху Тупая Сонная Тяжесть На Сердце Заставляла Вышнеземца Чувствовать Себя Вялым И Медлительным Словно Он Принял Транквилизатор Или Таблетки От Бессонницы Он Моргнул Чтобы Унять Жения В Глазах И Больше Всего Ему Сейчас Хотелось Чтобы Носилки Прекратили Раскачиваться Под Под углом К Поддерживающей Его Центральной Цепи Из Мрака Бежал Еще Один Подрагивающий Кусок Толстой Цепи И Судя По Ритмичной Встряске Его Вытягивали К На Некоем Невидимом Блоке У Него Над Головой Мерно Звякали Звенья Цепи Подъем Прекратился Носилки Качнулись А затем С такой Силой Ушли Влево Что Начали Вращаться Затем Цепь Вновь Неравномерно Задергалась И Носилки Начали Опускаться Натянутые Из четырех Концов Носилок Цепи Дорожали При каждой Встряски Вышнеземец Запаниковал Он Натянул Связывающие Его Ремни Те Не Поддались А ему Не Хотелось Чтобы Раны Растянулись Или Того Хуже Открылись За Несколько Рывков Он Опустился Ниже На Некоего Рода Посадочное Место Или Платформу По Обе Стороны Носилок Засуетились Люди И Взялись За Их Края Вышнеземец Взглянул В их лица И Тревога Переросла В страх Они Были Одеты В робы Из Обычной Отвратительной Материи Поверх Плотно Прилегающих К телу Одеяний Из Вычурно Отделанной Коричневой Кожи Каждый Такой Наряд Был Сшит Из Отдельных Лоскутов Некоторые Из которых Имели Определенную Форму А Другие Украшены Кольцами Вышивкой Узлами Или Полосками Меха Так Что В совокупности Они Напоминали Анатомическую Диафрагму Человеческой Мускулатуры Стенки Мышц Вокруг Ребер Сухожилия На руках И у Горла Лица Их Представляли Собой Человеческие Черепа Маски Из кости От Обесцвеченных Бровей Поднимались Затупленные Рожки У кого-то Посреди Лба Красовались Ветвистые Олени Рога Сквозь Прорези В масках На Вышнеземца Смотрели Нечеловеческие Глаза То были Золотые Глаза С черными Точечками Зрачков Как у Волков Они Будто Лучились Внутренним Светом Уйдите Желтые Глаза Свет 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 Схищническим Устрашающим Разумом В них Читалось Желание Причинить Боль Уйдите От Меня Закричал Он Собравшись Наконец Силами Сумев Вытянуть Из своего Иссушенного Горла Дряхлый Проржавевший Голос Отойдите Черепа Подступили Ближе К его рту Потянулись Руки Обтянутые В перчатки Из коричневой Кожи На некоторых Из них Было Лишь По два Или Три Пальца На иных Красовались Лишь Прибылые Пальцы Вышнеземец Начал Ворочаться И извиваться В порожденной Паникой Безумной Попытки Высвободиться Из путь Его Больше Не заботило Рвал ли Он При этом Швы Или Не Открылись Ли Недавно Зажившие Раны Или Все же Вновь Ломал Сросшиеся Кости Что-то Сломалось Он Услышал Треск И ему Почудилось Что это Было Его Ребро Или Сухожилие Вышнеземец Приготовился К вспышке Ослепительной Боли Это Оказался Матерчатый Наручник На его Правой Руке Он Начисто Оторвал Его От Металлической Уключины Которая Крепилась К носилкам Вышнеземец Замахнулся Освободившейся Рукой И Почувствовал Как костяшки Пальцев Врезались В острые Углы Черепа Маски Существо Издало Гортанный Лай Боли Вышнеземец С воплем Ударил Еще раз Затем Вцепился В затянутую Вокруг шеи Пряжку И рывком Расстегнул Ее Освободив Горло Он поднял Тело С твердого Ложа Носилок И сорвал С головы Фиксирующий Ремень Приподнялся И принялся Отвязывать Ремень Который Удерживал Его Левую Кисть На его Правой Руке Все еще Болтался Ремень От которого К стальной Уключине Все еще Тянулись Растянутые Нити Черепа Бросились К нему Пытаясь Схватить И уложить Обратно Носилки Которые Теперь Никто Не держал Бешено Завращались Вышнеземец Оттолкнул Существ Его ноги Все еще Были связаны Он бился И извивался Пронясь На низком Готике Турецком Хорватском И сиблимическом Они Нечленораздельно Что-то Кричали Ему В ответ Стараясь Прижать К носилкам И привязать Обратно Вышнеземцу Удалось Высвободить Правую Ногу Вышнеземец Согнул Ее В колени А затем Ударил Изо всех Сил Он Попал Одному Из черепов Прямо В грудь И довольно Отметил Что тот Упал На двух Других Своих Облаченных В робы Сообщников Затем Он Освободил И левую Ногу Из-за Резко Сместившегося Веса Носилки Покачнулись И Вышнеземец Свалился На десяток Черепов Которые Пытались Удержать Его На месте Он Принялся Дико Размахивать Кулаками Вышнеземца Никогда Не учили Драться Да Ему Никогда И не Приходилось Но Когда Власть Над телом Взяли Ужас И Первобытный Инстинкт Выживания Оказалось Что в этом Нет Никакой Большой Тайны Ты Наносишь Удары Кулаками Если Они С чем-то Соприкоснулись Ты Наносишь Чему-то Вред Оно Отлетает Назад Рычит От боли И Злобно Лает Если Тебе Повезет Оно Падает Вышнеземец Колотил Кулаками Как Сумасшедший Он Легался Ему Удалось Заставить Их Отступить Одного Он Пнул Так Сильно Что Тот Рухнул На Землю И Разбил Маску Череп А Гладкий Гранит Платформы Вышнеземец Поднялся Во весь Рост Черепа Окружали Его Но Стали Действовать Осторожнее На Некоторых Даже Красовали Синяки От Его Тяжелых Ударов Он Принялся Рычать Топать Ногами И Размахивать Кулаками Словно Пытаясь Вспугнуть Стаю Птиц Черепа Еще Немного Отступили Вышнеземец Оглянулся По Сторонам Он Стоял На Квадратной Платформе С Заостренными Углами Из Темного Гранита Площадки Которая Была Вырезана Прямо В Скале Позади Него Раскачивались На Цепях Носилки Слева Располагался Ряд Продолговатых Блоков Вековечных Саркофагов В которые Можно Было Бы Опустить Носилки У Него Над Головой Висело Еще Четыре Или Пять Цепных Блоков Самых Разнообразных Форм И Размеров С Правой Стороны Платформа Выступала Над обрывом Который Уходил Во тьму Откуда Несло Минералами Из самого Центра Мира Ущелье Было Прямоугольное В поперечном Сечении Шахтой Которая Как и Платформа Была Высечена В скале Шахта Вела Во мглу Продолговатыми Клиновидными Врубами Подобно Слоям Пирога Или Кубическим Уровням Монолитного Карьера Она Выглядела Так Словно Ее Высекли Ударами Гигантской Стамески Зал Сверкал Величием Его Циклопические Стены Были Вырезаны В самой Скале Слишком Аккуратные И гладкие Чтобы Принадлежать Естественной Пещере Но в то же Время Слишком Шероховатые И несовершенные Чтобы Можно было Предположить Что их Создали В один И тот В тот же Период Каменщики И горные Инженеры Должно Быть Разрабатывали Эту Пещеру На протяжении Десятилетий Или Даже Веков Каждый Раз Изымая По одному Или два Яруса Продолговатых Блоков Постепенно Увеличивая Свободное Пространство В вертикальной Плоскости И оставляя В гигантских Стенах На местах Уровней Искусственные Линии Разделения И Расслоений Каждый Этап Наверное Представлял Собой Монструозную Задачу Хотя бы Из-за Одного Веса Скалы Угловатые Срезы Свидетельствовали О том Какими Тяжелыми И громоздкими Должны Были Быть Вынутые Каменные Блоки В сердце Горы Выдолбили Кубическую Массу Целой Скалы Платформу Они издавали Огромный Зал Превращал В глубокий Колокольный Звон Вышнеземец Старался Двигаться Так Чтобы Между Ним И Черепами Всегда Находились Саркофаги Существа Виднелись Выпуклые Клапаны Индикаторные Огоньки И Выглядевшие Тиранскими Кнопки Управления Из панелей Подобно Желобам Вились Металлические Кабели Которые Исчезали В прорезях В платформе В этом Первобытно Обустроенном Зале Была Техника Много Техники Но В большинстве Своем Она Была Скрыта От Посторонних Глаз Черепа Попытались Взять Его Вышнеземец Бросился Назад К Раскачивающимся Носилкам Он Ухватился За металлический Корпус И Толкнул Их В сторону Черепов Они Отскочили В стороны И Вышнеземец Толкнул Ложе Вновь Чтобы Черепа Не вздумали Подойти Ближе Он Заметил На носилках Разорванные Ремни Вышнеземец Думал Что Просто Вырвал Их Из креплений Как Тот Ремень Который До сих пор Болтался У него На запястье Но Оба ремня Для ног И левой руки Были Разорваны Вощенное Полотно И кожаные Стяжки Были Порваны Вдоль Линии Сшива Вышнеземец В буквальном Смысле Вырвался Из оков Мысль Встревожила Его Он Ведь был Болен И ранен Не так ли Но Вышнеземец Не чувствовал Себя Больным И раненым Он Оглядел Себя Он Был Здоров Босс Ноги Розовые И чистые С правого Запястья Свисает Ремень На нем Был Надет Темно-синий Нательник С армированными Вставками На коленях И локтях Как у Поддоспешника Некой Пустотной Брони Он Плотно Облегал Тело И был Как раз В пору Под ним Красовалась Примечательно Худощавая И крепкая Фигура С выступающими Рельефными Мышцами Она Не Походила На Потрепанное И повидавшее Виды Восьмидесяти Трехлетнее Тело Которое Он Видел Когда Последний Раз Смотрелся В Зеркало Ни Боли Кромка Угодила Прямо В Грудь И череп Едва Не Рухнул На Пол Вышнеземец Лишь Заметил Как По Платформе Покатилась Треснувшая Маска В форме Собачьего Черепа С Разорванной Лямкой Другой Череп Ухватился За Противоположный Конец Носилок И попытался Выхватить Их У него Из рук С Отчаянным Криком Который Разнесся По Огромному Череп Попытался Удержать Их И на мгновение Его ноги Даже Оторвались От земли Вышнеземец Опять Запустил Носилки Они Завращались Подобно Брошенному Мечу По пути Они сбили Одного Черепа И врезались Во второго С такой силой Что тот Полетел С платформы В пропасть Ему Удалось Ухватиться За край Пальцы Черепа Дико Скребли Гранитную Поверхность Но Под весом Своего Тела Он Неуклонно Соскальзывал Остальные Черепа Бросились Ему На помощь И успели Ухватить Его За руки И рукава Пока Они Вытягивали Товарища Вышнеземец Бросился Наутек Он Пулей Вылетел Из зала И его Босые Ноги Зашлепали По холодному Каменному Полу Вышнеземец Пронесся Под широким Косяком И оказался В коридоре Достаточно Большом Чтобы по нему Смог пролететь Грузоперевозчик Вездесущий Зеленый Сумрак Освещало Лишь Смутное Сияние От Вышнеземца Во все Стороны Бежали Тени Огромный Выход И лежащий За ним Вырезанный В скальной Толще Туннель Имели Несколько Более Завершенный Вид Нежели Гигантский Зал Который Остался Позади Скальные Стены Были Выровнены И отполированы До матового Блеска Словно Лед Из темной Воды Посреди Суровой Зимы Каменный Пол Свод А также Края Пола В местах Где они Сходились Со стенами Вдоль Пересекающихся Арок Ребер И стенных Панелей Были Крыты Балками И арматурой Пергаментного Цвета Которые Походили На лакированное Белое Дерево Большинство Украшений Были Массивными Толстыми Как ствол Дерева И с острыми Краями Хотя Некоторые Из них Зодчие Искусно Выгнули В форме Арок Или Закруглили Как Ребра Мрачное Место Вызвало В голове Вышнеземца Внезапные И резкие Воспоминания Коридоры Напомнили Ему О ларцах С иконами Которые Он однажды Обнаружил В бункерах Под Нанотичным Эпицентром Ядерного Взрыва Зазенцирли В федеративном Ислахее Они Напоминали Ему Гадуаренские Раки С гравировками Молниевого Камня Коробку Драгоценного Белые Столбы И колонны Довершавшие Интерьер Выглядели Так Словно Их Выточили Из костей В них Безошибочно Угадывался Золотистый Отблеск Некое Тепло Вышнеземцу Казалось Будто Он Находится Внутри Инкрустированной Слоновой Костью Коробочки Из Осетинского Сланца Словно Он Был Древним Сокровищем Куском Сгнившего Ногтя Или Прягью Волос Святого Расслаивающимся Пергаментом Или Драгоценностью Он Продолжал Бежать Прислушиваясь Не гонится Ли за ним Кто-либо Единственными Звуками Были Шлепки Его Ступней И Далекие Стоны Ветра В пустых Коридорах Из-за Сквозняка Он Чувствовал Себя Словно В каком-то Высоком Замке Где Забыли Закрыть Ставни Позволив Ветру Бродить По Необжитым Палатам Вышнеземец Замер Повернувшись Влево Он Ощутил На лице Слабое Дыхание Сквозняка А затем Он Услышал Тикающий Звук Клацанье Вышнеземец Не мог Понять Откуда Он Доносится Он Тикал Как Часы Но Быстрее Словно Учащенное Сердцебиение Чуть Погодя Он Понял Что Это Был Звук Неподалеку По Каменному Полу Туннеля Мягкой Поступью Кралось Что-то Четвероногое Оно Двигалось С определенной Целью Но Не бежало У него Были Когти Но Не вытяжные Кошачьи Коготки А выступающие Острые Когти Пса Их Обладатель Цокол Ими С каждым Шагом По полу За ним Шли На него Охотились Он Снова Перешел На бег Под Красивой С пазухами Сводов Аркой Из белого Дерева Туннель Расширился И впереди Показался Огромный Лестничный Пролет Квадратные И ровные Ступени Были высечены Во все Той же Скале После первых Десяти Когда пролет Повернул В сторону Ступени Превратились В винтовую Лестницу Высота Ступени Была В два Или три Раза Больше Обычных Пропорций То Была Гигантская Лестница Он Услышал Цокот Приближающихся Шагов И начал Сбираться По ступеням Глянцевитый Зеленый Сумрак Отбрасывал Странные Тени Тень Вышнеземца Боязливо Мелькала Сбоку Пятная Стену Подобно Кириантропным Теням Пещери Из грез Форма Его головы На изгибающейся Стене Напоминала Ему Собачью Поэтому Вышнеземцу Даже пришлось На мгновение Остановиться И потрогать Лицо Чтобы убедиться Что он Не проснулся С рылом Или мордой Его пальцы Нашли Лишь гладкую Человеческую Плоть Со следами Усов И бороды А затем Он понял Что видит Лишь Одним Глазом Последним Его воспоминанием Было то Как медведь Вынул ему Правый глаз Хотя боль И была Тупой Но ее Оказалось Достаточно Чтобы Вышнеземец Лишился Сознания Но сейчас Он видел Именно Правым глазом Правым глазом Он видел Морозные Зеленые Сумерки Левый Морозные Регистрировал или часы. Цок, цок, цок. Каждая секунда — шаг, ступень, поворот, деление. Внизу возникла новая тень. Она выросла на внешней стене гигантской лестницы. Ее отбрасывало что-то, что пока оставалось за поворотом и вне поля зрения вышнеземца. Это был пес, его голова была опущена, а уши приподняты и настороже. Спина, покрытая густой черной шерстью, выгнулась дугой. Лапы ступали с гипнотической точностью и грацией. Цоканье замедлилось. — Я тебя не боюсь! — закричал вышнеземец. — На Фенрисе нет волков! Ответом ему послужило глубокое утробное рычание, которое на некоем инфразвуковом уровне вызывало страх. Вышнеземец обернулся и бросился наутек. Наступился и тяжело повалился на пол. Его схватили крепкие лапы. Он заорал, приставив себе, как на спине сейчас сомкнутся мощные челюсти. Его перевернули на спину. Над ним стоял великан, но то был человек, а не волк. Он не видел ничего, кроме лица. Его закрывала плотная маска из лакированной кожи, частично человеческая, частично демона-волка, созданная с той же искусностью, что и нательники черепов. Связанные или сшитые вместе кожаные лоскуты окружали глазницы и формировали тяжелые веки. Они покрывали щеки и подбородок, подобно сухожилиям. Они скрывали горло и переплетались в форме длинных усов и торчащей бороды. Видневшиеся сквозь прорези маски глаза имели цвет канители с черными зрачками-бусинками. Во рту сверкали клыки. «Что ты здесь делаешь?» — пророкотал великан. Он согнулся над вышнеземцем и принюхался. «Тебе не положено здесь находиться. Почему ты здесь?» «Я не понимаю», — испуганно пролепетал вышнеземец. «Как тебя зовут?» — спросил великан. К счастью, у вышнеземца еще осталась крупица разума. «Ахмад ибн Русте», — ответил он. Великан схватил его за плечо и протащил оставшиеся ступени. Вышнеземец волочился сзади, то и дело поскальзываясь и молотя ногами, словно ребенок, которого тащит взрослый. На плечо великана была наброшена шкура с густым черным мехом, а огромное мускулистое тело облачено в кожаный нательник. В телосложении и размерах тела великана безошибочно угадывалась его природа. «Теостартес», — осмелился сказать вышнеземец, волочась и подскакивая из-за крепкой хватки. «Что?» «Астартес!» «Я сказал, что ты...» «Конечно, я Астартес», — пророкотал великан. «У тебя есть имя?» «Конечно, у меня есть имя». «Какое?» «Заткнись, или я перережу твою чертову глотку. Сойдет так нормально». Они добрались до лестничной клетки, а затем вошли в массивный зал с низким сводом. Вышнеземец ощутил тепло огня. Необъяснимым образом его доселе мертвый левый глаз вновь начал видеть. Впереди вышнеземец заметил тусклый огненный отцвет. Его было достаточно, чтобы различить во мраке очертания вещей, которые правый глаз видел в резком, зеленом и холодном контрасте. Великан протащил его через каменную арку. Палата была округлой, около 30 метров в диаметре. Пол представлял собой огромный диск, выложенный практически бесшовными участками отполированной кости и мореного дерева. В зале располагалось три плинта. Каждый являл собой широкий, округлый пьедестал из серого камня, около 5 метров в диаметре и в метр высотой. Плинты были просто вырезаны из скалы и бережно отполированы. В центре каждого из них находилась чаша для костра, в которой потрескивало яркое пламя, заливая багрянцем сам воздух. Над кострами с низкого куполообразного потолка свисали конические железные колпаки для отвода дыма. Правым глазом он видел палату, как освещенное спектральным зеленым светом место. Огонь от яркости пылал белым. Для левого же это была темно-красная пещера, залитая колеблющимся золотистым свечением от костров. Костяной пол и отшлифованный белый камень отражали свет костров. Напротив входа в зал, там где низкая стена встречалась со скошенным краем куполообразного свода, находились неглубокие горизонтальные оконные прорези, более походившие на бойницы огневой позиции. Глубина угловых ниш вокруг прорезей свидетельствовала о необычной толщине стен. На гладкой верхушке самого дальнего плинта сидело четыре человека. Они были такими же великанами в мехах и кожаных одеяниях, как тот, который сейчас сжимал его руку. Люди расслабленно пили из серебряных чаш и играли костяными фишками на деревянных досках, которые лежали на плинте между ними. Выглядело так, словно один из них, тот, который, скрестив ноги, сидел ближе всего к чаше для костра, играл против остальных на трех досках сразу. Они оторвались от своего занятия, и оказалось, что лица четырех демонов также были скрыты за плотными кожаными масками, сквозь прорези которых на него взглянуло четыре пары желтых глаз, отражавших свет, подобно зеркалам. Эта вспышка ярко полыхнула в правом глазу вышнеземца. — Что ты нашел в этот раз, Трунг? — спросил один из них. — Я нашел Ахмада ибн Русте на ступенях ордена. — Вот как-то, — ответил державший его великан. Два человека у костра фыркнули, а один постучал пальцем по виску. — А кто такой этот Ахмад ибн Русте? — опять спросил первый. Шкура, которую он носил, была красновато-коричневого цвета, а из задней части маски не спадали длинные заплетенные волосы, жесткие от воска и лака, завитые буквой «С», подобно атакующей змее. — Ты разве не помнишь, — сказал великан, — разве не помнишь, вар? Великан отпустил руку вышнеземца и пригнул того к костяному полу, пока он не упал на колени. Пол оказался теплым на ощупь, словно хорошо отполированная слоновая кость. — Я помню, как ты вчера нес какой-то бред, Трунг, — ответил вар со змеиной гривой. — И позавчера, и за день до этого. Для меня это все уже слилось в один нескончаемый поток глупостей. — Да? Тогда укуси мою волосатую задницу. Люди на пленке расхохотались, кроме того, который сидел, скрестив ноги. — Я помню, — произнес он, — его голос походил на скрежет, с которым добрую сталь проводят по смазанному точильному камню. Остальные мигом умолкли. — Правда? — спросил Трунг. Тот, который сидел, скрестив ноги, кивнул. Его маска была самой вычурной. На ее щеках и лбу красовались переплетающиеся фигурки и спиральные тесенки. Широкие плечи человека покрывали две шкуры. Одна угольно-черная, другая — белая. — Да, и ты тоже вспомнил бы, варангр. — Задумайся об этом хотя бы на одну чертову минуту. — Действительно? — неуверенно спросил вар со змеиной гривой. — Да, действительно. Это был гидрат, старый ярлтра. Теперь вспомнил. Вар кивнул. Грива сплетенных волос метнулась вверх-вниз, подобно ручке помпы. — О да, Скарси. Вспомнил. Вспомнил. — Хорошо, — сказал человек с черной и белой шкурами и шутливо влепил в вару оплеуху с такой силой, с которой молотком забивают заборный стол. — Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его, — пробормотал вар. — Человек в черной и белой шкурах встал во весь рост и скользнул к краю плинта. — Что будем с ним делать, Скарси? — спросил Трунг. — Что ж, — сказал человек, — думаю, мы можем его съесть. Он взглянул на вышнеземца, который все еще стоял на коленях. — Это была шутка, — добавил он. — Не думаю, что ему смешно, Скарси, — сказал один из людей. Человек в черной и белой шкурах указал пальцем на Трунга. — Спустишься вниз и узнаешь, почему он проснулся. — Да, Скарси, — кивнул Трунг. Скарси перевел палец на варангра. — Вар, отыщи Годи, переведи его сюда. Он должен знать, что делать. Вар вновь кивнул змеиной гривой. Скарси указал на остальных двух. — Вы двое, идите и... — Просто идите. Закончим круг игру позже. Оба воина сошли с плинта и последовали за варом и Трунгом к выходу. — Только потому, что ты проигрывал, Скарси, — рассмеялся один из них, проходя около него. — Ты выглядел бы очень забавно с доской для хнефа Тафла в заднице, — ответил Скарси. Мужчины вновь расхохотались. Как только все четверо прошли подарочным выходом и скрылись из виду, Скарси уселся лицом к вышнеземцу и поставил локти на колени. Он наклонил огромную, скрытую маской голову, разглядывая стоящего на коленях человека. — Значит, ты ибн Русте, да? Вышнеземец не ответил. — Ты можешь говорить? — спросил Скарси. — Или все дело в моих словах? Он постучал по губам облегающей кожаной маски. — Слова? Да. Тебе нужен переводчик? Переводчик. Вышнеземец потянулся к груди и лишь потом вспомнил, что его старая одежда куда-то исчезла. — Я потерял устройство-переводчик, — ответил он. — Не знаю, куда он подевался, но я понимаю тебя. Не уверен, как именно. — На каком ты говоришь? — Скарси пожал плечами. — Слова? Какой язык? — Ем. Мы зовем его Ювик. Жаргон для очага. Если я буду говорить на низком готике, так будет лучше. — Ты только что перешел с одного языка на другой? — спросил Вышнеземец. — С Ювика на низкий? — Да. Немного заинтригованный Вышнеземец покачал головой. — Я услышал своего рода изменение акцента, — сказал он. Но слова остались теми же. Они все время одинаково понятны. — А ты знаешь, что сейчас говоришь со мной на Ювике? — сказал Скарси. Вышнеземец заколебался. Он тяжело сглотнул. — Еще вчера я не говорил на Ювике, — признался он. — Вот что может сделать хороший сон, — ответил Скарси. Он поднялся. — Садись рядом. Он указал на Плинт. Где до того играли четверо Астартус. Вышнеземец встал и последовал на указанное место. — Вы — космические волки, не так ли? Скарси очень удивился. — О, а это уже не Ювик. Космические волки? — Ага. Мы не пользуемся этим термином. А что вы используете? — Волка Фенрика, если официально. В ином случае просто стая. Он указал вышнеземцу сесть на Плинт, отодвинув с его пути деревянную игральную доску. В чаши для огня трещал и плевался костер. И вышнеземец почувствовал на левой части лица сильный жар. — Ты Скарси? — спросил он. — Тебя так зовут? Скарси кивнул, отхлебнув темной жидкости и серебряной чаши. — Это так. Амлоди Скарсиан Скарсиан Сан. Ярл Фив. — Ты нечто вроде лорда? — Да, нечто вроде. Казалось, Скарси улыбнулся под маской. А что тогда означает Ярл Фив? На каком это языке? Скарси взял с игровой доски одну из фишек и принялся безучастно вертеть ее в руках. — Это Вурген. — Вурген? Ты очень много спрашиваешь. — Да, — сказал вышнеземец. — Так и есть. Именно поэтому я здесь. Скарси кивнул и положил фишку обратно на доску. — Именно поэтому ты здесь, да? Задавать вопросы. Я могу придумать тебе множество других занятий. Он бросил взгляд на вышнеземца. — А здесь это где? — Ахмат Ибн Русте. — Фенрис. Крепость шестого легиона, Астартес. Прости, космических волков. Крепость известна, как Клык. Все верно? — Да. За исключением того, что только идиот будет называть ее Клыком. — А как ее будет называть не идиот? — спросил вышнеземец. — Эд, — ответил Скарси. — Эд? Просто Эд? — Да. Буквально дом клана или очаг или логово. — Да, да, да. Я раздражаю тебя своими расспросами, облоги Скарсиан Скарсиан. — Так и есть, — буркнул Скарси. Вышнеземец кивнул. — Полезно знать. — Почему? — спросил Скарси. — Потому что, если я собираюсь здесь остаться, мне придется задавать вопросы. И мне будет лучше знать, сколько я смогу их задать за один раз. Я не хочу выводить из себя волка Фенрика до такой степени, что они решат съесть меня. Скарси пожал плечами и вновь скрестил ноги. — Никто не съест тебя за это, — сказал он. — Знаю, я пошутил, — произнес вышнеземец. — А я нет, — ответил Скарси. — Ты под защитой Агвая, поэтому лишь он праве решать, кому тебя съесть. Вышнеземец замер. Жар огня на лице и шее разом стал до неприятностей интенсивным. Он сглотнул. — Волка Фенрика. — Значит, они способны на каннибализм. — Мы способны на все, — ответил Скарси. — В этом вся наша суть. Вышнеземец соскользнул с плинта и поднялся. Он не был уверен, хотелось ли ему оказаться подальше от лорда Астартес или же от неприятного тепла. Ему просто захотелось отойти и немного походить. — Значит, кто? Кто такой этот Агвай, который обладает властью над моей жизнью? Скарси сделал еще глоток из чаши. — Агвай, Агвай Хельмшрот. — Ярл Тра. — А раньше ты говорил, что Ярл Тра зовут Гидрат. — Был такой, — поправил его Скарси. — Гидрат сейчас спит на красном снегу. Поэтому Ог теперь Ярл. Но Ог должен чтить любое решение Гидрата. Вроде того, чтобы привезти тебя сюда под свою защиту. Вышнеземец двинулся вокруг зала, скрестив руки на груди. — Ярл, значит. — Мы установили, что это лор. А Тра и Фиф — это числа? — Угу, — кивнул Скарси. — Три и Пять. — Он, — Тва, — Тра, — Фор, — Фиф, — Секс, — Сеп, — Фор, — Тва, — Тра, — Дек. — Значит, ты лорд пятый. — А Агвай этот, лорд третий, — Пять и три. — Чего? — Банды, подразделения, полка, — роты. — Мы зовем их ротами. — А это на Вургене? — Да, на Вургене. — Ювик — это жаргон для очага. — Вурген — боевой язык. — Специализированная речь для сражений — боевой язык. Скарси просто махнул рукой. — Зови как хочешь. — У вас есть определенный язык для боя и отдельный не для боя. — Фенрис Хёльда. — Эти вопросы никогда не прекратятся. — Всегда можно что-то узнать, — ответил вышнеземец. — Всегда можно узнать что-то новое. — Неверно. Есть такая вещь, как слишком много. Последние слова произнес уже другой голос. В палату вошел новый Астартес. Тихо, словно первый снег. В проходе позади него возник варангр. Новоприбывший был таким же, как и все из его рода. Одет в сшитый из лоскутов кожаный костюм, как все. Кого вышнеземец встречал до этого времени, но на нем не было маски. Его голова была обритой, если не считать новощенной и заплетенной бороды, которая торчала подобно рогу. На голове красовалась шапка из мягкой кожи. А по его обветренному лицу ввился след вытатуированных линий и точек, как и у всех волка Фенрика, которых довелось увидеть вышнеземцу. Глаза новоприбывшего были золотыми с черными зрачками, а худощавое грубоватое лицо несколько удлиненным вокруг носа и рта, словно намекая на морду. Когда он открыл рот, вышнеземец понял, что именно скрывали удлиненные челюсти. Зубы новоприбывшего напоминали пасть взрослого лесного волка. В особенности клыки, которые были самыми длинными из всех, которые видел вышнеземец. «Есть такая вещь, как слишком много», — повторил новоприбывший. «Именно», — согласился Скарси, поднимаясь. «Слишком много, именно об этом я и говорил. Объясни ему, Годи, а еще лучше, попытайся ответить на его бесконечные вопросы». «Если смогу», — ответил новоприбывший и взглянул на вышнеземца. «Какой следующий вопрос?» Вышнеземец взглянул в ответ, стараясь не моргать. «Что значит слишком много?» — спросил он. «Даже узнание есть свои пределы. Есть точка, в которой оно становится небезопасным». «То есть можно знать слишком много?» — опять задал вопрос вышнеземец. «Я это и сказал». «Я не согласен». Новоприбывший слабо улыбнулся. «Конечно нет, я нисколько не удивлен». «У тебя есть имя?» — спросил вышнеземец. «У всех есть имена. У некоторых даже больше одного. Мое Ахтхери, творец Вьюрда. Я рунический жрец Амлоди Скарсена Скарсенсена». «Какой следующий вопрос?» «Кто такой рунический жрец?» «А как ты думаешь?» «Шаман — тот, кто проводит ритуал. Тот, кто потрясает костями, языческий колдун. Ты едва можешь скрыть нотку превосходства в голосе». «Нет, я не хотел никого оскорбить», — быстро сказал вышнеземец. Губы жреца изогнулись в неприятной ухмылке. «Какой следующий вопрос?» Вышнеземец вновь заколебался. «Как умер Гидрат, ярл тра?» «Он умер так же, как все», — произнес Скарси, обогрив под собою снег. «Наверное, все случилось внезапно, последнюю пару дней». Скарси бросил взгляд на рунического жреца. «Это случилось давно», — сказал жрец. «Но Гидрат дал мне защиту, а она перешла к Агваю. Агвай, наверное, встал на его место в последнюю неделю. Что? Почему вы на меня так смотрите?» «Ты строишь свои предположения на ложных предпосылках», — произнес Ахтхери, творец Вьюрда. «Правда?» — спросил вышнеземец. «Да», — сказал рунический жрец. «Ты здесь уже девятнадцать лет». Четвертая глава. Скаль. Они дали ему награду Даумарл. Он был польщен и ошеломлен, когда ему сообщили об этом решении. «Я ведь ничего не сделал», — говорил он своим коллегам. Был составлен целый список достойных кандидатов, но в конце остались лишь Хафсер и некий нейропластик, которому удалось искоренить три штамма наномлематической чумы, опустошавшей иберолатинскую зютмерику. «Он совершил нечто, нечто очень важное. В то время, как я не сделал совершенно ничего», — сокрушался Хафсер, узнав об этом. «Ты разве не хочешь награду?» — спросил Василий. «Слышал, медаль довольно красивая. Она действительно была очень красивой. Золотая, размером с карманные часы, вмонтированная в витрианский корпус. Медаль покоилась в элегантной шкатулке, футерованной переливчатым пурпурным шелком. На благодарственном тексте красовались галалитические гербы Атлантической легислатурии Гегемона, а также стояли генетические печати трех членов Объединительного Совета. Он начинал со словами «Каспер Ансбах Хафсер за значительный вклад в описание и завершение тиранского объединения». Вскоре после вручения награды Хафсер понял, что все это сделали с политическими целями. И хотя к подобным вещам он питал стойкое отвращение, в этот раз решил смолчать. Ибо сейчас политика служила целям консерватории. Награды ему вручили во время званого ужина в Каркоме, на Атлантических платформах, когда Хафсеру шел уже 75-й год. Ужин специально устроили так, чтобы он совпал с датой проведения среди лантического конклава и таким образом послужил возможностью заодно отметить и 30-ю годовщину консерватории. Хафсеру все это казалось ужасным. Он провел вечер, прижимая груди элегантную, крошечную, пурпурную коробочку, со слабой улыбкой на лице, ожидая завершения, казалось бы, нескончаемых речей. Из множества высокопоставленных чиновников и влиятельных лиц, которые присутствовали на этом ужине в середине лета, наибольшее почтение он испытывал Гира Эмантину. К этому времени Эмантин стал префектом-секретарем одного из старших членов Объединительного Совета, и все предрекали, что Гира займет первое же освободившееся в нем место. Он был старым и, по слухам, прошел уже третье омоложение. Его везде сопровождала удивительно молодая, удивительно красивая и удивительно молчаливая женщина. Хафсер никак не мог взять в толк. Была она дочерью Эмантина, вульгарной статусной женой или же его медсестрой. Благодаря своему положению, Эмантин сидел сразу по правую руку от Атлантического канцлера. Хотя номинально являясь почетным гостем, Хафсер сидел аж через три кресла слева, между промышленным кибернетиком и председателем одного из орбитальных банковских домов. Когда пришла очередь говорить Эмантину, ему оказалось довольно сложно вспомнить, кем же был Хафсер, так как он принялся с любовью в голосе повествовать об их продолжительной дружбе и тесном сотрудничестве на протяжении многих лет, после того, как Касс впервые заговорил со мной насчет основания консервации. «За все тридцать лет я видел его лишь трижды», прошептал Хафсер Василию. «Замолчи и продолжай улыбаться», прошепел Василий. «Всего этого сроду не было». «Помолчи». «Думаешь, он сейчас под действием каких-то сильных препаратов?» «Ох, Касс, да замолчи ты», зашептал Василий на ухо Хафсеру. «Это обычная ситуация. Кроме того, он выставляет консерваторию в хорошем свете». «Ах, да, и его помощник сообщил мне, что Аймантин хочет встретиться с тобой чуть позже». После ужина Василий провел Хафсера до резиденции канцлера на Марианской вышке. «Прекрасный город», – заметил Хафсер, пока они прогуливались по террасе. В конце ужина он выпил несколько рюмок амасика для того, чтобы подготовиться к благодарственной речи, после чего пошли тосты. Одним словом, сейчас Хафсер был в задумчивом настроении. Василий терпеливо ждал, пока он не налюбуется видом. С террасы перед ними открывался урбанизированный пейзаж Каркома и его окрестностей. Поверхность метрополии в девять квадратных километров, покрывавшая давно мертвый океан, подобно паковому льду, блестела в лучах заходящего солнца. Над городом порхали и кружили стайки воздушных судов, которые походили на серебристых рифовых рыбешек. «Удивительно, что человек сумел возвести нечто подобное», – сказал Хафсер, не говоря уже о том, что построить трижды. «А возможно, человеку не стоило столько раз облучать его, не находишь?» – произнес Василий. Хафсер взглянул на своего агента. Василий был ужасно молод, не больше двадцати пяти лет. «Василий, у тебя нет души», – заявил он. «О, именно поэтому ты и нанял меня», – ответил Василий. «Я не позволяю сантиментам мешать работе». «Именно. По-моему, сам факт того, что Атлантические платформы дважды уничтожали и отстраивали заново, символизирует всю работу консерватории. Нет ничего, что нельзя было бы вновь найти и восстановить. Нет ничего невозможного». Они направились к резиденции. Нелепо украшенные роботы-сервиторы, которых импортировали с самого Марса, обслуживали группу избранных гостей. Канцлер получил эти машины прямиком из кузницы Мондус Гаммы, Луки Хрома. Демонстративная похвала своим высоким положением. Окна резиденции потемнели, ограждая гостей от сияния заходящего солнца. Пара сервиторов в виде жужжащих птиц принесла Хавсеру стакан Амасика. «Пей медленно», – рассудительно посоветовал Василий. «Когда будешь говорить с Амантином, речь твоя должна быть связной. Сомневаюсь, что осилю весь стакан», – сказал Хавсер. Он сделал глоток. Амасик, который подавали у атлантического канцлера, был настолько хорош и столь экстравагантной выдержки, что вкусом и запахом уже не походил на Амасик. Амантин со своей молчливой дамой-компаньоном подошли через пару минут. Он оставил своих прежних собеседников, подобно змее, сбросившей кожу. Они поняли, когда уделенное им краткое время для встречи с префектом-секретарем подошло к концу. «Каспер», – поприветствовал его Амантин. «Сэр, поздравляю с наградой, бесценный приз». «Спасибо, я…» «Спасибо, сэр. Это мой агент Исаак Василий». Естественно, Амантин не обращал ровным счетом никакого внимания на таких людей, как Василий. Хавсеру казалось, что префект-секретарь видел его самого лишь потому, что это было необходимо. Амантин повел Хавсера в сторону окон. «Тридцать лет», – сказал он. «Даже не верится, что с тех пор прошло целых тридцать лет». Хавсер подумал, что префект-секретарь имеет в виду консерваторию. На самом деле около пятидесяти. Правда? Мы считаем, что консерватория была основана принятием ее первого устава на конклаве в Люкеции, которому этим летом исполняется тридцать лет. Но у нас ушло еще около двадцати лет на то, чтобы все пришло в движение. Минуло более пятидесяти лет с тех пор, как я вышел на связь с вашим кабинетом, чтобы обсудить первые шаги. Это было в Карелии, Карельский улик. Вы тогда возглавляли миссию, и долгое время я сотрудничал с парой ваших помощников. На самом деле я вел диалог с ними на протяжении нескольких лет, прежде чем встретил вас в первый раз. И пятьдесят лет, да? Подумать только, Карелия, говоришь, словно другая жизнь. Действительно, именно так и кажется, не правда ли? Значит, я работал с вашими помощниками, чтобы привлечь к себе внимание. Уверен, я тогда всем успел надоесть. Одного звали Долинг, еще помню Баранца, Бакунина. Не помню их, ответил префект-секретарь. Его улыбка стала словно неживой. Хафсер отхлебнул еще немного Амасика. Тот был не очень крепким и теплым. Его взгляд упал на руку Эмантина, в которой тот держал хрустальный бокал с каким-то зеленым дежестивом. Рука была идеальной, чистая, с ровными, аккуратными ногтями, надушенная, грациозная. Она была белой и гладкой, пухлой и подвижной. На ней не было ни единого признака старения, ни морщин, ни печеночных пятен, ни выцветших участков кожи. Ногти были отполированными. Это были не корявые, ссохшиеся и испещренные венами когти почти двухсотлетнего старика. А префекту-секретарю Гира Эмантину было по меньшей мере именно столько. Каспер видел руку молодого мужчины. Хафсеру вдруг стало интересно. А не скучал ли юноша за своей рукой? От этой мысли он тихо прыснул со смеху. Само собой, у префекта-секретаря был доступ к лучшим омолаживающим процедурам таранской науки. Терапия была настолько эффективной, что уже и не походила на омоложение. В отличие от операций, через которые прошел Хафсер в 60 лет. В ходе их ему закачали вплоть коллагены. Заполнили морщины и складки гермальными веществами. Придали коже здоровый оттенок с помощью нанотичных пигментов. Прочистили глаза и внутренние органы. Изменили форму подбородка и подтянули щеки. Пока в конечном итоге он не стал походить на отретушированное галлолитическое изображение себя в молодости. Эмантин, наверное, прошел генную терапию и получил скелетно-мускульные трансплантаты, имплантаты, подкожные ткани, трансфекции, вживления. А возможно, это была рука юноши. Возможно, лицо секретаря выглядело таким неподвижным, потому что это была не его кожа. «Вы не помните Долинга и Бакунина?» – спросил Хавсер. «Говоришь, они были помощниками. Это было давным-давно», – ответил Эмантин. «Все они поднялись по карьерной лестнице, заняли высокие должности, пошли на повышение или были переведены. За всеми не уследишь. Это невозможно, когда управляешь 80-тысячным персоналом. Не сомневаюсь, что все они сейчас руководят своими экуменополисами. Наступила неловкая пауза. В любом случае, – нарушил тишину Хавсер, – должен поблагодарить вас за то, что вы одобрили идею консерватории. Будь то 30 или 50 лет назад. «Ха-ха», – ответил Эмантин. «Я ценю это. Все мы ценим». «Я не могу приписывать себе все заслуги», – сказал Эмантин. «Чертовски верно. Не можешь», – подумал Хавсер. «Но у идеи всегда были свои преимущества», – продолжил Эмантин. «Как будто он все же собирался в конечном счете приписать их себе. Я всегда говорил, что она не лишена достоинств. Да, ее было легко утратить в безумном порыве построить лучший мир. Некоторые называли ее неприоритетной. Затраты, большая часть которых учитывалась бюджетом, на объединение и консолидацию, намного превышали те, в которых нуждалась консервация. И все же мы взялись за нее. И что мы имеем в итоге? 30 тысяч сотрудников по всему миру. Несколько больше, около четверти миллиона. Учитывая внештатных рабочих и археологов, а также сотрудников за пределами планеты. «Грандиозно», – произнес Эмантин. Хавсер безотрывно смотрел на его руку. «Теперь же, естественно, проводится обновление устава. Чему, собственно, никто и не противится. Все понимают важность консерватории». «Не все, если честно», – признался Хавсер. «Я имел в виду всех значительных людей, Каспер. Знаешь ли ты, что сам Сигелайт очень интересуется деятельностью консерватории?» «Я слышал об этом», – ответил Хавсер. «Очень интересуется», – повторил Эмантин. «При каждой встрече он спрашивает меня насчет последних записей и докладов. Ты знаком с ним?» «С Сигелайтом?» «Нет. Никогда с ним лично не встречался. Необычайный человек», – сказал Эмантин. «Слышал, как-то он даже обсуждал работу консерватории с самим императором». «Правда?» – спросил Хавсер. «А вы знаете его лично?» «Императора?» «Да». Лицо префекта секретаря на мгновение немело, словно он не мог понять, было ли это издевкой. «Нет, я... я никогда с ним не говорил. Ах!» Эмантин кивнул на пурпурную коробочку, которую Хавсер все еще сжимал подмышкой. «Ты заслужил ее, Каспер. Ты и вся консерватория. Это часть всеобщего признания, о котором я говорил. Все это очень важно, ведь таким образом мы сможем переубедить сомневающихся». «Переубедить в чем?» – спросил Хавсер. «Скажем так, в необходимости содействия консерватории. Поддержка очень важна, особенно в нынешней ситуации». «В какой еще нынешней ситуации?» «Ты должен ценить эту награду, Каспер. Для меня она символ того, что консерватория стала глобальной силой в объединении. И ничего, что твое имя теперь будет навеки связано с консерваторией, лишь благодаря тому, что ты находился в конце бюрократической цепочки. «Когда я впервые задумался о ее создании», – подумал Хавсер. «Твоей карьере это нисколько не навредило, Гира Эмонтин. Увидеть важность проекта консерватории, проявить поддержку и защиту, когда остальные этим пренебрегли. О, какой ты гуманный и бескорыстный человек. Совершенно не такой, как остальные политики». Префект-секретарь продолжал говорить. «Поэтому мы должны быть готовы к изменениям в течение следующего десятилетия», – вещал он. «Простите, каким изменениям?» «Консерватория стала жертвой своего успеха», – рассмеялся Эмонтин. «Правда?» «Нравится нам это или нет, но пришло и время стать легитимной. Я не могу оберегать консерваторию вечно. Мое будущее лежит несколько в иной плоскости. Возможно, меня назначат сенешалем на Луну или Марс. «А мне говорили, вам дадут место в совете». Лицо Эмонтина приняло скромное выражение. «О, даже не знаю». «Мне так говорили. Суть в том, что я не смогу опекать тебя вечно», – произнес Эмонтин. «Я понятия не имел, что консерваторию кто-то опекает. Ресурсные затраты и персонал значительно возросли, и за всем этим тщательно следят. Естественно. Но меня тревожит ее сфера компетенции. Консерватория обладает всеми признаками важного правительственного органа. Значительным и все время увеличивающимся людским ресурсом. Но в то же время она действует отдельно от администрации гегемона». «Так и должно быть», – ответил Хавсер. «Именно так она и развивается. В своей деятельности мы прозрачны и открыты для всех. Консерватория – публичное учреждение». «Возможно, ей пришло время подчиниться администрации», – сказал «я уже о спонсировании». «Мы станем частью администратума?» «Просто для облегчения бухгалтерского учета», – ответил префект-секретарь. «Что ж, я несколько сомневаюсь. На самом деле, мне это не очень нравится. Думаю, остальные со мной согласятся». Префект-секретарь оставил свой дежестив и сомкнул пальцы на руке Хавсера. Юношеская ладонь стиснула старческую руку Хавсера. «Как говорит Сигелайт, все мы должны в едином порыве и с максимальной гибкостью идти к объединению», – произнес Аман Тим. «Объединение Теры и Империума», – парировал Хавсер. «Это ведь не объединение всех интеллектуальных отраслей человеческой деятельности». «Доктор Хавсер, в случае сопротивления они могут отказаться обновлять устав. У вас ушло 30 лет на то, чтобы доказать им важность консерватории. Теперь многие в Совете понимают необходимость сохранения знания. Поэтому они решили, что пришло время передать это дело в руки администрации гегемонии. Нужно, чтобы процесс стал официальным, санкционированным и централизованным». «Понятно. В следующие пары месяцев я собираюсь передать многие обязанности своему заместителю, Хенрику Слюсину. Ты встречался с ним раньше? Нет. Я организую вам встречу завтра во время визита на фабрику. Там и познакомитесь. Хенрик необычайно способный и возьмется за дело так, что у тебя не будет никаких нареканий. Понятно. Хорошо. И вновь мои поздравления. Ты заслужил эту награду. 50 лет, да? Подумать только. Хавсер понял, что аудиенция закончилась. Его стакан также опустел. «Как могло пройти столько времени?» – спросил он, когда Астартес вывели его из зала с кострами в длинные, продуваемые сквозняками коридоры Этта. Вокруг них свистел ветер. Без освещения его левый глаз вновь ослеп. «Ты спал», – ответил рунический жрец. «По твоим словам, девятнадцать лет. Но ты ведь имел в виду фенрессийские годы, да? Ты говорил о великих годах. Да. Но они же в три или даже четыре раза дольше тиранских. Ты все это время спал», – повторил рунический жрец. У вышнеземца закружилась голова. Дезориентация была сильной и тошнотворной. Он испугался, что ему может стать плохо или даже потерять сознание. Но ему также было страшно выказать слабость перед Астартес. Он боялся Астартес. Страх усиливал дезориентацию. И от этого вышнеземец чувствовал себя еще хуже. Вместе с ним шли рунический жрец, варангр и еще один человек, чьего имени вышнеземец не знал. Скарси не выразил особого желания пойти с ними. Он вновь занялся своими игральными досками. Словно вышнеземец был не более чем помехой, покончив с которой он вернулся к, несомненно, куда более важной возне с костяными фишками на инкрустированных досках. Астартес указывали ему путь легкими хлопками по плечу. Они вели его через огромные скальные крипты и базальные чертоги, зияющие пустоты из гранита и высеченные в камни погребальные залы с костяными плитами. Все это он видел правым глазом в зеленом свете. Тогда как для Левого постоянно царила непроглядная мгла. Кругом не было ни души, за исключением заунывного стинания ветра. Высеченные в преддверии немыслимого числа покойников, в ожидании трупов миллионов воинов, которых принесут сюда на счетах и упокоят с миром, гигантские склепы походили на могилы, которые ждали своих павших. Миллионы, миллионы миллионов, легионы павших. Ветер репетировал роль главного плакальщика. «Куда мы идем?» – спросил Вышнеземец. «Увидеться со жрецами», – ответил Варангар. «Но ты ведь жрец!» – полуобернувшись, Вышнеземец взглянул на Ахтхере. Варангар легко подтолкнул его вперед, чтобы он шел дальше. «Других жрецов», – сказал Варангар, – «иного вида». «Какого еще иного вида?» «Понимаешь, иного», – отозвался безымянный Астартес. «Не знаю, не понимаю», – сказал Вышнеземец. «Я ничего не понимаю, и к тому же мне холодно». «Холодно?» – переспросил Варангар. «После того, где он побывал, ему не следует чувствовать холод». «Это хороший знак», – сказал другой Астартес. «Дай ему шкуру», – приказал рунический жрец. «Что?» – удивился Варангар. «Дай ему шкуру», – повторил жрец. «Дай ему свою шкуру», – спросил Варангар, бросив взгляд на красно-коричневый мех у себя на плечах. Когда он опустил подбородок, его лакированные волосы в форме буквы «С» взметнулись, подобно руке готовой метнуть копье. «Но это ведь моя шкура!» Другой Астартес фыркнул, сбросил с себя серую волчью шкуру и протянул ее Вышнеземцу. «Вот», – сказал он, – «бери, подарок от битура Беркао Ахмеду Ибн Русте». «Это своего рода сделка?» – подозрительно спросил Вышнеземец. Ему не хотелось, помимо всего прочего, по неосторожности стать еще и должником волка Астартес. Беркао покачал головой. «Нет, ничего общего со смешиванием крови. Возможно, когда будешь рассказывать о моих деяниях, ты вспомнишь о моей доброте и вплетешь ее в сказания. Когда я буду рассказывать о твоих деяниях?» Беркао кивнул. «Да, ибо так и будет. Ты будешь его рассказывать, а я буду выглядеть в хорошем свете за то, что поделился с тобой шкурой. А вар у тебя будет выглядеть, как злобная свинья». Вышнеземец взглянул на Варангра. Его глаза светились, словно фадари в морозной мгле. Казалось, он был готов ударить Беркао. Затем вар почувствовал на себе взгляд рунического жреца, и его плечи поникли. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы его исправить», пробормотал он. Вышнеземец набросил на плечи подарок Беркао и взглянул на отхере творца Вьюрда. «Я все еще не понимаю». «Знаю», — ответил жрец. «Нет, нет», — огорченно заметил Вышнеземец. «Успокой меня, скажи, что там мне все объяснят». «Но я не могу», — произнес жрец, «ибо это не так. Кое-что тебе объяснят, возможно, многое, но не все, потому что из объяснения всего и вся никогда не выходит ничего хорошего». Они вышли к обрыву. Длинный, продуваемый сквозняком коридор резко закончился, и они оказались на краю огромного утеса. Внизу расселена тонула в непроницаемом мраке. С противоположной стороны обрыва Вышнеземец увидел призрачно-зеленоватую, необработанную стену шахты. Погребальный коридор вывел их к гигантскому дымоходу, который был проведен через всю скалу в сердце горы. Шахта исчезала, высоко во тьме у них над головами. Снизу дул порывистый сильный ветер. «Куда теперь?» — спросил Вышнеземец. Варангер крепко схватил его за руку. «Вниз», — сказал он, и ступил с утеса, утягивая Вышнеземца за собой. Он был слишком шокирован, чтобы завопить от ужаса, который бился в груди и разрывал мозг. Они падали, они падали, они падали. Но падали они не отвесно и не навстречу верной смерти. Они спускались плавно, подобно пойманному ветром пуху из разорванного спальника, подобно частичке пепла, будто пара жужжащих птиц-сервиторов, которые махали своими крылышками так быстро, что, казалось, они даже не двигались. Ветер Фенриса свистел по всему Этту. Он завывал в коридорах, проносился по криптам, хранилищам и покоям. А в огромном вертикальном дымоходе он дул, улавливая восходящими потоками падающие тела и смягчая их спуск. Ветер медленно их опускал, развивая шкуры, бусы и ремешки Астартес. Варангр вытянул руку, которой не сжимал безвольное тело вышнеземца. Он выставил ее так, как орел расправляет крыло на ветру, и начал направлять полет. Астартес медленно их развернул под углом к яростным порывам. Сквозь слезы, выступившие от ветра и пронизывающего страха, вышнеземец увидел внизу еще один утес. Участок земли, который заканчивался пропастью. Они летели к нему под идеальным углом. Варангр плавно приземлился и сделал несколько стремительных шагов, гася скорость. Ноги вышнеземца заплелись и оступились, и он рухнул лицом вниз. Шкура сбилась ему на голову, подобно капюшону. «Ты научишься этой премудрости?» «Как?» — спросил вышнеземец. «Повторяю вновь и вновь», — ответил Астартес. «Поднявшись на четвереньки, вышнеземец содрогнулся, и его стошнило. Из желудка не вышло ничего, кроме мокроты и желчи, так как он пустовал девятнадцать лет. Но его тело все равно продолжало дергаться и извиваться в отчаянной попытке выдавить хоть что-то. Позади них приземлились Беркау и Рунический жрец. «Подними его», — сказал жрец. Они оттащили вышнеземца от края утеса. Его голова безвольно болталась, но левый глаз вновь начал видеть. Он заметил спереди комнату, освещенную яркими биолюминесцентными лампами и нитями накаливания в стеклянных трубках. Этот неожиданный свет больно резанул его по глазам. Картинка в левом глазу отображалась светлыми оранжевыми тонами, наполненными огненными тенями и теплым желтоватым ламповым светом, который отражался от пола и слоновой кости. Для другого же глаза сцена казалась раскаленно-зеленой и невыносимо яркой. Его правый глаз почти ослеп от мощных ламп и других источников света, которые отображались для него ярко-белыми точками и росцветами остаточных изображений. Правым глазом он практически не различал теней, и ему никак не удавалось сфокусировать его. Астартес опустили его на землю. Вышнеземец почувствовал запахи крови, подсоленной воды и антисептиков. Скорее всего, он оказался или в медицинской палате, или на бойне. А возможно, она была одновременно и тем, и другим. Или же поначалу одним, а потом уже и вторым. Кроме того, обстановка напоминала лабораторию, а издали пахло кухней. В комнате стояли металлические лавки и регулируемые койки. Под потолком были размещены фокусирующие лампы, и подобные внику вились автоматические ветви руки, сервиторов и манипуляторы. Также здесь находились каменные глыбы, походившие на разделочные столы или алтари. Умело скрытая техника гудела и жужжала. Электрические нотки непрерывным хором звучали на заднем фоне, словно некий цифровой ливень в экваториальных джунглях. Арочные переходы уводили к другим подобным кухням-моргам. Комплекс был по-настоящему огромен. Вышнеземец заметил заледеневшие шлюзы криогенных камер и застекленные резервуары органических восстановительных баков. Вдоль стен тянулись полки, на которых рядами стояли тяжелые стеклянные сосуды и колбы, которые походили на гигантские банки с консервированными фруктами и засолками в зимнем погребе. Но в темных сиропах ямкостей хранились далеко не овощи или рад яблоки. Они крепились к полкам, из которых тянулись шнуры, соединявшие их с системами жизнеобеспечения палаты. Откуда ни возьмись, появились увенчанные рогами черепа люди со звериными головами, подобные тем, что окружали его во время пробуждения. Рунический жрец ощутил его тревогу. Они всего лишь треллы, слуги и челядь. Они не причинят тебе вреда. Из невидимых уголков лаборатории возникли другие фигуры. Судя по телосложению, они были остартость. Их лица были скрыты за такими же, как и у треллов черепами, но куда большими и страшными. Их сшитые из лоскутов замшевой кожи роба не спадали до самого пола. Они протянули руки, чтобы поприветствовать или схватить вышнеземца. И он заметил, что те были в перчатках, пришитых кожаным одеянием. Места сшивки лоскутов, хоть и были очень аккуратными, напоминали вышнеземцу хирургические швы. Фигуры излучали угрозу. И это не мешало даже то, что сам Ахтхери, творец Вьюрда, выказывал им уважение. — Кто они? — спросил вышнеземец. — Это волчьи жрецы. — Тихо сказал Ахтхери у него над плечом. — Где надкачи, творцы плоти? Они проверят тебя. — Зачем? — Чтобы убедиться, что ты здоров, чтобы проверить свое творение. Вышнеземец бросил быстрый взгляд на рунического жреца. — Что проверить? — Ты попал в Эд сломленным и старым, Ахмад ибн Русте, произнес один из волчьих жрецов голосом, походившим на скрип Тороса. — Слишком сломленным для жизни и слишком старым для исцеления. — Поэтому, чтобы спасти тебя, нам пришлось тебя пересоздать. Один рогатый великан взял его за правую руку, другой — за левую. Они отвели его в капеллу бойни, подобно тому, как родители ведут ребенка. Вышнеземец снял шкуру и уселся в черную стеклянную койку сканер. Вокруг него теперь столпилось множество волчьих жрецов. Шаманские тени с первобытными рогами и гортанными голосами. Кто-то настраивал подсвечиваемые сзади настенные панели управления. Кто-то методично стучал и потрясал погремушками и костяными посохами. Казалось, оба задания были одинаково важны. Койка сканер поднялась и ее спинка опустилась. Руки манипуляторы, одни с сенсорами, другие с тонкими микрометрическими резцовыми головками, защелкали и окружили его, подобно лапам притаившегося на потолке паука. Они приступили к работе, дергая, соскабливая и ощупывая. Вышнеземец ощутил щекот сканеров, щепки и гольных уколов, жжение диагностических лучей на зафиксированных открытыми глазах. Он взглянул вверх и там, между хирургических устройств, увидел себя во весь рост в отражении освещенного купола сканера. У него было здоровое, атлетически сложенное тело 30-летнего мужчины. На самом деле, более здоровое и атлетическое, чем то, которое у него было в том же возрасте. Мышцы были удивительно крупными. В нем не осталось ни грамма жира, ни единого признака старой аугментации. У него начали пробиваться усы и борода, небольшая щетина недельной давности. Волосы были несколько короче, чем он любил носить. Казалось, будто после того, как его обрили, они начали лишь отрастать только сейчас. Они стали темнее тех, что были у него после 50-го дня рождения. Лицо было его моложе, но его. Это принесло ему еще большее облегчение и уверенность, чем все, что случилось с ним после пробуждения. Это было лицо 25-летнего Каспера Ансхаба Хапсера, времен, когда он был своевольным, заносчивым и ничего не знал об окружающем его мире. Последняя деталь несколько смутила его. В зеркале он увидел, что над ним работали десятки рук в перчатках из кожаных лоскутов. «Вы пересоздали меня», сказал он. «Твои конечности и внутренние органы были сильно повреждены», произнес скрипящий голос. «Ты бы не выжил. Мы девять месяцев с помощью неорганических соединений и костных трансплантатов воссоздавали твою скелетную массу, после чего пересадили на нее генетически скопированные мускулы. Хотя мы укрепили их пластиковыми тканями и полимерами. Твои органы первичные, генетически скопированные трансплантаты. Кожа осталась твоей, моей собственной. Мы ее сняли, очистили, омолодили и надели обратно. Вы меня освежевали». Они не ответили. «А еще вы поработали над моим разумом», сказал он. «Я кое-что знаю. Я знаю язык, на котором раньше не говорил. Мы ничему тебя не учили. Мы не касались твоего разума. И все же мы разговариваем без помощи переводчика». И вновь они решили промолчать. «И что насчет глаза? Зачем вы вынули мне глаз? Почему я не вижу левым глазом?» «Ты не ослеп. Просто он человеческий. Твой настоящий глаз». «Почему тот воин вынул мне правый глаз?» «Ты знаешь, это был имплантат. Не твой настоящий глаз. Оптическое записывающее устройство. Это запрещено. Таким образом, мы его обнаружили и изъяли. Но я опять могу видеть», сказал вышнеземец. «Мы бы не ослепили тебя и не оставили в таком состоянии», произнес скрипящий голос. Он взглянул в свое отражение. Его левый глаз был таким же, каким он его помнил. Правый же, золотой и с черной точечкой зрачка, был глазом взрослого волка. Ректор Уве позвал их внутрь с восходом Луны. На улице стояла хорошая погода. Энергосети не сулили радиационных облаков или смога на пустынном Нагоре. Поэтому дети весь день провели снаружи. Они были заняты работой, особенно те, что постарше. Как учил ректор, это было целью их общины. Их родители возводили город, Великий Ур. Они проводили многие месяцы в рабочих лагерях, раскинувшихся вокруг огромной строительной площадки, которую зодчий отметил на избранной земле. Ректор Уве показывал детям сценки из жизни фараонского Эгипта в старых книжках с картинками. Толпы трудолюбивых рабочих с одинаковыми грубыми прическами с помощью канатов поднимали известняковые блоки, из которых были созданы памятники Эгипта. Он объяснил им, что это походило на то, чем занимались их родители. Тащили разом, с единственной целью построить город. Но, добавлял он, разница состояла в том, что в древнем Эгипте рабочие были рабами, а в Уре же трудились свободные люди, которые, как гласят, катарские учения по доброй воле взялись за эту работу. И хотя дети не могли строить город вместе с ними, они все же трудились, собирали фрукты и овощи, накрытых куполами полях, мыли, упаковывали их, а затем отправляли в рабочие лагеря. Латали и штопали изношенную одежду, которую им присылали в желтых мешках со строительных площадок, и писали вдохновительные душесчипательные письма на листочках бумаги, которые вкладывали в случайные карманы. В послеобеденное время ректор преподавал. Он учил детей языку, истории и катарскому слову в длинной общинной комнате или под деревьями, накрытых куполами полях, а при хорошей погоде даже в самих полях. Дети учились письму, счету и основам спасения души. Также их наставляли в естествознании. Название пустынных нагорий, длинной долины и места, избранного для строительства ура. Они заучивали названия других, таких же, как их, общин, где другие ректоры присматривали за другими учениками, всего лишь части большой общины. У ректора Уви не было другого персонала, кроме няни-поварихи-ниины, поэтому старшим детям вменяли в обязанность присматривать за младшими. Самым одаренным ректор позволял пользоваться обучающими столами при стройке рядом с общинной библиотекой. Тогда Кассу было всего лишь 4 или 5 лет, но он уже считался одним из самых одаренных. Как и многие находящиеся под опекой ректора дети, Касс, как полагал Уви, был сиротой. Одна из разведывательных групп Зодчего год назад нашла его в ящике внутри перевернутого вагона посреди зараженной радиации равнины. Вагон лежал в солевной низине, откуда его было уже не поднять. Батареи давно разрядились, и кругом не было ни единого признака взрослых, не считая пары костей и обрывков одежды в километре от места крушения. «Наверное, до них добрались хищники», сказал командир разведгруппы, когда они принесли Касса. Машина перевернулась, поэтому они ушли на поиски воды или помощи. Но хищники нашли их первыми. Мальчику повезло. Ректор Уви кивнул и прикоснулся к небольшому золотому крестику на шее. Командир выбрал не очень удачное слово. «Повезло, что мы отыскали его», объяснил командир. «Повезло, что не хищники». «Вы видели хищников?» спросил ректор. «Лишь обычных птиц-мясоедов», ответил командир. «И к тому же собачьи следы, много следов, большие, возможно волчьи. Они смелеют, с каждым годом подходят все ближе и ближе». «Они знают, что мы здесь», ответил ректор, имея в виду то, что человечество постепенно возвращалось к старым привычкам и оставляло за собой все больше излишков и объедков. Возведение города было тяжелой задачей, поэтому в общине обитало множество сирот, но у большинства из них были имена, у мальчика же его не было. Поэтому ректор Уви придумал сам подходящее имя. В вагоне группа нашла также маленькую деревянную лошадку, похожую на элиозского коня, что сильно облегчило выбор. Он позвал их с восходом луны. После работы и уроков дети побежали в леса, и на луг позади ручья, на котором стояла водяная мельница. Луговая трава представляла собой оставшуюся с лета последнюю неизмельченную солому, выжженную солнцем и радиацией. На темно-синем небе появились первые вечерние звезды. Дети носились среди рядов деревьев, под сводами из почерневших от радиации листьев. Они бегали туда-сюда, играя в подвижные игры. У мальчиков популярностью пользовалась игра в громовых воинов. Пальцами они изображали оружие, голосом подражая звуком выстрелов. К ужину часто возвращались содранными в кровь коленями. Они всегда неохотно возвращались на зов к ужину. Чтобы загнать их в дом, ниине, приходилось пугать их волками. «Там волки, они заберут вас с восходом луны», звала она из заднего двора кухни. Когда каз вернулся этой ночью с раскрасневшимся от бега лицом, он подошел к ректору Уви. «Здесь есть волки?» спросил он. На лице мальчика блестел пот. Наверное, он носился со старшими детьми, играя в громовых воинов. Но еще каз казался испуганным. «Волки? Нет, это просто неина так говорит», ответил ректор Уви. «Здесь водятся хищники, поэтому всем нам стоит быть осторожными. Собаки, скорее всего. Много диких собак, которые сбились в стаи. Они мусорщики, иногда спускаются с высокогорных пустошей и роются среди кучи наших отбросов. И то, если наберутся достаточно смелости или во время суровой зимы. Они боятся нас больше, чем мы их». «Собаки?» спросил каз. «Обычные собаки, они привыкли жить рядом с людьми. Некоторые общины все еще держат их, чтобы осторожить скот». «Я не люблю собак», сказал мальчик, «и боюсь волков». С этими словами он побежал доигрывать. Мальчик бежал так, как мог бежать только ребенок, пулей сорвавший с места. Ректор Уви улыбнулся, хотя на сердце у него было тяжело. Каково было малышу лежать в кабине перевернувшегося вагона? Что видел тогда трехлетний малыш? Как близко подобрались хищники? Как скоро они могли бы проломить дверь вагон? И с какой радостью набросились бы на жертву? Теплая погода держалась вот уже несколько недель. На дворе стояла поздняя осень. По вечерам, когда заходящее солнце посылало последние золотые лучи, сучковатые деревья отбрасывали длинные тени. Небо походило на бутылочное стекло. Иногда на горизонте, как далекие дымовые сигналы, мелькали облачка, белые словно хлопок. Дети играли допоздна. Куда лучше было проводить время на улице, а не в затхлом отфильтрованном в воздухе помещении. Вечерами после ужина ректор Уве любил сыграть партию-другую в регицит с самыми умными детьми. Ему нравилось обучать их, у него даже осталось несколько учебников по игре, которые можно было одолжить. Но также он наслаждался игрой с живым соперником, каким бы неопытным тот ни был, потому что даже это было лучше состязание с запрограммированными обучающими столами. Регицит ректора был очень старым и повидавшим видом. Футляр набора был из шагрени поблекшей слоновой кости с подкладкой синего бархата. Сама же игральная доска была инкрустирована растрескавшимся ореховым деревом, а фигуры вырезаны из кости и пятнистого черного дерева. Кас быстро учился, быстрее даже некоторых старших детей. У него был талант. Уве учил его всему, что знал сам, хотя понимал, что уйдет много времени на то, чтобы обучить мальчика и показать ему все основные начальные схемы и эншпири. Когда этой ночью они разыгрывали партию, в которой ректор Уве с легкостью одержал победу, Кас упомянул, что днем один мальчик услышал собачий лай. «Собаки? где?» «На западных склонах», ответил мальчик, который, положив подбородок на кулак, как это делал сам ректор, обдумывал следующий ход. «Возможно, он спутал лай с карканьем ворон», предположил ректор. «Нет, это были собаки. А вы знали, что все собаки произошли от стаи волков, которую приручили на берегах реки Юнгси?» «Не знал. Это случилось пятьдесят пять тысяч лет назад. Откуда ты знаешь?» «Я спросил обучающий стол о собаках и волках. Ты и в самом деле боишься их, да?» Кас кивнул. «Это разумно. Они хищники и могут пожрать тебя. Ты боишься птиц-мясоедов?» Кас покачал головой. «Не очень. Хотя они уродливые и могут поранить тебя. А свиней и диких вепрей?» «Они опасно», кивнул мальчик. «Но ты их не боишься?» «Я бы вел себя осторожно при встрече с ними. Ты боишься змей?» «Нет. Медведей». «Что такое медведь?» Ректор Уви улыбнулся. «Ходи». «Кроме того, все они звери», сказал мальчик, передвинув фигуру. «Кто?» «Существа, о которых вы только что говорили. Змеи и свиньи. А медведи тоже звери?» «Думаю, все они просто животные, хотя некоторые из них опасны. Я не люблю пауков и скорпионов, и больших скорпионов, таких красных, но я не боюсь их». «Нет. У Йены в банке жил красный скорпион, и когда он показал его нам, я не испугался. Я поговорю об этом с Йеной, но я не испугался его, не то что Симеал и остальные. Но я боюсь волков, потому что они не звери. «Да, и кто же они?» Мальчик почесал щеку, будто не в состоянии подобрать нужные слова. Они… Они вроде призраков, они дьяволы, как об этом говорится в Писаниях. «Ты хочешь сказать, что они сверхъестественные?» «Да, они пришли уничтожать и пожирать. Это их сущность, их единственная сущность. И даже в теле пса волки остаются волками, а еще они могут ходить в человеческом облике. Откуда ты знаешь это, Хавсер?» «Все знают. Это вообще известно. Это может быть и неверно. Волки всего лишь собаки. Они из собачьих». Мальчик яростно закачал головой. «Я видел их», наклонившись к ректору Уве, прошептал он. «Видел, как они ходили на двух лапах». Ему принесли питательный бульон и пару сахарей, после чего оставили наедине в продуваемой насквозь комнате рядом с кухней-моргом. В уложенной плитками из белой кости комнате стояла небольшая жаровня и кровать раскладушка. Еще здесь была лампа, небольшое биолюминесцентное металлическое устройство, которое миллионами штамповались для имперской армии. Благодаря свету он видел комнату обеими глазами. Он уже понемногу привыкал к новому глазу. Пищу подавали на отшлифованном металлическом подносе, хотя из него было плохое зеркало, но различить что-то можно было. В исторапанной поверхности он увидел отражение своего нового глаза. Он отлично видел в темноте и при слабом освещении, даже не сознавая того, что после пробуждения он провел значительную часть времени в кормешной тьме. Вот почему он думал, что его настоящий глаз ослеп. И вот почему он видел мир в спектральных зеленых тонах. И почему источники света расцвечивали белыми пятнами болезненного сияния. Большую часть времени волки Фенриса обитали во тьме. Они не очень нуждались в искусственном освещении. Тем не менее, его новый глаз плохо видел на расстоянии. Все, что находилось более чем в тридцати метрах, казалось ему немного смазанным. Словно он смотрел через широкоугольные оптические линзы, которые вышнеземец использовал в дорогих фикторах для съемки архитектурных объектов. Но периферическое зрение и чувствительность к движению были просто поразительными. Именно этого стоило ожидать от глаза хищника. Держа перед лицом под нос, он закрыл один глаз, другой, потом вновь открыл и закрыл. Открыв волчий глаз в пятый раз, в дверях позади он заметил полутень. «Лучше тебя зайти», не оглядываясь, сказал он. Астартес шагнул в комнату. Вышнеземец отложил под нос и обернулся. Астартес был столь же крупным, как и все из его рода, и закутан в грифельно-серую шкуру. Меха и доспехи выглядели влажными, словно он только что побывал снаружи. Астартес тянул кожаную маску, под которой оказалось обветренное и покрытое татуировками лицо, лицо которое было знакомо вышнеземцу. «Медведь», сказал он. Астартес крякнул. «Ты медведь», повторил вышнеземец. «Нет». «Да». «Не скажу, что знаком со многими Астартес, со многими космическими волками». От него не укрылось, как скривился Астартес, услышав название. «Но мне знакомо твое лицо. Я помню твое лицо. Ты медведь». «Нет», сказал воин. «Но ты можешь помнить меня. Сейчас я известен, как богобой, истра. Но девятнадцать зим назад меня звали Фитом». Вышнеземец удивленно заморгал. «Фит? Ты Фит? Аскаман?» Астартес кивнул. «Да». «Тебя звали Фитом?» «Меня до сих пор зовут Фит. В стае я известен, как богобой или божественный удар. Ибо у меня отличный замах. Замах, словно у разгневанного бога. А однажды я погрузил секиру в лоб воеводе». Его голос затих. «Но это другая история. Почему ты на меня так смотришь?» «Они... Они превратили тебя в волка», сказал Вышнеземец. «Я хотел этого. Я хотел, чтобы они забрали меня. Моего этта и народа более не существовало. Моя нить была почти свита. Я хотел, чтобы они забрали меня». «Я говорил им. Я говорил Медведю, чтобы он забрал тебя. Тебя и еще одного. Брома». «Точно, Брома. Я говорил Медведю забрать вас обоих. После того, что вы сделали ради меня, он был обязан забрать вас». Фит кивнул. «Они и тебя изменили. Они изменили нас обоих. Сделали нас сынами Фенриса. Фенрис всегда так поступает. Он изменяет вещи». Вышнеземец медленно и недоверчиво покачал головой. «Не могу поверить, что это ты. Я рад этому. Я рад видеть тебя живым. И все же не могу поверить. Посмотри на себя». Он взглянул на стальной поднос. «Если уж на то пошло, посмотри и на меня. Не могу поверить, что это я». Он поднялся и протянул руку Астартес. «Я хочу тебя поблагодарить», сказал вышнеземец. Фит пожал ему руку. «Не стоит меня благодарить. Нет, стоит. Ты спас мне жизнь и пожертвовал всем ради этого. Я смотрю на это немного иначе». Вышнеземец пожал плечами и опустил руку. «А ты не выглядел особо счастливым от того, что я спас тебе жизнь», добавил Астартес. «Это было тогда», ответил вышнеземец. «Девятнадцать зим назад». «Что ж, теперь все мне кажется несколько странным. Я приспосабливаюсь». «Все мы приспосабливаемся», сказал Фит. «Это часть изменения». «А медведь еще жив», спросил вышнеземец. «Да, нить медведя еще вьется». «Хорошо. А ему не хочется навестить меня теперь, когда я проснулся». «Не думаю, что у него есть причины для этого», ответил Астартес. «В смысле, он давно закрыл свой долг перед тобой. Он совершил ошибку, но загладил ее». «Кстати, насчет этого», сказал вышнеземец, когда сел обратно и немного расслабился. «Какую ошибку он совершил?» «Упущение, которое он исправил». «Ты оказался там по его вине. Из-за него ты стал дурной звездой». «Правда?» Фит кивнул. «Все действительно так и было». Фит снова кивнул. «Думаю, ты встретишься с медведем, когда Агвай вызовет тебя к Тра. Возможно, тогда ты его и увидишь». «А почему Агвай собирается вызвать меня к Тра?» «Он будет решать, как с тобой поступить». «Ах», – только и сказал вышнеземец. Фит полез рукой под шкуру и достал из-под нее туго затянутый скомканный пластиковый мешок. «Это было жалкого вида котомка, покрытая каплями ледяной кашицы и талой воды. Когда я услышал, что ты вернулся живым, то отыскал это. Здесь твои пожитки, которые ты привез с собой на Фенрис. Во всяком случае, те из них, которые я смог найти. Подумал, ты захочешь получить их обратно». Вышнеземец взял холодный влажный мешок и принялся развязывать его. «А где Бром?» – спросил он. «Бром не выжил», – ответил Фит. Бросив попытки развязать узел, вышнеземец взглянул на Астартес. «Ох, мне жаль!» «Не стоит. Каждому человеку отведено свое место. И Бром сейчас в вышнеземье». «Это слово», – произнес вышнеземец. «Припоминаю его. Когда я оказался здесь, когда аскоманы вытащили меня из-под обломков, они меня так называли – вышнеземец». «Да». «Этим словом называются небеса, не так ли?» «Оно означает некое место в выси, над миром». Вышнеземец указал на потолок. «Вышнеземец – это тот, кто спускается на землю. В земли живых, звезды, другие планеты, небо. Все это одно и то же, верно?» «Вы подумали, что я некий бог, упавший с небес?» «Или демон», – добавил Фит. «Или так, в любом случае, полагаю. Ты же теперь знаешь о космосе и звездах, знаешь о других планетах. Ты даже бывал на них. Ты стал Астартес, узнал о Вселенной и о своем месте в ней. Да. Но ты до сих пор используешь слово «вышнеземье». Ты сказал, что Бром сейчас в вышнеземье. Небеса и ад – это ведь примитивные концепции, верно?» «Или ты просто находишь успокоение в старых словах?» Какое-то время Фит молчал. «Насколько я знаю, в вышнеземье пока никуда не исчезло», – наконец сказал он. «Как земли мертвых и живых. И я знаю, что существует Хель. Я видел его несколько раз». Когда они пришли, дабы отвезти к Ярлу Тра, ему стало страшно за свою жизнь. Он понимал, что страх этот был беспочвенным, ибо волки приложили значительные усилия, чтобы сохранить ему жизнь и поддерживать существование. Слабо верилось, что теперь они пустят все эти старания по ветру только для того, чтобы отделаться от него. Но страх не отступал. Он окутал его, подобно шкуре. Волки, кем бы они ни были, не выказывали не только эмоций. Казалось, они принимали решения, какими бы они в итоге ни оказывались. По одной лишь прихоти, хотя, скорее всего, то были мгновенные инстинкты сверхускоренных воинов. Им он, в лучшем случае, казался диковинкой. Они вложили в спасение его жизни много усилий. Для них, наполовину бессмертных Астартес, это мог быть просто способ избавиться от скуки долгой зимы. За ним пришел Фит Богобой и несколько других Тра, имена которых Вышнеземец узнает позже. Фит был самым молодым. Они были громадными, чудищами, с длинными зубами и глубоко посаженными глазами. Вышнеземец понял, что Фита включили в почетный эскорт в знак уважения, которое старшие выказывали новичку. Фит спас Вышнеземца и привел свой Эд. Поэтому он по праву мог занять место в эскорте, несмотря на то, что обычно эта обязанность возлагалась на ротных ветеранов. В этом был логический смысл, который стал понятен, когда они вошли в его комнату из белой кости и жестом приказали следовать за ними. Когда они добрались до зала Тра, восхождение, на которое у них ушел час, и которое включало в себя огромные лестничные колодцы и естественные скаты, а раз вывораченный наизнанку подъем на самом ветру, логику затмил страх. Теперь Вышнеземец думал, что Фит Богобой должен был казнить его там. В зале Тра было темно и холодно. Волчий глаз улавливал слабое мерцание едва дымившихся очагов. Судя по теплу и свету, волки не придерживались общечеловеческих понятий удобства. Они дали ему шкуру и глаз, чтобы видеть в темноте, чего еще он мог желать. Вышнеземец понял, что он тут не один, вокруг него собралась вся рота. Тепло их тел было едва уловимым, слабее даже света очагов. Зал представлял собой огромную пещеру естественного происхождения, и в ней повсюду сидели завернутые в шкуры волки, неподвижные, словно улегшаяся спать единокровная стая хищников, которые прижались друг к другу в поисках тепла. Глаза, скрытые капюшонами и звериной кожи, следили за его приближением. Тут и там доносились ворчание и бормотание, подобно зверям, которые рычат во время сна или дерутся за кость. Сумев лучше рассмотреть сцену, Вышнеземец заметил движение. Он увидел, как Астартес то и дело подносит к ртам серебряные кубки и миски с черной жидкостью. Он заметил, как сагбенные фигуры играют в Хнефатафол, за которым ранее сидел Скарси. На него едва ли обратили внимание, рота Тра отдыхала. Они собрались не ради встречи с ним, его привели сюда просто, чтобы решить проблему. Он был всего лишь небольшим неудобством. В дальней части зала, в высшей точке пещеры, восседал Агвай Агвай Хельмшрот. Верховный волк, хозяин стаи, Ярл Тра. Одного взгляда на него хватало, чтобы понять всю неоспоримость его власти. Он был огромен, с длинными костями. Воин, который с бесконечной выносливостью мог преследовать свою добычу по пустыням и тундрам. Его длинные и прямые черные волосы были разделены ровно посередине. Гладко выбритый подбородок надменно приподнят, так что были видны обведенные черной краской глаза. Нижняя губа была украшена посередине толстым стальным кольцом, которое придавало его лицу выражение нетерпеливости, в равной степени детской и смертельно опасной. Он соскользнул с груды старых, потрепанных шкур и пристально взглянул на вышнеземца. «Значит, вот как выглядит дурное знамение», — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. В стылом воздухе дыхание вышнеземца вырывалось густыми клубами пара, но изо рта Агвая вышел лишь едва заметный пар. Тело Астартес было удивительным образом приспособлено к сохранению тепла. Ярл носил кожаную безрукавку на шнуровке. Руки его были длинными, а кожа бледной, словно ей не хватало солнечного света. На его белой, как у альбиноса, кожи вились темные татуировки. Он протянул руку и взял серебряную чашу. В ней плескалась жидкость, столь темная, что походила на чернила. На сомкнувшихся вокруг чаши пальцах Ярла виднелись грязные кольца. Вероятнее всего, Ярл носил их не для красоты, но ради урона, которые те могли нанести врагу в бою. Агвай сделал глоток, а затем протянул чашу вышнеземцу, который принял ее. «Он не сможет пить это», — сказал один из его эскортов. «Мед прожжет его внутренности, словно кислота». Агвай хмыкнул. «Прости», — сказал он вышнеземцу, — «не хотел убить тебя здравницей за твое здоровье. Напиток вонял нефтью и кровью. Жидкая пища, ферментированная, химически очищенная, очень калорийная. Жидкость, скорее, походила на авиатопливо, нежели на хмельной напиток». «Он помогает сберечь тепло», — отметил Агвай, забрав у него чашу и посмотрел на вышнеземца. «Скажи, почему ты здесь?» «Я здесь, по мудрости стаи», — ответил вышнеземец на ювике. Агвай скривился. «Нет, из-за этого ты пока жив», — сказал он. «Я спрашиваю, почему ты здесь?» «Меня пригласили. Расскажи об этом приглашении». «Я послал множество сообщений на фенрисский маяк, запрашивая разрешение войти в пространство Фенриса. Я хотел увидеть и изучить фенрисских астартес». Один из стоявших за вышнеземцем воинов эскорта хмыкнул. «На подобный запрос мы едва ли могли ответить согласие», — сказал Агвай. «Ты был настойчив?» «Думаю, я посылал запрос в различных вариациях около тысячи раз». «Думаешь?» «Я не уверен. У меня есть слог с точным числом и датами отправления. Мне вернули мои пожитки, но все инфопланшеты и блокноты исчезли». «Записанные слова», — сказала Агвай. «Записанные слова и устройства для сохранения слов. У нас здесь запрещено ими пользоваться». «Совсем?» «Да». «Значит, вы уничтожили мои записи, черновики и вообще весь мой труд?» «Полагаю, что так. Ты — глупец, если решил привести все это с собой. Разве у тебя не осталось копий за пределами мира?» «Девятнадцать лет назад были. Как вы храните информацию на Фенрисе?» «Для этого существует память», — сказал Агвай. «Значит, ты отослал множество сообщений. А потом...» «Мне дали разрешение. Разрешение на посадку. Я получил координаты. Было подтверждено, что разрешение выдали Астартес. Но во время приземления в транспортнике случилась поломка, и он потерпел крушение». «Он не потерпел крушение», — сказал Агвай и отклебнул чернильно-черный напиток. «Его сбили. Не так ли, медведь?» Возле груды шкур Ярла внезапно зашевелилась одна из темных меховых масс. «Ты сбил его, не так ли, медведь?» Груда что-то пророкотала в ответ, а Гвай осклабился. «Вот почему он пошел спасать тебя, потому что сбил твой корабль. Это была ошибка, не так ли, медведь?» «Я понял свое упущение, Ярл, и приложил все усилия, чтобы исправить его», — ответил медведь. «Но если ты знал все это, почему спрашивал?» — удивился вышнеземец. «Просто хотел проверить, помнишь ли ты историю так же хорошо, как я», — Агвай нахмурился. «Хотя твой пересказ не очень хорош. Я спешу это на то, что ты слишком долго пробовал в морозильнике, и твой разум еще не оттаял. Но в качестве скальда представить тебя непросто». «Скальда?» Агвай сгорбился и оперся локтями на колени. Его белая кожа светилась во мгле, подобно льду. «Да, скальда. Тогда я скажу это сейчас, поведаю сказания. Гидрата, который был до меня, зацепили твои послания. Он поговорил с нами втра, и со мною, его правой рукою и с другими ярлами, и с волчьим королем так же. «Скальд», — сказал он, — «это было бы забавно, интересно. Скальд мог принести с собою новые сказания из высшего и из еще более дальних краев, и изучить наши, выучить и пересказывать их нам». «Значит, по-твоему, я должен стать скальдом?» — спросил вышнеземец. «А кем, по-твоему, ты должен стать?» — спросил в ответ ярл. «Ты хотел познать нас, не так ли? Что ж, свои истории мы никому не отдаем за просто так. Не рассказываем первому встречному. Ты кажешься многообещающим и целеустремленным к тому же». «Было еще имя», — сказал один из воинов эскорта позади вышнеземца. Агвай кивнул, и ветеран Трая сделал шаг вперед. Он был долговяз и седовлас. Вдоль краев его кожаной маски и на высоком лбу виднелись синие рисунки. Из-под нижнего края маски выбивалась заплетенная в косо седая борода. «Что еще, Эска?» — спросил Агвай. «Имя, которое он дал нам», — сказал Эска. «Ахмад ибн Русте». «Ах да», — согласился Агвай. «У ярла Гидрата, да успокоится его нить, была романтическая натура», — произнес воин. Агвай ухмыльнулся. «Да, он всегда интересовался подобным. И я. Я был его правой рукой, и он полагался на меня. Ему не хотелось показаться капризным или слабым. Но сердце человека можно затронуть старым воспоминанием или запахом истории. На этом ты и решил сыграть, не так ли?» Он глядел прямо на Вышнеземца. «Да», — сказал он. «Честно говоря, после тысячи или около того посланий я был готов попробовать все, что угодно. Но я не знал, поймете ли вы смысл имени». «Потому что мы тупые варвары», — все еще улыбаясь спросил Агвай. Вышнеземцу хотелось ответить «Да». «Потому что эта информация по всем меркам древняя и таинственная. И сообщение я отослал еще до того, как узнал, что у вас нет письменных архивов», — вместо этого сказал он. «Давным-давно, еще до Древней Ночи, до внешнего рывка исхода человечества с террой и золотой эрой технологий, жил-был человек по имени Ахмад Ибн Рустей или Ебн Рустей из Фахани. То был ученый муж, консерватор, который путешествовал миром в поисках знаний, добывал их из первых рук, дабы знать, что оно точное и подлинное. Свой путь он начал из Испахана, который, как мы знаем, находился в персидском регионе и дошел до самого Новгорода, где встретился с русами. То был народ Каганата, Киевской Руси, часть обширной и мобильной генетической группы, в которую входили славяне, шведы, норды и варангры. Он стал первым чужаком, который вступил с ними в контакт, познал их культуру и говорил, что они являются нечто большим, чем просто тупыми варварами, как считалось раньше. «Ты видишь здесь параллель?» – спросил Агвай. «А ты нет?» Агвай фыркнул и большим пальцем почесал кончик носа. Ногти на его пальцах были толстыми и черными, словно кусочки ибенового дерева. На каждом из них были оттиснуты или высверлены глубокие сложные завитки. «Гидрат видел, ты использовал имя, как шибалет». «Верно», – наступило молчание. «Я понимаю, что ты сейчас будешь решать мою судьбу», – сказал Вышнеземец. «Да, именно так. Решать придется мне, ибо теперь я Ярл, а Гидрата больше нет с нами». «А почему не твоему примарху?» – спросил Вышнеземец. «Волчьему королю?» «Это не то решение, которым он станет себя утруждать», – ответил Агвай. «В сезон, когда ты появился, Ветти хозяйничала Тра, поэтому Гидрат был командующим лордом. Он принял тебя по своей прихоти. Теперь же я узнаю, придется ли Тра пожалеть об этом. Ты действительно хочешь познать нас?» «Да. Это значит познать выживание, познать убийство. Ты о войне? Большую часть жизни я прожил на Терри, в мире, который даже во время восстановления продолжают разрывать конфликты. На своем веку я повидал достаточно войны. Я говорю не совсем о войне», – туманно заметил Агвай. «Война – лишь совершенствование и упорядочение, куда вне деятельности, выживание. Иногда на самом примитивном уровне быть живым означает делать так, чтобы другие люди перестали таковыми быть. Вот чем мы занимаемся. И в этом мы чрезвычайно хороши». «В этом я не сомневаюсь, сэр», – ответил вышнеземец. Агвай взял обеими руками кубок и задумчиво поднес его к губам. «Жизнь и смерть», – тихо произнес он. «Вот для чего мы предназначены, вышнеземец. Там-то и находится поле нашей деятельности. Ту нишу мы занимаем. В том месте вершится вюр. Если хочешь пойти с нами, тебе придется познать их. Тебе придется приблизиться к ним. Скажи, был ли ты когда-нибудь рядом с ними? Был ли ты когда-нибудь в месте, где они пересекаются?» «Он слышал музыку. Кто-то играл на клавире. «Почему я слышу музыку?» – спросил он. «Не знаю», – ответил Мурза. Его это явно не волновало. Он был целиком погружен в изучение разложенной на покореженном столе огромной кучи манускриптов и карт. «Это клавир», – сказал Хавсер и поднял голову. День был ясным и солнечным. Белая пыль, вздымавшаяся от артобстрела армии, казалось, высушила вчерашние хляби и подарила небу насыщенный темно-синий цвет, словно футурованный бархатом крышки коробки. Сквозь выбитые окна и дверь лился солнечный свет, неся вместе с собой звуки далекой музыки. В здании когда-то располагалась канцелярия, возможно, по патентным правам или юридическая деятельность. Но бронебойный снаряд прошил его верхние этажи, подобно тому, как пуля пробивает насквозь череп. Пол главного офиса, в котором они сейчас и находились, был темно-синим от упавших с полок сотен банок с чернивами, которые впитались и засохли еще пару месяцев назад. Синий пол походил на небо снаружи. Хавсер стоял в пятне света и слушал музыку. Он не слышал игру на клавире уже много лет. «Взгляни сюда», — сказал Мурза. Он передал Пиктор Хавсеру, и тот посмотрел на картину на экране в задней части аппарата. «Только что поступило от нашего контакта», — сказал он. «По-твоему, это оно?» «Качество изображения никудышнее», — начал Хавсер. «Но ты-то не дурак», — отрезал Мурза. Хавсер улыбнулся. «Навип, это была самая милая вещь, которую ты когда-либо говорил обо мне. Заканчивай, Касс, взгляни на Пиктор. Это наша коробочка». Хавсер вновь взглянул на картинку, сравнив ее с разнообразными древними Пикторами из архива и справочными чертежами, которые Мурза разложил на столе. «Кажется, в настоящей», — сказал он. «Я б сказал даже, она прекрасна», — улыбнулся Мурза. «Но я не хочу такого же провала, как в Лангдоке. Мы должны быть уверены в ее подлинности. Взятки, которые мы дали, комиссионные посреднику. И это еще далеко не конец, можешь не сомневаться. Местное духовенство нужно постоянно подпитывать финансово, чтобы оно не вставляло нам палки в колеса». Действительно, думал, они должны благодарить нас. Мы пытаемся вывести их наследие, пока война не уничтожила его. Разве они не понимают, что мы пытаемся спасти то, чего они сами не могут? «Ты же знаешь, что все обстоит несколько сложнее», — ответил Мурза. «Это вопрос веры. Ты, как прилежный катарский мальчик, должен, как никто другой, это понимать». Хавсер не заглотил наживку. Он никогда не пытался скрыть верования, которые ему привили в детстве. В общине, которая стала ему домом, исповедовали катарскую религию, как и во всех общинах и лагерях Ургского проекта. Город построен верующими и для верующих. Привлекательная идея, которую попытались воплотить в жизнь. Но она, как и множество подобных ей, не сумела стать тем фундаментом, на котором бы смогло подняться человечество после Древней Ночи. Хавсер никогда не считал себя особо верующим человеком, но испытывал бесконечное терпение и уважение к мировоззрению людей вроде ректора Уве, который, в свою очередь, никогда не навязывал своей веры Хавсеру. Он полностью поддерживал его в его стремлении поступить в университариат. Много лет спустя, в разговоре с деканом факультета, Хавсер по чистой случайности узнал, что поступил в Сардис лишь из-за письма, которое Уве послал главе приемной комиссии. Без помощи ректора Хавсер никогда бы не покинул общину и Ург, не поступил бы в академию. Вместо Сардиса Хавсер еще торчал бы в общине. Когда с западных склонов радиационных земель спустились хищники, человеческие хищники, и положили конец мечте о буре, то было избавление, из-за которого он даже спустя два столетия чувствовал себя неловко. Хавсер всегда увлекался традициями, историей веры и религии, хотя в модернный век сложно было верить в Бога, который никогда даже не пробовал как-нибудь заявить о своем существовании, но при этом был человек, который именно так и поступал. Говорят, император пресекал любые попытки наречь его богом или обожествить, но никуда не деться от факта того, что когда он возвысился на Терри, все уцелевшие верования и религии мира испарились, подобно пересыхающему летом ручейку. Но вот Мурза, тот скрывал свое вероисповедание. Хавсер знал, что Мурза также был катаром. Временами они говорили об этом. В катарстве существовало ответвление миленарианизма. В противоверованиях, из которых оно возникло, говорилось о конце времени, апокалипсисе, во время которого придет спаситель, дабы увести праведников на небеса. Что ж, апокалипсис наступил, он назывался раздором и древней ночью. А вот спасителя все не было. По мнению некоторых философов, преступления и грехи человечества были столь тяжкими, что с искуплением придется повременить. Избавление отложили до тех пор, пока люди вдоволь не настрадаются, и лишь после этого пророчество исполнится до конца. Это больше всего раздражало Хавсера. Никто не знал или даже не помнил, что же такого ужасного совершила человеческая радость, чтобы так сильно прогневить Бога. Сложно искупать вину, даже не зная, в чем она состоит. Еще Хавсера волновало, что все больше людей считало возвышение императора доказательством завершения их страданий. «Прости, легко насмехаться над религией», — сказал Мурза. «Так и есть», — согласился Хавсер. «Ее легко презирать за анахроничность и неадекватность. Куча суеверного мусора. У нас есть наука». «Есть». «Наука и технологии. Мы настолько развиты, что не нуждаемся в духовной вере». «К чему ты ведешь?» — спросил Хавсер. «Мы забыли, что дала нам религия. И что же?» «Тайну». Таков был его довод. Тайна. Во всех религиях люди должны были верить в нечто неописуемое. Ты должен смириться с тем, что существуют вещи, которые тебе никогда не понять и не познать, которые просто нужно принимать на веру. Тайна в сердце религии была той загадкой, которую следовало не понимать, но лелеять, ибо она должна была напоминать тебе о твоей ничтожности в масштабах космоса. Наука же отрицала подобный подход, так как все на свете можно объяснить, а то, что нельзя, недостойно даже презрения. Далеко не совпадение, что в столь многих древних религиях существовали мифы о запретной истине, об опасном знании, вещи, о которых человеку не положено знать. Мурза всегда умел подбирать верные слова. По мнению Хавсера, Мурза презирал религию, на которой вырос, куда больше, чем он. Но дело в том, что Мурза верил, а Каспер нет. По крайней мере, Хавсер уважал нравственные законы катаризма. Мурза же никогда не упускал случая обозвать того, кто верил открыто, безнадежным идиотом. Но его это заботило. Хавсер знал, что Мурза верующий. Нательный крестик, который тот носил под рубашкой, молитвы на преклоненных коленях, когда он думал, будто его никто не видит. В глубине сардонического Мурзы мерцала искра духовности, и он не гасил ее из страха потерять собственное чувство тайны. Именно тайна всегда заставляла Мурзу и Хавсера отправляться в экспедиции, дабы отыскать бесценные реликвии древних, изуродованных войной уголках мира. Спасенная информация помогала открыть тайны, которые древняя ночь словно раны выжгла на теле коллективного знания человечества. Иногда тайны отправляли их также и за духовными реликвиями, к примеру, за молитвенными коробочками в Осетию. Они оба не верили в религию, сторонники которой создали те коробочки, или в сакральную силу предметов, которые должны были храниться в них. Но они верили в важность тайны, которую эти предметы несли для минувших поколений, и тем самым в их ценность для человеческой культуры. Молитвенные коробочки поддерживали в людях веру на протяжении всей эры раздора, в этой обращенной в золу части Терры. Едва ли к этому времени внутри них сохранилась какая-нибудь информация, которая принесла бы практическую пользу. Но изучение их природы, способа создания и хранения могло многое поведать об образе мышления людей, их моральных устоях, а также о том, где они видели свое место во Вселенной, когда наука постепенно вытесняла религию. С улицы донесся шум, и в комнату вошла Василий. «А, капитан», — сказал Мурза, — «мы уже собирались послать за вами». «Вы готовы идти?» — спросила Василий. «Да, пойдем к месту встречи через Старый город», — сказал Хавсер. «Наш контакт придет с товаром», — добавил Мурза. Судя по выражению лица капитана, ей не очень этого хотелось. «Я забочусь о вашей безопасности. Час назад во всем районе резко повысилась активность. Я получаю доклады о действиях бригады Н по всей долине до самого Улья-Рожника. Дорога через Старый город будет не самой безопасной. Мой дорогой капитан Василий, мы с кассом целиком и полностью доверяем вам и вашим людям». Василий ухмыльнулась и пожала плечами. Она была миловидной женщиной за 30, а пластинный и баллистическая подкладка боевых доспехов, ломбардских хортов не могла полностью скрыть женственные очертания ее форм. В правой руке она держала хромированный чеккер, который на ремне висел у нее на плече. От бронированных звеньев патронной ленты, которая шла от рожка к оружию, отражалось солнце. На ее глаза, подобно очкам летчика, был опущен огромный визор из тонированного желтого пластика. Хафсер знал, что на ее внутренней поверхности мелькают дисплеи и графики мишени. Он знал это, так как однажды попросил у нее разрешения примерить шлем. Под ту же затянув ремешок у него под подбородком, она ухмыльнулась и принялась объяснять, что означают все эти курсоры и значки. По правде говоря, Хафсер сделал это лишь для того, чтобы увидеть ее лицо открытым. У нее были прекрасные глаза. Хорты готовились к выходу. Вокс-офицеры носились, словно жуки, со своими тяжелыми установками панцирями и раскачивающимися антеннами. Солдаты проверяли чектеры и мелтеры, разбиваясь по огневым группам. От их желтых визоров отражался солнечный свет. На холме возвышался изрешеченный пулями и разрушенный в боях невзрачный суб пулей. У подножия холма, подобно корням дерева, ветвились древние улочки и дома. Старый город. С юга до Хафсера доносились звуки канонады, а временами над ними слоем и грохотом проносились ракеты. Хафсер и Мурза провели здесь три месяца, выискивая молитвенные коробочки с помощью длинной и запутанной цепочки контактов и посредников. По слухам, в тех коробочках покоились останки известных людей из эры, предшествовавшей раздору, часть местных традиций протокрестового верования. В некоторых из них находились старые бумажные тексты или диски устаревшего формата. Мурзу, в частности, привлекало то, что для переводчика работой здесь было не початый край. К этому времени они уже нашли две коробочки. Консерваторы надеялись, что сегодня им удастся получить третью. Ту, которая сохранилась лучше остальных, прежде чем жестокая война в Улье не вынудит их, наконец, покинуть район. Коробочка хранилась у небольшой подпольной группы верующих на протяжении шести столетий. И пик снимки, сделанные антикваром 90 лет назад, свидетельствовали об ее необычной ценности. Кроме того, в записях антиквара говорилось также про значительный текстовый материал. «Не шагу в сторону без моего разрешения», сказал им Василий. «Как делала это каждое утро, когда давала разрешение выйти на улицу?» «По городу они передвигались только с сопровождением». «Ты слышишь музыку?» спросил Хавсер. «Нет, но слышала, что у тебя сегодня день рождения», сказала в ответ Василий. Хавсер покраснел. «У меня нет дня рождения. В смысле, я могу лишь догадываться о том, не когда родился. В твоем биофайле говорится, что твой день рождения сегодня». «Ты просматривала мое досье», – сказал Хавсер. «Я командир, как-никак», – с притворным равнодушием ответила она. «Мне нужно знать подобные вещи». «Что ж, капитан, дату рождения, указанную в биофайле, придумал человек, который воспитал меня. Я найденыш, там могло стоять абсолютно любое число». «Ясно». «А с какой целью интересуешься?» спросил Хавсер. «Просто подумала, что вечером, после того, как обтяпаем это дельце, мы могли бы пропустить по стаканчику». «Какая чудная идея», – сказал Хавсер. «Вот и я о том же», – согласилась она. «Сорок, да?» «Совсем уже старик». «Ты не выглядишь на свои годы». Хавсер рассмеялся. «Так, хорош любезничать», – сказал Мурза. Ему только что поступило сообщение от контакта по пик-каналу. Это было изображение молитвенной коробочки с поднятой крышкой. Картинка была гораздо лучшего качества, нежели предыдущая. «Он словно дразнит нас, искушает», – заметил Хавсер. По его словам, коробочка находится в подвале общественного зала, в пятистах метрах отсюда. Все уже готово. Он согласовал условия и вознаграждения со старейшинами культа. «Они просто рады тому, что коробочку перевезут в безопасное место, прежде чем война разорвет этот улей на куски». «И тем не менее они хотят вознаграждения», – сказала Василий. «Оно для связника, а не для старейшин», – ответил Хавсер. «Рука руку моет». «Может, будем уже выдвигаться?» – резко спросил Мурза. «Если нас не будет, там через двадцать минут все отменяется». Василий подала сигнал бойцам. «Он не отличается терпеливостью, не так ли?» – спросила Василий, кивнув в сторону Мурзы. «Да, он такой. Мурза больше всего боится упустить свой шанс. А ты разве нет?» «В этом-то и разница между нами», – ответил Хавсер. «Я хочу сохранить знание, любое знание, ведь это лучше, чем ничего. Насчет Навида, думаю, он жаждет найти важное знание, знание, которое изменит мир. Изменит мир как? Даже не знаю. Открыть некую давно забытую научную истину, продемонстрировать утраченную технологию, объявить нам имя Бога. «Я скажу, как ты можешь изменить мир», – произнесла она и достала из патронного подсумка сложенный пик снимок. Солнечный день, улыбающийся подросток. Сын моей сестры – Исак. Всех мужчин в моей семье называют Исаками. Такая традиция. Моя сестра вышла замуж и теперь растит детей. Мне же пришлось поступить на военную службу. Практически вся моя зарплата уходит ей, семье, Исаку. Взглянув на снимок, Хавсер вернул его к капитану. «Да», – сказал он, – «теперь ты мне нравишься еще больше». Они вышли из-за угла и увидели клавир. Он стоял прямо посреди улицы. Вертикальная модель, у которой отсутствовала боковая панель. По пока невыясненной причине, если не учитывать того, что он вообще уцелел. Его кто-то выкатил на улицу из разбомбленного здания. За клавишами стоял старик. Так как стула не было, ему пришлось немного согнуться, чтобы дотянуться до клавиш. Когда-то он был мастером в своем деле. Его пальцы до сих пор сохранили подвижность. Хавсер попытался вспомнить мелодию. «Я же говорил, что слышу музыку», – сказал он. «Очистить улицу», – приказала Василий своим бойцам по воксу. «Это так необходимо?» – спросил Хавсер. «Он же безобиден». «Члены бригады Н обвязывают детей токсичными бомбами», – отрезала она. «Я не собираюсь рисковать из-за старика с деревянным ящиком, в котором может уместиться небольшой ядерный заряд». «И то верно». Старик поднял голову и улыбнулся приближающимся солдатам. Он поздоровался с ними и, не прерываясь ни на миг, сменил мелодию. В ней безрошибочно угадывался марш объединения. «Вот нахальный старикашка», – пробормотал Мурза. Бойцы обступили старика и принялись уговаривать его отойти от инструмента. Тот пропустил пару нот и еще несколько раз сфальшивил. Старик рассмеялся. Марш объединения превратился в веселую мелодию для танцевального зала. «День рождения, значит», – сказал Мурза, повернувшись к Хавсеру. «Только сейчас вспомнил». «Раньше ведь тебе не исполнялось сорок», – ответил Мурза и достал что-то из кармана пальто. «Держи. Такая вот безделушка». Музыка оборвалась. Хорты, наконец, заставили старика отступить от клавира. Его нога отпустила правую педаль. Раздалось металлическое жужжание, похожее на ход противовеса в часах. И внутри клавира детонировала нано-мина. Менее чем за один последний удар сердца клавир взорвался. Старик исчез. Окружавшие его солдаты испарились, словно семена хлопчатника. Метель из гальки сорвала асфальт с улицы. Дома по обе стороны дороги развалились. Мурзу унесло взрывной волной. Его кровь попала в глаза Хавсеру. А сам Каспер полетел вслед за ним. И в краткий миг пересечения жизни и смерти ему открылись все тайны мироздания. Обдумывая свое решение, Агвай отослал вышнеземца обратно. Когда по подсчетам вышнеземца минуло сорок или пятьдесят часов, за которые он видел лишь Трелла, приносившего ему чашу с едой, в дверях показался воин по имени Эско. «Ог сказал, что ты можешь остаться», — будничным тоном произнес он. «Я... А в чем состоит сущность этой работы? Есть какие-то рамки, определенные принципы или стиль речи для сказаний, которые мне предстоит запоминать?» Эско пожал плечами. «У тебя же есть глаза. Глаза — голос и память. Значит, у тебя есть все, что нужно». Часть вторая. Волчьи истории. Пятая глава. Уврат Аламской тишины. Он спросил, понадобится ли ему оружие. Треллы и слуги, которые умащивали и готовили роду к высадке, загоготали за скалящимися масками черепов и морд животных. Медведь сказал, что в этом нет необходимости. Тишина разместила подразделение своих силовиков на основных уровнях ремонтного дока. Он представлял собой огромную сферу, по размерам схожую с небольшой луной. Оболочка пустотной брони окружала массивные соты лидированных балок. В ядре конструкции, будто семя в ягоде, темнел практически законченный инструмент. Глубокое сканирование сообщило об инструменте очень немногое. Только лишь то, что это был Тор, двух километров в диаметре. Внутри не было никаких пустот. Устройство создавали без расчета на экипаж. По мнению командующего 40-го имперского экспедиционного флота, Беспилотное устройство могло быть только машиной, предназначенной для убийства. И Агвай-Агвай-Хельмшрот был склонен с этим согласиться. Тра проникла через полюсную верхушку мегаструктуры ремонтного дока. Рота спускалась внутрь сквозь колоссальную решетку балок, где покоился инструмент. Волки опускались, подобно единому существу, качающемуся на кончиках пальцев, цепляющемуся носками ботинок, сжимающему балки коленями, скользящему, падающему, прыгающему с одной опоры на другую. Хафсер думал, что спуск будет выглядеть грубым и обезьянным, что Астартес со всех их оружием и доспехами будут казаться неуклюжими и примитивными, как приматы, раскачивающиеся на ветках металлического леса. Он ошибался. В их движениях не было ничего, даже отдаленно обезьяноподобного. Воины лились вниз, через переплетенные ребра балок, подобно жидкости. Тёмная и глянцевая субстанция, вроде мёда или крови. Она текла и капала, расширялась и неслась снова. Тёмная субстанция находила в каждом углу. Каждая распорка — кратчайший путь, который приведёт её к цели. Позже это наблюдение стало первым, за которое Хафсер заслужил похвалу в качестве скальда. Волки спускались, и делали они это бесшумно. Ни вздоха, ни шороха, ни щелчка или шёпота вокса. Оружие не шуршало о ножны, не стучало о пластины брони. Волосы были переброшены через плечо и покрыты лаком, либо заплетены. Перчатки и подошвы ботинок обмотали чешуёй земляного гроз гвалура для лучшего сцепления с поверхностями. Выступающие края доспехов обёрнуты мехом и кожей. Рты за плотными, кожаными масками крепко сжаты. Силовики тишины могли померяться со старта с массой и силой. Они были спроектированы для боя. Каждый из них реагировал на мельчайшее движение, свет, тепло и запах феромонов. Но они пока не заметили приближения волков. «Почему воины Тра не обнажают оружие?» — удивился Хавсер. Его начала охватывать паника. «Во имя великой Терры они все забыли достать оружие». Эти слова почти вырвались из него, когда волки начали спрыгивать с балок на головы патрулирующих внизу силовиков. Большинство метили в шее. Силовики были массивными, но веса, падающего сверху, закованного в доспехи астартес, было достаточно, чтобы свалить их с ног. Воины голыми руками брали в захваты головы своих жертв и выкручивали вверх, ломая шейные позвонки. Это была быстрая и безжалостная казнь. Волки использовали свои тела как противовес для разрыва стальных позвоночников. Первым звуком сражения стал резкий треск более полусотни шей. Они в унисон протрещали салютом над полированной палубой, словно хруст костяшек. Пронзительно заблеяли сигналы тревоги и медицинских систем. Немногие из поверженных силовиков погибли по-настоящему. Они слишком сильно отличались от обычных людей. Силовики просто стали беспомощны, не в состоянии передать команды мозга к измененным для боя телам. Пространство магистратуры ДОКа огласил странный хор сирен. Звуки накладывались друг на друга, постепенно усиливая общий рев. Когда группы социальной цепи тишины узнали о случившемся, теперь скрытность стала лишней. Волки вскочили на ноги. Внезапно у всех в руках оказалось оружие. Самым быстрым способом вооружиться было решение воспользоваться оружием, которое сжимали парализованные руки их жертв. Волки поднимали обтекаемые, хромированные высокотемпературные излучатели и гравитационные винтовки. Хавсер с удивлением заметил, насколько странно подобное оружие выглядело в руках стаи. Казалось, будто дикие псы сжимают в зубах куски стеклянных скульптур или стерилизованные хирургические инструменты. Но в своем сказании он упомянул следующий эпизод. Как учит волчий король, против врага лучше всего использовать его же оружие. Враг может сделать замечательную броню. Но волки Фенриса на своем опыте знали, что эффективность защиты врага пропорциональна эффективности его оружия. Это может казаться заумной философией, но на самом деле простое, понятное на инстинктивном уровне следствие. Противник может думать, я знаю, что броня может быть прочной до степени Х. Но поскольку я могу создать такую мощную броню, мне нужно оружие, способное ее пробить. На случай, если столкнусь с врагом в таких доспехах, ибо это возможно. Высокотемпературные излучатели выпускали тонкие лучи, испепеляющие белого света, которые ослепляли глаза. Они не издавали драматического шума, за исключением резких взрывов, когда выстрелы попадали в цель. Гравитационные винтовки стреляли шариками сверхплотного металла, которые мелькали в теплом воздухе дока размытыми пятнами, похожими на отпечатки пальцев на стекле. Это оружие звучало куда громче. Его выстрелы походили на удар кнута, подчеркнутые странно звучащей отдачей. В отличие от лучей, которые раскалывали броню силовиков, вызывая исторжение мерзких внутренностей и раскаленных кусков доспеха, шарики гравитационных винтовок пробивали крошечные отверстия в теле и оставляли гигантские раны на выходе. Силовики отшатывались, когда их тела раскрывались под ударами обжигающих лучей, или спины взрывались брызгами расколотого пластика и внутренних жидкостей, обломками костей и ошметками внутренностей. Это было жалкое зрелище. Тишина развивала свое военное искусство на протяжении столетий и применяла на расстоянии многих световых лет. А силовики были элитой на полях сражениями. Здесь же они падали, словно неуклюжие дурачки в гололед, будто клоуны в фантомиме. Десяток, два, три. Они безвольными кучами валились на землю, не успев сделать ни единого выстрела. Ни единого. Когда силовики, наконец, начали приходить в себя, волки разыграли следующую карту. Они отбросили трофеи и достали собственное оружие, в основном болтеры. Социальные цепи тишины лихорадочно проанализировали природу угрозы и немедленно выработали ответ. На это ушло меньше восьми секунд. Главной защитой силовиков было наложенное на тело стальное плетение. Но, кроме того, каждый из них был способен создать вокруг себя переменное силовое поле. Только спустя восемь секунд социальные цепи аламской тишины определили природу оружия, используемого против ее силовиков. Они немедленно изменили структуру силовых полей, чтобы дать бойцам необходимую защиту. В результате силовики оказались защищены от раскаленных лучей и гравитационных шариков. В тот самый миг, когда по ним открыли болтерный огонь. Еще одно попрайнее славы. Воины Тра начали рассредотачиваться, стреляя от груди и кося силовиков, пока те пытались перегруппироваться. Вот для чего, думал Хавсер, для такой работы, для подобных деяний были предназначены роты волков. Никогда раньше ему не доводилось наблюдать стрельбу из болтера. За все свои восемьдесят с чем-то лет, за все конфликты, которым он стал свидетелем, Хавсер никогда не видел, как стреляют из болтера. Болтера, который был символом имперского превосходства и объединения Теры, внушительного, мощного и простого. Он был отличительным оружием Астартес. Немногим людям хватило бы сил поднять болтер. Это было грубое механическое оружие из прошлой эры, прочное и надежное, с минимумом сложных частей, способных сломаться или дать осечку. То была примитивная техника, которую вместо того, чтобы заменить сложными современными системами, просто доработали и сделали еще мощней. Астартес с болтером походил на человека с ужасающей огромным карабином. Это зрелище напомнило Хавсеру, насколько волки отличаются от обычных людей. Он пробыл среди них достаточно времени, чтобы привыкнуть к их виду и не замечать, насколько они крупнее его. И все же на людей они походили больше, чем воины тишины. Пропорции черепов и другие биологические данные, собранные у пленных с тишины, подтвердили их теранское происхождение. Когда-то задолго, до Древней Ночи, человеческие колонисты принесли генофон Теры в этот всеми забытый удаленный уголок галактики. Командующий 40-го имперского экспедиционного флота вместе со своими советниками и учеными полагал, что исход этот свершился во время первой Великой Эры технологий около 15 тысяч лет назад. Тишина обладала чрезвычайно сложными технологиями, которые отличались от тиранских или даже марсианских стандартов настолько, что могло означать либо долгое изолированное развитие, либо влияние ксенокультуры. Некогда на одной из ранних стадий посттаранской жизни люди тишины отринули свою человеческую природу. Они существовали в социальных цепях, объединенные между собой коммуникационными сетями, которым их нервные системы были подсоединены с самого рождения. Эти создания жертвовали большей частью живой плоти во время ритуальных операций, которые с детства готовили к переселению в искусственные тела. По большому счету, у взрослого обитателя тишины органическими оставались только мозг и череп с позвоночником. Все это покоилось шеей изящно спроектированного человекоподобного корпуса, где размещались питания и поддерживающие существование мозга механические органы. Это объясняло, почему вокруг поверженных силовиков вместо крови натекали лужи фиолетовой жидкости. Черепа жителей тишины были скрыты оболочками из серебряных схем, а также голограммными масками вместо лиц. При смерти существ их маски мерцали и исчезали, являя под собою рукотворную нечеловечность. Эска нес на себе Хавсера следом за тра, безустанно напоминая, чтобы тот крепче держался за его шею. Хавсер почти прилип к воину. Эска нес его словно пушинку. Даже когда они спускались сквозь переплетение балок дока, а от смерти Хавсера удерживали лишь пальцы, сжатые вокруг шеи Эски, скальт не закрывал глаза. Он много раз прыгал в трубы Эта и со временем перестал бояться высоты. Он знал, что не должен был этого делать, от него требовали это. Когда на главной палубе началась атака, Эска поставил Хавсера на пол и приказал следовать за ним. Обширная палуба простиралась далеко в обе стороны от них, изогнутая, словно поверхность мира, если смотреть на него с орбиты. Сверху решетка балок походила на туго переплетенные ветви колючего кустарника. Воздух то и дело прошивали болтерные выстрелы. Хавсера не нужно было просить дважды. Через пять минут тишина наконец стала огрызаться. Первым из стаи пролил кровь воин по имени Галик, в которого попал гравитационный шарик. Выстрел превратил всю левую руку ниже локтя в кровоточащую плоть, на которой скрежетали браслеты расколотой брони. Не обращая внимания на боль, Галик шагнул к нападающему и взмахнул цепным топором. С раненной руки слетели кровавые брызги и с шипением поднимался пад. Стреляли не силовики. Три изящника, более легкие технологичные модели подняли оружие упавшего силовика и установили его в проходе. Они успели сделать еще два отчаянных неудачных выстрела, прежде чем Галик ворвался внутрь и расчленил их вопящим топором. Он делал свою работу с наслаждением и рычал всякий раз, когда с каждым его ударом под сопровождение сдавленных электронных стонов разлетались куски их корпусов. Покончив с ними, Галик яростно взмахнул окровавленным кулаком, и от этого жеста у Хавсера пошли мурашки по коже. Несколько силовиков защищали вход на главный инженерный подуровень с чем-то вроде тяжелой версии гравитационной винтовки, для обслуживания которой был нужен целый расчет. Словно из ниоткуда вырвавшиеся колоссальные огненные сполохи испарили хьяда, первого волка, который приблизился к врагу. Медведь приказал своей стае рассредоточиться. Не было смысла подставляться под выстрелы. Хавсер увидел, как медведь достал цельнометаллический топор и принялся выбивать зарубки на переборке около спуска на подуровень. Он действовал быстро и ловко. Очевидно, ему не раз доводилось высекать этот знак. Четыре зарубки, грубое подобие ромба, и пятая, которая делила фигуру пополам. Хавсер ухватила одного взгляда на вырубленный в металле переборке знак, чтобы узнать его. Невероятно упрощенный символ глаза, символ оберега. Аламская тишина была враждебной с первых минут контакта. Подозрительные и совершенно не желающие идти на сближение. Они дважды атаковали корабли сорокового флота в попытке прогнать экспедицию из космического пространства тишины. Во время второго столкновения тишине удалось захватить экипаж имперского военного корабля. Командующий сорокового имперского экспедиционного флота послал предупреждение тишине, объясняя, что основной целью империума Теры был мирный контакт и обмен, и агрессивные действия тишины не останутся без последствий. Военный корабль и его команда должны быть возвращены. Переговоры должны начаться. Разговор с имперскими итераторами должен привести к взаимопониманию. Наконец тишина ответила. Она объяснила, словно ребенку или возможно собаке или птице, которую пыталась выдрессировать, что именно тишина является истинной и единственной наследницей Теры. Само название планеты предполагало постоянную готовность возобновить контакт с миром колыбелью. Тишина терпеливо выжидала все эти тысячелетия апокалиптических бурь и штормов. Имперцы, которые приближались к ее границе, молгали. Они были не теми, за кого пытались себя выдать. Любому дорогу было понятно, что они всего лишь грубая подделка некой чуждой расы, пытавшейся создать пародию на человека. Свой приговор тишина подкрепила результатами допросов пленных имперцев. По заявлению тишины после проведения ВВ-секции выяснилось, что у каждого пленника было более 15 тысяч отличий, ясно указывающие на их нечеловеческое происхождение. Командующий 40-го экспедиционного флота запросил помощи у ближайшего контингента Астартос. Чем дольше Хавсер жил среди стаи, тем больше к нему приходила Астартос. Воины, которых он не знал, из род, с которыми он не пересекался, приходили и подозрительно рассматривали Скальдо золотыми нечеловеческими глазами. Они не учились доверять ему, к доверию это не имело никакого отношения. Волки словно привыкали к запаху чужака в Эти. Или это или кто-то, кто мог держать в узде самых диких бойцов Фенриса, приказал им принять его. По всему выходило, что, как и в случае с Бетуром Беркао, истории имели для волков огромное значение. «Почему истории так важны?» спросил однажды ночью Хавсер, когда ему разрешили отобедать со Скарсином и его приятелями по кругу игре. Настольные игры, вроде «Хнефа Тафла», служили для того, чтобы отточить стратегическую интуицию. Скарсин пожал плечами, он был слишком занят, вгрызаясь в мясо совершенно несвойственным человеку образом. Даже изрядно проголодавшийся человек не ел бы подобным образом. Скорее его движения напоминали кормящегося зверя, который не знает, когда будет насыщаться в следующий раз. Хавсер сидел над миской рыбного супа и несколькими сухофруктами. У Астартес Фиф были мед и огромные шмоты сырого с дужком мяса, от которого несло холодной медью и карболкой. Это потому, что вы не записываете событий, продолжил расспрашивать Хавсер. Лорд Скорсер вытер кровь с губ. Память вот что действительно важно. Если помнишь что-то, можешь это повторить или не можешь. Вы учитесь? Именно так. Скорсен кивнул. Если можешь поведать сказание, значит ты его знаешь. А благодаря сказаниям мы не забываем о наших мертвецах, вставил Варанген. Тоже верно, сказал Скорсен. «Мертвецах?» спросил Хавсер. «Если мы забываем о них, им становится одиноко. Товарищи не должны забывать и оставлять их в одиночестве, даже если они стали рейфами и ушли во тьму земель мертвых». Хавсеру хотелось увидеть лицо Варангра, но перед ним была лишь ничего не выражающая маска с тусклыми глазами высшего хищника. «Когда я спал, начал Хавсер. Это было начало фразы, но он не продумал ее до конца и замолк на полусловие. «Что?» раздраженно спросил Скарсин. Хавсер встряхнулся, выходя из краткого транса. «Когда я спал в холодной дреме, в которой выдержали меня, я услышал голос. Он сказал, что ему не нравится быть во тьме. Он скучает по свету. Голос сказал, что видел все сны сотню, даже тысячу раз. Он сказал, что не выбирал тьму. Неожиданно Хавсер понял, что Скарсин, Варангар и другие воины Фиф перестали есть и пристально наблюдают за ним. Некоторые из них даже забыли стереть с подбородков кровь. «Он сказал, что тьма выбирает нас», продолжил Хавсер. Волки согласно забормотали, хотя их глотки превратили звук в утробное рычание леопарда. Хавсер посмотрел глаза и отражался от белых колыков. «Это был Рейв?» спросил он. «Я слышал голос из земель мертвых». «У него было имя?» спросил Варангар. «Кормик Дот», ответил Хавсер. «Значит не Рейв?» выдохнул Скарсин. Он обмяк, будто разочаровался. «Почти, но все же не он». «Возможно даже хуже», проворчал Трунг. «Молчи», отрезал Скарсин. Трунг склонил голову. «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», сказал он. Хавсер спросил, что они имели в виду, но волки не ответили ему. Его история ненадолго оживила их интерес, но теперь они занялись прежними делами. Ярл вновь вернулся к разговору о смерти. «Мы сжигаем своих мертвецов», сказал Скарсин. «Таков наш обычай. На Фенрисе нет подходящей для погребения земли. Зимой она все равно что железо, а летом норовит уйти под воду. Мы не оставляем надгробий или могил, не кормим червей, как другие люди. Разве мертвец хотел бы этого? Чтобы его рейф оказался прикованным к одному месту, его нить обрезана, и он может наконец бродить где пожелает. Ему «История лучше камня», сказал Варангар. «Так мы куда сильнее помним мертвых. Ты знаешь, как помнишь о мертвых, скальд?» Медик, который ухаживал за ним в полевой станции в Острожнике, потратил немало времени, объясняя, что едва успели спасти его ногу. «Осколочное ранение лечится», сказал он, как будто обсуждая побелку стены. Хуже были последствия ударной волны. Взрыв печатал ваз стену, а потом обрушил перекрытие. Хавсер ничего не чувствовал. Он подозревал, что его ощущения затуманили лекарства. Полевая станция ломбардских хортов была неряшливой и ужасно бедной. Халат, маска и шапочка медика были безнадежно испачканы кровью. Очевидно, он подолгу не менял их. Зато на хромированном подносе рядом с Хавсером лежало несколько пустых шприцов с обезболивающими. Врачи потратили на него драгоценные медикаменты. Он заслужил подобное внимание и личный визит специалиста. Вероятно, из-за него несколько простых солдат умрут или, в лучшем случае, будут терпеть невыносимую боль. Он ничего не чувствовал. Думаю, а у гметика приживется. Ободряюще сказал медик. Врач выглядел уставшим. Точнее, глаза выглядели уставшими. Все Хавсер, что видел выше заляпанной маски, это уставшие глаза. Большего обещать не могу, вздохнул хирург. У меня действительно нет необходимых медикаментов. Глаза, ни намека на нос или рот. Хавсер не чувствовал ничего, кроме текущего, в глубине души, потока наркотического отупления. Глаза без носа или рта, глаза над грязной маской. Это было неправильно. Он привык видеть наоборот, рот и никаких глаз. Рот, улыбка и скрытые глаза, действительно прекрасные глаза, скрытые за желтым визором. Хм, вздохнул медик. Снаружи кто-то закричал. Машины перевозчики кибернетики подвезли на носилках новых раненых. Василий, капитан Василий, она не выжила, мы сделали все возможное, но повреждения внутренних органов оказались слишком обширны. Хавсер ничего не чувствовал, это не продлится долго. Мурза, сказал он, его губы походили на тесто, а слова стали клейкими и не хотели срываться с языка. Кто? Другой специалист. Сожалею, сказал медик, взрыв убил его сразу, от него ничего не осталось. Хавсер помнил имена мертвых, нити которых были обрезаны при штурме ремонтного дока тишины. Пятеро Астартес, Пятеро Истра, Хьяд, Атсунг Седобородый, Штормовой Глаз, Кьюрл Ледяной и Фултак Красный Нож. Две смерти он засвидетельствовал лично, а другие подробно изучил впоследствии, чтобы, по крайней мере, поведать о павших воинах в сказании. Например, прежде чем орудие силовиков превратило Хьяда в кровавое облако, просыпавшееся градом размолотой брони, воин сразил двух врагов. Одного из них он изувечил так, что тот уже не смог подняться. Другой попытался вцепиться в Хьяда. Голографическая маска силовика мигала, пока тот старался сменить ее на что-то более угрожающее. Хьяд пробил кулаком тело врага и вырвал ему позвоночник. Да, это был Хьяд, согласились воины Тра. Могучий и суровый. Хорошее сказание. Уловив нужный стиль, Хавсер почувствовал себя увереннее. Атсунг седобородой очистил целую палубу ремонтного дока с помощью одного цепного меча, после того, как меткий выстрел повредил его болтер. Он ураганом пронесся сквозь ряды силовиков и изящников. Никто не заметил, как в него попали два гравитационных шарика. Но Тхель, первым увидевший упавшее тело, поведал Хавсеру, что знаменитая седая борода Атсунга была почти синей от псевдокрови врагов. Он умер, как подобает воину. Атсунг оставил после себя кучу мертвецов и море обрезанных Никий. К концу сказания об Атсунге Хавсер изменил старинный Кенин, упомянув о сне на фиолетовом снегу. Этим он вызвал довольный рев тра. Штормового глаза в земли мертвых отправил выстрел излучателя. Ослепленный, с обугленным лицом и навеки запекшим сортом, прежде чем рухнуть наземь, он успел раскроить топором силовика от плеча до пояса. Хавсер видел этот подвиг своими глазами. Мертвец, утащивший врага в пропасть смерти, следом за собою. Конец этого сказания был встречен в мрачном, но уважительном молчании. Эрт-Хунг красная рука поведал Хавсеру о Тьюрле. Его прозвали Тьюрл Ледяной, потому что воину нравилось охотиться даже во время мраморного безмолвия зимы Хель-Фенриса. С копьем Иль-Секирой он спускался с горы и уходил в безлюдные пустоши Асахейма. Его кровь никогда не замерзает. Так говорили о нем. Это из-за меда, который я выпил, любил добавить Эрхтунг. В тот день Тьюрл отправился на охоту в ремонтный док. Он собрал много трофеев. Именно так Хавсер описал это. Ярость Тьюрла никогда не остынет, воин никогда не замерзнет. Еще одним павшим был фултаг Красный нож. Последняя история, которую стоит услышать, прежде чем завершиться сказание о штурме ремонтного дока. Фултаг вел отряд, который взял центр управления дока и перерезал горло социальным цепям тишины так, что все исходящие данные превратились в бесполезный шум. Штурм не был атакой вандализма, как того ожидал Хавсер. Отряд фултага не разбивал беспорядочной системы. В языческой жажде уничтожить артефакты более сложной культуры. Волки повредили лишь определенные части центра управления, используя магнитные мины, огонь болтеров и собственную силу, но сохранили базовую структуру, чтобы механикумы могли в будущем ее исследовать и даже заставить работать. Правящие планетой существа определенно опасались случайной стрельбы в центре управления. Ни один из силовиков там не был вооружен. Вместо этого геодезический купол, расположенный под прямо инструментом, защищали отряды сверх силовиков. Это были настоящие титаны, вооруженные грозными ударными булавами и ускорительными молотами. У некоторых из них было по две пары верхних конечностей, как у синекожих богов древних индузов, а иные даже двуголовыми. Их черепа торчали бок о бок, закрытые отдельными оболочками и голографическими масками. Отряд фултага показал им, как следует владеть секирами. Свидетелем схватки стал Ульсте, который пришел им на помощь. Сила их была такова, что от каждого удара вздрагивала палуба, говорил он. От сокрушающих кости ударов, как сверхсиловики, так и волки валились на землю. На разгромленном центральном уровне шла яростная безжалостная рубка. Разлетались осколки мерцающих окон. Ломались консоли от падающих на них тел. Матовая поверхность пола быстро покрылась битым стеклом, кусками пластика и лужами фиолетовой псевдокрови. Хултаг повалил своего первого сверхсиловика на ведущий купол пандус. Он увернулся от взмаха булавой. Попади удар в цель, он бы размозжил даже череп Астартес Фенриса. Вместо этого оружие вспороло воздух с тяжелым вздохом, который мог бы издать уставший Фьору Лалли, великое морское чудище. Уклонившись от удара, он неудачно выбрал позицию. И когда сверхчеловек вновь замахнулся, у него не было времени, чтобы сместить ногу для лучшего удара секирой. Вместо этого он изо всей силы нанес удар обухом. Удар пробил броню на плече сверхсиловика и повредил пару конечностей, шансы уравнялись. Восстановив равновесие, Фултаг повернул секиру и ударом сверху вниз отсек одну руку сверхсиловика в локте, а вторую в запястье. Отрубленные конечности, которые все еще сжимали охваченную энергетическим полем булаву, упали на палубу. Из разорванных гидравлических трубок в механических культях хлынула фиолетовая псевдокровь. Сверхсиловик, казалось, был ошеломлен, словно неуверенный в том, что нужно делать дальше. «Да падай уже!» прорычал Фултаг и пнул врага, будто дверь. К тому времени несколько бойцов его отряда оттеснили врагов вверх по пандусу, к ведущему в зал проходу. Там началась яростная сеча. Фултаг перепрыгнул через поручень пандуса и помчался по парапету, который огибал наружную поверхность купола. Добравшись до окна, он выбил его секирой и заскочил внутрь. Управляющие консолями изящники начали отсоединяться и разбегаться во все стороны, когда их засыпало дождем осколков. Фултаг в полете ударил одного из них ногой и развалил на две части. На него бросился сверхсиловик, но воин сумел рукоятью секиры отразить удар молота. Фултаг ловко взял свое оружие в обе руки и мощным ударом всадил секиру в грудь воину тишины так, что лезвие пробило правое плечо. Секира крепко застряла в теле, существо не умирало, оно кинулось на волка. Фултаг обнажил свой длинный нож, которым он обрезал не одну нить, и благодаря которому получил свое имя и бросился на врага. Он завалил существо на одну из консолей. Под их весом та частично вылезла из своего гнезда в палубе, вырвав проложенные под полом кабели. Сверхсиловик потянулся к горлу воина, но Фултаг вонзил нож прямо ему в лицо. Существо умерло и обмякло прямо под Фултагом, и из-за свисающих с консоли головы рук и ног он походил на жертву на алтарной плите. Прежде чем Фултаг успел слезть со своей добычи. Сзади на него набросился еще один сверхсиловик. Он ударил Астартес из-за спины ускорительным молотом. Удар пробил доспехи Фултага и сломал левое бедро. Волк с рычанием развернулся. Его золотые глаза с черными точечками зрачков горели от ярости. Сверхчеловеческая биология Астартес уже блокировала боль. Отделила от кровотока разорванные сосуды и ввела адреналин, чтобы помочь Фултагу устоять на наполовину оторванной ноге. Сверхсиловик был одним из четырех руких монстров с двумя головами. Его туловище и плечи были шире даже десантного отсека лендспидера Тайфун. В верхних конечностях чудовище подобно скипетру сжимало ударный молот. Фултаг увернулся от следующего удара, раздавившего сломанную консоль вместе с уже убитым сверхсиловиком. Но когда монстр поднимал оружие, то зацепил волка за правый наплесник и того отбросило на другой ряд консолей. Оскалив клыки, Фултаг зарычал. С его губ слетали капельки крови. Волк был ранен, но это делало его лишь еще более смертоносным. Воин бросился на сверхсиловика и схватил за верхние конечности, чтобы блокировать новые удары. Воин тишины пошатнулся под весом волка. Он не мог вывернуться из его хватки. Чудовище вцепилось волка нижней парой рук, пытаясь разорвать его объятия. Оно изо всех сил давило на разбитые доспехи, превращая в фарш раненое бедро и сумело вырвать из фултага мучительный вой. Волк боднул левую голову врага и разбил тому голографическую маску. Его настоящее лицо представляло собой освежеванный череп, опутанный проводами пластиковых схем. На воина уставились лишенные век глазные яблоки. Один из них от удара сразу налился фиолетовой псевдокровью. Из горла фултага вырывался резонирующий рык, и он вновь ударил врага головой. Когда сверхсиловик отшатнулся, волк выхватил ускорительный молот из его верхних рук, но не смог удержать скользкую, покрытую псевдокровью рукоять. Тогда воин выдернул имплант левой головы сверхсиловика. Он выдрал его из плечевого гнезда, череп, позвонки и спинной мозг. Все это вылезло в фонтане брызг, словно плацента. Фултаг сплюнул. Воин схватил вырванные внутренности за конец позвоночника и замахнулся им будто пращий. Раз за разом он бил сверхсиловика своим орудием, точно ядром на цепи, не останавливаясь до тех пор, пока не вколотил вторую голову в плечи. Воины Тра одобрили это. После этого фултага окружили другие воины, и единственным оружием, до которого он мог дотянуться, был ускорительный молот. Решение это оказалось для него роковым. Когда силовиков ранее атаковали их собственным оружием, тишина адаптировалась к новым условиям. Когда фултаг попытался использовать молот, из рукояти вырвался мощный огненный заряд, который изжарил воина на месте. Стоявшие вокруг него воины мрачно кивали. Уловка, ловушка, вражеский обман. Война полна опасностей. Любой из них на месте фултага поступил бы так же. Он погиб с честью, удерживая сверхсиловиков достаточно долго, чтобы воины Тра захватили центр. За погибших взялись волчьи жрецы. Хавсер видел некоторых из этих темных фигур в полу кухне, полу гостинице, полуморге в день пробуждения. Жрец, который служил Тра, носил имя Найот плетущей нити. Больше всего Тра беспокоила смерть фултага. Все его органические части были обожжены или превращены в пепел. Как сказали Хавсеру, Найоту плетущему нити взять из него было нечего. Хавсер не догадывался, что это могло значить. Корабль приблизился, как только Тра сообщили о взятии ремонтного дока. Все они ощутили, как под разрушительными ударами мощных батарей содрогнулась вся мегаструктура. Залпы уничтожили резервные доки и суда обеспечения. Разрушили работоспособность всей станции. Палуба дрожала. Казалось, кто-то не в попад бьет в огромный гонг. Мрачные мертвенные звуки разносились, словно в дворце из разносящего эхо мрамора. Воздух начал пахнуть совсем иначе. Он стал сухим, будто в нем смешались пепел или сажа. Хавсеру стало страшно, страшнее даже, чем тогда, когда находился в гуще рукопашной схватки рядом с Тра. Он представлял себе калькулюс бомбарди в монашеских капюшонах, рядами стоящих в золотых гнездах вокруг артиллерийского центра. Они быстрым речитативом напевали сложнейшие алгоритмы в запрограммированные пульты управления орудийными батареями. Ошибки случались, достаточно лишь одного крошечного упущения, возможно лишние цифры, чтобы мегаваттный лазер, либо ускорительный луч ударил на пару метров левее или правее. И это при дальнобойности в 60 тысяч километров. Док взорвется, как бумажный фонарик, раздувшийся от горючего газа. Хавсер понял, в чем разница. Он не сомневался в способности воинов Тра защитить его от самого грозного сверхсиловика. Он боялся только тех вещей, которые они не могли контролировать. Начиналась следующая фаза войны. Поступило сообщение, что экспедиционный флот начал атаку на главный мир тишины. Воины Тра направились на полярные платформы ремонтного дока, чтобы взглянуть на это действие. Посадочные платформы открыли, чтобы армейские корабли с механикумами и обслуживающим персоналом смогли попасть в док. Хавсер присоединился к волкам, которые глядели вниз сквозь переплетающиеся балки и швартующиеся пустотные челноки. Огромные люки и грузовые ворота были распахнуты настежь, словно расправленные крылья мифических рухов. Под всем этим простиралась поверхность планеты, похожей на гигантский апельсин. Из-за вакуума все казалось более четким, поэтому отражаемый солнечный свет своей яркости походил на неон. Воины Тра выбрались на решетки балок и распорок, чтобы лучше рассмотреть начинающуюся операцию. Они не обращали внимания на огромную высоту. Хавсер старался выглядеть как ни в чем не бывало, но боролся с желанием ухватиться за первый попавшийся в поручень или руку. Он бочком залез на стыковочную балку вслед за эской, богобоем и ойе. Другие волки собрались на помостах вокруг них. Приблизительно в трех километрах под ними поле зрения появился, строй гигантских кораблей развертывания и воины стали внимательно наблюдать за ними, иногда указывая на некоторые характерные технические детали. Больше всего Хавсера поразило поведение трех воинов, которые стояли рядом с ним. Они припали к помосту, подобно нетерпеливым хищникам, выслеживающим добычу с вершины утеса. Ое присел на четвереньки, а двое других пригнулись так низко, что казалось, они почти лежали. Словно собаки на солнце, подумал Хавсер, тяжело дышащие, настороженные, готовые в любой момент отреагировать на угрозу. Доспехи, в которые они были закованы, казалось, не давали совершенно никакой защиты. Шквал маленьких, но ослепительных вспышек, пронесшихся на фоне оранжевой полусферы под ногами, обозначил начало орбитальной бомбардировки. Темные узоры немедленно изуродовали воздух тишины. В небо потянулись огромные массы дыма, выбитой ударами пыли. Теперь апельсин мира казался подгнившим. Неторопливые суда развертывания начали выбрасывать десантные капсулы. Позади монолитных транспортников оставались облака то ли семян, то ли мелкого сора. Волки не переставали комментировать происходящее. Ой, несколько презрительно высказался о командующем 40-го экспедиционного флота и его штабе, не способных синхронизировать десантирование с движением терминатора. Как поступил бы он сам, и потерявших таким образом психологическое и тактическое преимущество сумерек. Эско согласился, но добавил, что хотя он бы сам предпочел воевать на ночной стороне планеты, обычным солдатам не нравится вести боевые действия ночью. Скверные глаза, сказал он, словно рассуждая об инвалидах или непримечательных животных, и тут же добавил, ты уж прости, последнюю фразу он бросил через плечо Хавсеру, который, взгромоздившись позади них, изо всех сил цеплялся за балку. За что? удивился Хавсер. Он приносит извинения твоему человеческому глазу, сказал богобой. Возможно, кто-то должен оказать тебе услугу и вынуть и его тоже, усмехнулся Овия. Три волка расхохотались. Хавсер смеялся, показывая, что понял, воины шутят. Волки вернулись к наблюдению за вторжением, конечно, будь я главным, сказал Эска, то просто сбросил бы Агвая на их главное обиталище и вернулся неделю спустя, чтобы забрать его из руин. Три волка вновь засмеялись, оскали в клыки. Они хохотали так громко, что помост, на котором стоял Хавсер, даже слегка задрожал. Раздался крик, все мигом обернулись, чтобы узнать, в чем дело. Медведь и еще один истра по имени Арсир. Наконец выбили расчет силовиков, который ранее испарил Хьяда у входов под уровень. Они вытащили их на открытое место, где собрались тра и перебили, словно в неком ужасном кровавом ритуале. Несмотря на то, что обитатели тишины мало походили на людей, Хавсер старался не смотреть в сторону бойни. Худшую часть ритуала воины переберегли для командира расчета. Стоявшие вокруг них бойцы тра радостно заорали. Расчленение доставило им истинное веселье. Они изгоняют Малефик, сказал Агвай. Хавсер поднял глаза. Он не слышал, как к нему приблизился массивный, покрытый гарью ярл. Что? Они выгоняют его, объяснил Агвай. Все эти мучения лишь для того, чтобы он уже никогда не вернулся сюда. Испытав боль, Малефик не захочет возвращаться, чтобы потревожить нас вновь. Понятно, ответил Хавсер. Надеюсь на это, сказал Агвай. Силовики были мертвы, волки больше не прикасались к их телам. Хавсер смотрел, как медведь подошел к спуску на подуровень и вырубил топором еще один символ оберег. Шестая глава Искрящийся град Мне уже семьдесят пять лет произнес Каспер Хавсер. Из них пятьдесят я отдал проекту. И награда Даумарл лучшее тому доказательство. Вы дадите мне закончить? Хенрик Слюсен кивнул и примирительно поднял обтянутую перчаткой руку. Хавсер тяжело сглотнул. Во рту у него пересохло. Я работал над проектом консерватории пятьдесят лет, продолжил он, создав ее буквально из ничего. Меня вырастил человек, который понимал ценность информации и важность сохранения науки. Мы все верим в это, доктор Хавсер, сказал один из тридцати шести рубрикаторов, полукругом сидевших за партами позади Слюсина. Вопреки пожеланию Слюсина, Хавсер попросил Василия организовать встречу не в кабинете ректора, а в отделанной коричневым деревом аудитории театра и номинандум. Это был психологический прием, ибо Слюсину и его свите придется сидеть на откидных креслах, подобно студентам перед преподавателем. Полагаю, доктор еще не закончил, сказал Василий, стоявший у левого плеча Хавсера. Хотя он старался говорить спокойно, в его голосе безошибочно угадывались резкие нотки. Агент держал руку в кармане пальто, где лежал небольшой флакон с лекарствами на случай, если Хавсер перенервничает. Юноша слишком сильно переживал за него, как мило. «Работа, проделанная консерваторией», продолжил Хавсер, «Работа, проделанная мной, вся она лишь для того, чтобы расширить человеческое понимание космоса. Она заключается не в том, чтобы собрать как можно больший объем информации и запереть ее в недоступном архиве». «Объясните, доктор, как подобное осуществимо?» спросил Слюсин. «Помощник секретаря, объясните, каким образом обычный человек может получить доступ к данным в инфохранилищах администратума», ответил Хавсер. «Для этого существует протокол, подается запрос, для которого потребуется одобрение, утверждение. На положительный ответ могут уйти годы. Причины отказа зачастую не объясняют, и он не подлежит апелляции. информационные ресурсы бесценные информационные ресурсы бросают в тот же котел, что и общие административные данные». Василий. «По прогнозу Кабинета эффективности, количество централизованных информационных материалов Империума будет удваиваться каждые восемь месяцев. Вскоре одно лишь ориентирование в каталоге информационных материалов станет непосильной задачей. Через несколько лет Слюсин не одарил агента даже мимолетным взглядом. «Значит вся проблема в доступности и планировке наших архивов. Я с радостью рассмотрю данную проблему». «Не думаю, что проблема именно в этом, помощник секретаря перебил Хавсер. Это скорее симптомы и отговорки. Ненасильственные способы цензуры и запрета. Тонкие методы контролирования потоков данных и решения, что и кому следует знать. Звучит как обвинение», сухо произнес Слюсин. «Это еще не худшее, что я собираюсь сказать вам сегодня, помощник секретаря», сказал Хавсер. «Так что мужайтесь. Высокий уровень контролирования информации невероятно само по себе. Существующий, так сказать, сговор с целью ограничения свободного распространения общего знания по человеческим мирам не лучше. Но хуже всего последствия такой политики — невежество. Что?» удивился Слюсин. Хавсер поднял глаза на потолок лекционного зала, где среди гипсовых облаков порхали писанные яичной кемперой ангелы. По правде говоря, у него немного кружилась голова. «Невежество», повторил он, «Империум так стремится взять под контроль данные, что просто складирует все подряд, без какого-либо анализа или экспертизы. Мы владеем данными, о которых ничего не знаем. Мы не знаем, что мы знаем. Все это в целях безопасности», сказал один из рубрикаторов. «Это я понимаю», отрезал Хавсер. «Я прошу только о прозрачности. Возможно, стоит создать аналитический форум, который будет рассматривать данные по мере их поступления, оценивать их. Эмантин поставил вас вместо себя полгода назад, помощник секретаря. Полгода прошло с тех пор, как вы начали окутывать консерваторию густым туманом администратума. Наши основы рушатся. Мы более не занимаемся обработкой данных и не задаем вопросы. Полагаю, вы несколько преувеличиваете», произнес Люсин. «Только за эту неделю», сказал Хавсер, взяв из рук Василия инфопланшет. «В обход консерватории прямиком в администратум направлялось 189 археологических и этнологических отчетов. 96 из них спонсировались лично нами». Слюсин промолчал. «Много лет назад», продолжил Хавсер, «так много, что мне и вспомнить страшно. Я задал вопрос одному человеку. Во многом именно благодаря этому вопросу и появилась консерватория. Он состоит из двух частей, и мне интересно, сможете ли вы на них ответить?» «Задавайте», согласился Слюсин. Хавсер уставился на него немигающим взором. «Кому-нибудь известно, почему началась эра раздора? Как могло случиться так, что мы оказались в непроглядном мраке древней ночи?» «Что ты собираешься делать?» спросил Василий. «Закончить собирать вещи», ответил Хавсер. «Помочь не хочешь?» «Ты не можешь уйти». «Могу». «Ты не можешь все бросить». «Уже бросил. Ты был там. Я сказал помощнику секретаря Слюсину, что желаю на время оставить проект. Оплачиваемый отпуск, так, по-моему, это называется. И куда ты отправишься? Возможно, на Калибан, для осмотра великих и жутких бестиариев. В библиотеках Бастиона собирается группа ученых. Привлекательная идея. Или на Марс. Мое приглашение посетить симпозиум Адептус еще в силе. Также довольно интересно». «Ты реагируешь слишком эмоционально», сказал Василий. Сквозь решетчатые ставни, богато обставленных академических апартаментов на самой вершине улья лился мягкий полуденный свет. Хавсеру принадлежало совсем немного вещей, которые он сейчас со злостью кидал в модульный чемодан. Внутри уже покоилась одежда, пара излюбленных инфопланшетов и бумажных книг, а также регицидная доска. «Ответ помощника секретаря был необдуманным», продолжил Василий, «банальным. Он ничего не значит. Это нонсенс, и по зрелым размышлениям Слюсин заберет свои слова назад». «Он сказал, что это не важно», сказал Хавсер. Он перестал складывать вещи и взглянул на агента. В руках Хавсер держал деревянную лошадку, решая, стоит ли класть ее к остальным вещам. Она принадлежала ему, сколько он себя помнил. Слюсин сказал, что это не важно, Василий. Причины эры раздора не имеют значения для нового золотого века. Да я в жизни не слышал большей глупости. Это и в самом деле прозвучало высокомерно, согласился Василий. На лице Хавсера мелькнула едва заметная улыбка. Как всегда в стрессовых ситуациях у него разболелась нога. Он положил коня обратно на полку. Ему он больше не нужен. Я ухожу, сказал Хавсер. Много времени прошло с тех пор, когда я последний раз работал в полевых условиях. Слишком много. Меня уже тошнит от этой мелочности и политических интрижек. Я просто не создан для этого. Мне в жизни не хотелось быть чиновником. Ты понимаешь это, Василий? В жизни. Это противоречит моему естеству. Мне нужно работать в размеченной траншее или библиотеке со скребком, полокнотом или пиктором. Я отлучусь совсем ненадолго, максимум на пару лет. Этого будет достаточно, чтобы упорядочить мысли и обдумать планы на будущее. Василий покачал головой. Знаю, тебя не переубедить, сказал он. Мне знаком этот твой взгляд. Держись подальше от безумца. Хавсер улыбнулся. Ты видишь, ты знаешь, на какие знамения следует обращать внимание. Тебя предупредили. Родной мир тишины неоновый оранжевый шарик в стратегически важных местах был покрыт ледовым щитом. Оказалось, что тишина искусственно увеличила полярные шапки, сделав их похожими на бронированную оболочку. К Агваю пришла просьба об оказании дальнейшей помощи. Мы спускаемся на поверхность, сказал Хавсеру Фит Богобой. Ты с нами, для сказания. Слова прозвучали как вопрос, хотя на самом деле лишь утверждали неизбежное. В замысловатых ангарах ремонтных доков их уже ждали грозовые птицы. Пока воины Тра проверяли оружие и снаряжение, выстраиваясь в очередь на посадку, Хавсер заметил, что некоторые бросают на него взгляды, и с улыбками о чем-то говорят между собой. Что происходит, спросил он Богобоя. Они решают, на какой птице полетишь ты, сказал Богобой, ведь ты упал на Фенрис, как дурная звезда. Никому не хочется находиться в небе рядом с дурной звездой. Могу представить, ответил Хавсер и взглянул на волков. На каком корабле летит медведь, крикнул он. Пару человек указали на искомую машину. Значит, на этом удовлетворенно произнес Хавсер, направляясь к птице. Медведь не позволит мне упасть дважды. Все, кроме медведя, рассмеялись, но в голосах тра слышалось утробное рычание леопардов. Хавсеру пришлось надеть пластиковый респиратор, так как в воздухе присутствовали какие-то смертельные для обычного человека соединения. Астартас же не нуждались в подобных предосторожностях. Многие были даже без шлемов. Кругом открывался потрясающий пейзаж. Слегка подернутое туманной дымкой небо было похоже на полок цвета океанского янтаря, блестящего, как дутое стекло. Все имело желтоватый оттенок, апельсиновый окрас. Это о чем-то напоминало Хавсеру, но ему пришлось основательно покопаться в памяти, дабы вспомнить, что именно. Воспоминание оказалось неожиданно ярким. Осетия. За пару дней до его сорокового дня рождения капитан Василий со смешком позволила ему надеть свой тяжелый шлем. Он удивленно моргнул, смотря на мир сквозь гигантский оранжевый визор. Затем ему послышался марш объединения на клавире, и он попытался начать думать о чем-то другом. Они приземлились посреди бескрайнего ледяного поля. На километры окрест раскинулась подернутая небольшой рябью равнина, которая выглядела как рельефная подкладка, побывавшая под машинным прессом. Но то был лед, рябь на самом деле была замерзшими каплями, пробы которых взяли техники из продвигающихся вперед армейских бригад. Их химический состав совпал с данными орбитального сканирования. Из ледяного поля на равных промежутках в 670 километров, подобно гвоздики в ароматических шариках, поднимались колоссальные башни размером со шпили города Улья, которые напоминали ремонтные доки в космосе. Первое, что сказал Волк рядом с Хавсером было «Здесь не на кого охотиться». Он имел в виду, что лед был стерильно чист. Хавсер также это чувствовал. То было не абсолютно белое безмолвие Асахейма. Перед ними раскинулся искусственный ландшафт. Похоже, башни представляли собой генераторы. Оказавшись перед угрозой полномасштабного планетарного вторжения, аламская тишина при помощи высоких технологий расширила естественные полярные шапки так, чтобы они стали щитами. Их толщина и плотность были таковы, что орбитальная бомбардировка оказалась практически бесполезной. А подо льдом размещались города, в которых тишина готовилась к контратаке. имперская имперская армия избрала целью несколько башен, которые теперь и атаковала всеми силами. На глазах хавсера к одной из них по льду неслось море людей и бронетехники, хлынув на мосты пилона и опорные раскосы. На ледяном поле расцвели огни выстрелов, и наст вокруг основания башни начал таять, из чего можно было заключить, что некоторые части конструкции получили повреждения. Кругом полыхало пламя. В охреное небо тысячами нитей поднимался дым от уничтоженных машин, которые среди массы атакующих казались черными точками на льду. Сражение было столь грандиозным, что он даже не мог охватить целиком весь его масштаб. Оно походило на задний фон картин с неким генералом или воителем с вздетым мечом и ногой на вражеском шлеме. Хавсер всегда считал, что изображенные на них апокалиптические батальные сцены были преувеличены и существовали исключительно ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть важность персоны на заднем плане. Но эта битва была крупнее всех ранее виденных им. Поле боя размером с континент, армия исчислявшаяся миллионами, и она была всего лишь одной из сотен тысяч, которые Империум разослал по пробуждающемуся космосу. В один страшный миг ему открылся противоречивый размах человечества. Огромная фигура, которая дала своему виду право властвовать в галактике, и крошечная фигурка одного из миллионов закутанных в шинели солдат, который падает под ноги идущих в атаку товарищей. Тишина рвала солдат, едва ли не с презрительной легкостью. На переднем крае атаки, казалось, искажался сам воздух, когда орудия решетили и корежили танки, лед и человеческие тела. Похожие на лампы турели на вершине зловещей башни медленно разворачивались и вели по льду лучами смертоносной энергии, походившей на свет маяка. После них в плотных рядах атакующих имперцев оставались дымящиеся вязкие черные прорехи. Сверхтяжелые танки перевели огонь со льда на нижние ярусы башни. Постепенно она начала обваливаться. На расстоянии взрывы казались маленькими, а облака обломков немногим больше подняты с подушки пыли. Но Хавсер понимал, что дело было опять же в масштабе. Башня была необъятной. Обломки разлетались, словно после разрушения жилого блока. Внезапно обрушилась целая секция моста. И в бездну между башней и шельфовым ледником вслед за ней свалились сотни имперских солдат. Крошечные фигурки панически молотили по воздуху руками и ногами. Их голуны и отполированная броня сверкали в лучах солнца. Вместе с ними падали и несколько машин, чьи гусеницы все еще продолжали вращаться. Они штурмовали одни из основных ворот, которые все это время стояли запертыми. Пятью минутами позже обвалилась вторая секция, когда попавшая под обстрел сверхтяжелых танков нижняя турель откололась от башни и подобно оползню свалилась на массивный мост. Сколько тысяч имперцев погибло в этот момент, спросил себя Хавсер. В этой вспышке, в непонятном рокоте. Что я здесь делаю? Пошли, ты, скальд, за мной. Он отвел взгляд от Армагеддона и увидел озаренное пламенем лицо медведя. На его лице не было ни улыбки, ни даже слабого намека на тревогу. Хавсер давно догадался, что это отличительная черта угрюмого волка. Медведь особо угрюм от того, что ему, астартес, приходилось возиться с обычным человеком, не только на глазах уроты, но и всей волка Фенрика. Куда? Медведь раздраженно прищурил глаза. Куда скажу, ответил он, после чего отвернулся и кивнул, указывая Хавсеру путь. Они сошли с присыпанного снегом желтого края ледяной гряды, откуда большая часть тра следила за штурмом. В янтарное небо медленно поднимался столб густой кремовой пыли. Он вздымался из творящегося вокруг башни хаоса, словно массивный грозный ледник. В своей верхней части столб раскинулся на 70 квадратных километров, поэтому направляющимся к башне армейским боевым кораблям и штурмовикам приходилось двигаться сквозь серый полок по приборам. Хавсер поднимался по склону следом за медведем. На темной, едва ли не матово серые доспехи волка падал желтый, похожий на порошок снег. Иногда Хавсер оступался или поскальзывался на подтаявшем или раскрошившемся льду, но к медведю это не относилось. В его широкой размашистой походке ощущалась неослабевающая уверенность. Подкованные железом ботинки всегда ставились в нужное место таким образом, что ему ни разу не пришлось помогать себе руками. Постепенно Хавсер стал отставать. Он заметил на поясе и панцире волка черные кожаные шнурки и рунические обереги. И ему захотелось ухватиться за них, чтобы хоть как-то догнать медведя. Они поднимались извилистым склоном холма мимо отдыхающих волков, нависающих над ними монстров-терминаторов, чьи гигантские начищенные доспехи сияли на солнце, а также команд треллов, которые отлаживали и чинили сочленение брони, пока их повелители бросали нетерпеливые взгляды в сторону сражения. Терминаторы, которые собрались, дабы посмотреть на зарево, своей неподвижности и веющей от них угрозе, походили на бронзовые статуи древних воинов. Вдали от неотмеченной, но тем не менее четко определенной территории Тра раскинулись словно базар, тыловой эшелон и лагеря снабжения контингента армии. Позицию Тра и ближайший армейский пост разделяла двухкилометровая пограничная зона, которая красноречивее всех слов свидетельствовала о нежелании солдат, офицеров и даже посредников имперской армии попадаться на глаза фенрисским волкам. Если бы только они знали, подумал хавсер, на фенрисе нет волков. Не отставай, обернувшись бросил медведь. По крайней мере, теперь его лицо хоть что-то выражало. Раздражение. Ветер ерошил черные, как смоль волосы, отчего его глаза словно тонули в тенях и сверкали демонической злобой. Хавсер уже весь вспотел под нательником и наброшенной на плечи шкурой. Респиратор мешал дышать и к тому же солнце нещадно припекало шею. Иду, иду, ответил он, утерев пот с лица и сделав длинный глоток из встроенной в респиратор питьевой трубки. Хавсеру пришлось на какое-то время остановиться, чтобы хоть немного перевести дух. Ему стало интересно, сможет ли он вывести медведя из себя и что тут будет делать в этом случае. Хавсер надеялся, что он его не ударит. Медведь пристально смотрел на него. Перед атакой на ремонтный док, чтобы надеть шлем Марк 4, он заплел угольно-черные волосы у лба и висков в косички. Одна из них расплелась, и волосы постоянно лезли ему в глаза. Дожидаясь Хавсера, медведь принялся переплетать ее заново. Хавсер сделал еще глоток, размял шею и поспешил к медведю. Через некоторое время они вошли в армейский лагерь. Он появился всего пару часов назад, но уже разросся до размеров крупного колониального города. Туда-сюда сновали трансатмосферные лихтеры Арвус и Авес в дымке ледяной крупы, приземляясь на дальнем краю лагеря. На солнце крупа блестела и искрилась небольшими радугами. Лагерь, лоскутное одеяние и сборных палаток и климат-модулей в перемешку с различными поддонами, контейнерами, ящиками с боеприпасами и транспортом бежевых, золотых, бурых и серых цветов казался Хавсеру скоплением плесени или лишая, разросшегося на девственной поверхности ледяного поля. Позже волки также одобрили это сравнение. Они беспрепятственно вошли на территорию полевого лагеря. На его границах располагались посты саваренских харьеров в киверах и с жезлами с золотыми нашивками, а также элитных сил убойного дивизиона Г-9К в широкополах маск-халатах поверх полумеховых боевых костюмов. Никто не осмеливался преградить им путь. Стоило волку с плетущимся позади него человеком приблизиться к солдатам, как у тех сразу нашлись куда более важные дела, которыми следовало срочно заняться. Толпящиеся на улицах палаточного городка военные, едва завидев их, уступали дорогу. Лагерь походил на настоящий базар, суетливый рынок, за исключением того, что вместо торговцев здесь были солдаты, а вместо товаров боеприпасы и снаряжения. Куда мы идем? спросил Хавсер. Медведь не ответил. Эй! крикнул Хавсер, и догнав Астартес, схватил его за толстый и помятый край наруча. Херамид казался обжигающе холодным. Медведь остановился и медленно обернулся. Взглянул на Хавсера, а затем на посмевшую прикоснуться к нему руку. Мне не стоило этого делать, верно? спросил Хавсер, опасливо убрав руку. Почему ты меня недолюбливаешь? Мое мнение и так ничего не значит, ответил Медведь. Но я не думаю, что тебе следует здесь находиться. Здесь? Со стаей! Медведь вновь остановился и бросил на него взгляд через плечо. Почему ты пришел на Фенрис? спросил он. Хороший вопрос, произнес Хавсер. И каков будет ответ? Хавсер лишь пожал плечами. Медведь обернулся и пошел дальше. Ярл хочет тебе кое-что показать. В центре военного лагеря, который казался Хавсеру карнавалом, возвели огромный командный шатер. Для защиты от яркого света ледяной пустоши над головами развесили ткани, а для отражения снарядов возвели армированные стены. Неподалеку команда от полированных серебристых сервиторов устанавливала портативный генератор пустотного щита, который уже к вечеру накроет главный участок лагеря шипящим голубым зонтиком. Палатки стены каким-то образом искажали грохот боя с той стороны гряды, заставляя казаться его громче и назойливее, чем на склоне, где собрались волки. Под центральным навесом находилась толпа из 200 человек. Все они стояли вокруг переносного стола стратегиума, на котором светились гололитические дисплеи. Компания целиком, состоявшая из офицеров имперской армии, раступилась, чтобы пропустить Хавсера и сопровождающего его исполинского астартес. Когда он поднялся на самовыравнивающийся помост, у него заложило уши и в лицо повеяло холодом. Он оказался в пузыре с искусственным климатом. Хавсер тут же стянул с себя респиратор, оставив его болтаться на шее и глубоко вздохнул свежий воздух с примесью запаха пота разгоряченных, напряженных и уставших людей. В центре толпы возле стола стратегиума стоял Агвай. Рядом с ним не было ни одного воина тра. Он стоял без шлема и большей части брони на руках, плечах и груди. Доспехи укрывали его тело лишь до живота, а сверху на нем была прорезиненная черная термоустойчивая безрукавка с торчащими трубками, походившими на омертвелые капилляры. Вкупе с большими руками и длинными черными волосами с пробором посередине он походил на силача в окружении толпы на деревенской ярмарке. В детстве Хавсер не раз видел подобных людей. Иногда ректор Уве водил своих подопечных на праздники в рабочие лагеря Ура, в которых на фоне медленно растущего монолитного города мечты рабочие отмечали дни Катернаса, Радмастида и Божественного Зодчего, а также ритуалы лож-каменщиков. Как правило, они и служили главной причиной проведения памятных ярмарок и праздниц. Нередко при этом самые рослые рабочие обнажались до пояса и предлагали сразиться с ними всем желающим за пиво, деньги или на потеху публики. Подобные люди возвышались над зеваками на целую голову. Вот только здесь вместо обычных прохожих были солдаты имперской армии, многие из которых и сами были довольно крупными и внушительными людьми. Агвай среди них походил на настоящее жилистое чудовище. Из-за необычайно белой кожи он казался будто высеченным изо льда и нечувствительным к жире, от которой из остальных мужчин давно сошло семь потов. Из-за огромного серебряного пирсинга на нижней губе он выглядел так, словно насмехался над присутствующими. Почему он снял доспехи, подумал Хавсер? Он выглядит непринужденным. Зачем я ему понадобился? Медведь вместе с Хавсером остановился на краю круга наблюдателей. Агвай заметил их. Он как раз разговаривал с тремя офицерами, опираясь на стол и подавшись вперед. Хотя подобная поза и была обычной, в данной ситуации она выглядела несколько подозрительно. Офицеры явно чувствовали себя не в своей тарелке. Один из них фельдмаршал Аутримаров послушно держал в руках устройство с голографическим изображением своего мастера Хигива, словно официант, несущий блюдо с головой Грокса. Рядом с ним стоял рослый, испыльчивый, строевой инструктор убойного дивизиона Г-9К, в шинели и шлемофоне танкового водителя. Третий же был веснущитым, белокурым мужчиной в идеально чистой, строгой форме ягдпанцирных полков. Хавсеру казалось странным, что Агвай говорит на низком готике. Странно, что он способен на это. Что вообще может издавать человеческие звуки? Мы в пустую теряем время, говорил он. Штурм продвигается недостаточно быстро. Аутримарский хедив на гололитическом изображении гневно воскликнул, но звук при этом был искажен цифровой передачей. Это явное и неприкрытое оскорбление творцов планетарной атаки, объявило изображение. Вы переходите границы, ярл. Нисколько, довольно парировал Агвай. Но вы ведь только что критиковали ответственных за штурм людей, произнес ягдпанцирный офицер куда более примирительным тоном, нежели хедив. Как-никак именно он сейчас стоял рядом с Агваем. Так и было, согласился ярл. Для вас это недостаточно быстро, спросил командир Г-9К, указав на дисплей. Да, ответил Агвай. У вас все будет в порядке лишь до тех пор, пока идет массированное десантирование. Полагаю, его планировал кто-то из вас. Командующий экспедиции доверил честь составить план вторжения мне, гордо сказал Хедив. Агвай кивнул и посмотрел на ягд панцирного офицера. Можешь ли ты убить человека из винтовки, спросил он. Конечно, ответил солдат. Можешь ли ты убить человека лопатой, вновь спросил Ярл. Офицер нахмурился. Да, сказал он. Агвай перевел взгляд на инструктора Г-9К. Ты сможешь вырыть яму лопатой? Конечно, уверенно ответил тот. А сможешь вырыть яму винтовкой? Солдат не ответил. Для определенной работы нужны определенные инструменты, пояснил Агвай. У вас есть большая, хорошо обеспеченная армия и мир, который потребуется захватить. Но если вы бросите одно на другое, то еще далеко не факт, что в итоге получите желаемое. Агвай взглянул на медведя. Ты ведь не будешь охотиться на урдар Катура с ситирой, а медведь? Хьольда нет, прорычал Астартес. Чтобы пробить мех, понадобится рогатина. Агвай посмотрел на армейских командиров. Для каждой работы необходим свой инструмент, понимаете? И этот инструмент вы, осведомился Хедив. Ягдпанцирный офицер ойгнул и отодвинулся от фельдмаршала. Не нагнетайте обстановку, сказал Агвай голограмми. Я пытаюсь помочь вам сохранить лицо. Если ситуация не улучшится, командующий флота именно из вас сделает козла отпущение. Мы будем искренне благодарны мудрому совету Астартес, внезапно отозвался фельдмаршал, прикрыв рукой гололитический планшет, так, чтобы его повелитель не сболтнул ничего лишнего. Именно поэтому мы попросили вас прийти сюда, сказал солдат Г-9К. Агвай кивнул. Все мы служим великому императору Терры, не так ли? спросил он, обнажив зубы в мимолетной улыбке. Мы сражаемся на одной стороне с единой целью. Он создал волков Фенриса, чтобы сокрушать врагов, которые остальным не по силам. Вам не нужно просить нас дважды и еще с такой учтивостью. Агвай взглянул на мерцающее лицо Хигива. Но немного уважения никогда не бывает лишним, добавил он. Скажу как есть, если вы хотите, чтобы мы сделали это, то не стойте у нас на пути. Пошлите уведомление командующему экспедиционным флотом, что до окончания войны контроль над этим театром боевых действий переходит в руки Астартес. Я не начну действовать, пока он не согласится. Почему он хочет, чтобы я увидел это, задумался Хафсер. Он хочет впечатлить меня. В этом все дело. Агвай хотел, чтобы я увидел, как он открыто насмехается над старшими офицерами крестового похода, и при том обнаженный до пояса, словно без лишних усилий. Офицеры начали понемногу расходиться. Агвай подошел к медведю и Хафсеру. Ты понял, спросил он на Ювике. Понял, что, сказал Хафсер. Зачем я привел тебя сюда, отрезал медведь. То, что тебя все боятся, осмелился высказаться Хафсер. Агвай ухмыльнулся. Это тоже, но также и то, что я подчиняюсь законам войны. Мы подчиняемся законам войны. Волка Фенрика подчиняются негласным правилам. Почему так важно, чтобы я понял это? У шестого легиона Астартес есть определенная репутация, произнес медведь. У каждого легиона Астартес своя репутация, ответил Хафсер. Но не такая, как у нас, сказала Агвай. Мы славимся своей свирепостью. Нас считают первобытными и недисциплинированными. Даже братские легионы полагают, что мы дикие и звероподобные. А это не так? спросил Хафсер. Только при необходимости, произнес Агвай. Будь мы такими постоянно, то давно уже бы сгинули. Ярл наклонился к Хафсеру, словно отец к ребенку. Чтобы быть столь опасным, нужно обладать огромным самоконтролем, сказал он. Хафсер попросил разрешения задержаться в лагере еще на пару часов, пока не пришло время отлета. Агвай к тому времени уже ушел. Медведь вручил Хафсеру небольшой жезл маяк и приказал тут же возвращаться к месту высадки, когда тот даст сигнал. Много времени утекло с тех пор, когда Хафсер в последний раз находился среди обычных людей, словно это было в прошлой жизни, после которой он переродился в нечто совершенно иное. Большую часть последнего года он провел в клыке вместе со стаей, приспосабливаясь, изучая их традиции, истории и способ жизни в мрачных склепах Эрка. Все это время он был лишен трех вещей. Первое. Волчий король. Хафсер даже не знал, находился ли шестой примарх на Фенрисе. Вряд ли. Скорее всего, он был в Вышнем, где во имя императора вел в бой свои роты. Хафсер уже свык со мыслью, что Скарсин или Агвай будут самыми старшими по званию волками, с которыми ему позволено видеться. Вторая была какой-то тайны, касающейся самого Хафсера. Сложно сказать, откуда он знал об этом. Просто предчувствие, чутье. Волки не раз описывали ему яркие мгновения боя, сжимающие внутренности примитивный инстинкт в долю секунды, отделяющий жизнь от смерти. Они гордились такой способностью. Хафсер радовался тому, что жизнь среди них также подарила ему нечто подобное. Значит, к этому чувству следовало прислушиваться. Астартес и Трелло наверняка что-то от него скрывали. Они прекрасно умели хранить тайны. Хафсер не замечал явных признаков, вроде внезапно обрывающихся при его приближении разговоров, или замирающих на полусловии предложений, когда рассказчик хорошенько думал, прежде чем сказать что-либо. Третьим же было человеческое общество. Под конец первого года его пребывания в Этти и с продолжительной Второй Кобальдовой войны вернулась рота Дек, и рота Тра вновь вернулась к активным боевым действиям, с приказом следовать за сороковым экспедиционным флотом в Гагмагогское скопление. У Хафсера, который стал скальдом, не оставалось иного выбора, кроме как следовать за ними. Он теперь был частью их свиты, частью сил обеспечения роты, наряду с треллами, оружейниками, пилотами, сервиторами, музыкантами, фуражирами и мясниками. Рота отправилась в путь на Нитхёге, одном из мрачных, лишенных удобств в космическом корабле, которые служили шестому легиону и вошли в имматериум в сопровождении флотилии поддержки. Через девять недель волки Фенриса оказались в Гогмагогском скоплении и вышли на связь с сороковым экспедиционным флотом, который к тому времени уже пытался прорваться на территорию, контролируемую Аламской тишиной. Что ты такое? Хавсер оторвал взгляд от стола стратегиума. Возле него стоял строевой инструктор убойного дивизиона Г-9К, с которым ранее говорил Агвай, у тебя есть разрешение здесь находиться? спросил человек, явно будучи довольным уходу Астартес. Ты сам знаешь, что есть, ответил Хавсер с уверенностью, которая удивила даже его самого. Судя по виду солдата, ему не терпелось поругаться с ним, но Хавсер собрал назад волосы, сильно отросшие за проведенный в эти год, и показал золотой глаз с черной точечкой зрачка. Я, избранный шестым легионом Астартес-наблюдатель, заявил Хавсер. Строевой инструктор взглянул на него с нескрываемым отвращением. Но ведь ты человек, в общем и целом, как ты можешь жить с этими животными? Для начала, я слежу за языком, как тебя зовут? Павел Корин, строевой инструктор первого класса. У меня сложилось впечатление, будто здесь мало кому нравится союз с волками. Корин неуверенно взглянул на Хавсера. Что ж, я все же прислушаюсь к твоему совету и послежу за языком, сказал он. Я бы не хотел, чтобы они увидели меня через твой глаз и решили, что мне следует преподать урок покорности. Он не действует подобным образом, улыбнулся Хавсер. Я могу быть осмотрительным и аккуратным, мне просто интересно, что ты думаешь на этот счет. Значит, ты кто-то вроде кого? Хрониста? Летописца? Нечто вроде этого, ответил Хавсер. Я слагаю сказания. Корин вздохнул. Он был плотным мужчиной с прусскими чертами лица и повадками настоящего кадрового офицера. У Г-9К была грозная слава штурмовых войск. В нем до сих пор сохранилась архаическая зарплата, основывающаяся на личных потребностях и модель продвижения по службе, которая, по слухам, уходила корнями в древние традиции наемных армий. То, что Корин достиг звания строевого инструктора первого класса, свидетельствовало о том, что на своем веку он участвовал не в одном сражении. «Что это значит?» спросил Хавсер. Корин пожал плечами. «Я многое повидал на своем веку», сказал он. «Да-да, сейчас пойдут старые солдатские байки. Тридцать семь лет по неотносительному календарю. Именно столько я провел в крестовом походе. Тридцать семь лет, восемь компаний. Поверь, уж я-то знаю, что такое настоящее дерьмо. Я четыре раза видел, как сражаются Астартес, и каждый раз мне было страшно. Астартес и должны вселять страх, иначе они не были бы столь эффективны». Казалось, эти слова не убедили Корина. «Да нет, я говорю про другое», ответил он. «По-моему, если человек хочет построить великий империум, то должен сделать это собственными силами, а не создавать чертовых суперменов». Мне уже приходилось слышать подобное. «Конечно, в этом есть доля правды, но без Астартес мы бы не смогли даже терру объединить». «Да-да, а что нам делать, когда война будет закончена?» спросил Корин. «Что мы будем делать со всемогущими космическими десантниками, когда закончится крестовый поход? Что делать с оружием, когда закончится война?» «Возможно, война будет длиться вечно», ответил Хавсер. Корин безрадостно скривил тонкие губы. «В этом случае мы воюем зря», произнес он. На кисти Корина пикнул коммуникатор, встроенный в резиновый напульсник, и он взглянул на дисплей. «Поступил приказ о возможной полной эвакуации в течение шести часов», сказал Корин. «Нужно взглянуть, что там происходит. Если хочешь, можешь пройтись вместе со мной». Они вышли наружу под нещадный солнечный свет. Хавсер прошел пузырь искусственной атмосферы и вновь одел респиратор. В лагере вовсю кипела деятельность. Над ледяными пустошами в радужных клубах пара кружили дожидающиеся посадки лихтеры. Самые далекие из них были практически неразличимы в прозрачной дымке зноя. «Значит, вы недолюбливаете Астартес строевой инструктор», уточнил Хавсер, когда они оказались на улице. «Вовсе нет. Необычные существа. Как я уже говорил, я четыре раза видел, как они сражаются». Они вошли под огромный климат-тент, командный пост строевого инструктора. Десятки офицеров и техников Г-9К уже начали готовиться к демонтажу оборудования. Корин прошел к своему столу и принялся копаться в личных вещах. «Гвардия смерти, это раз», произнес он и поднял первый палец. Смертельная эффективность при столь небольшой численности. «Кровавые ангелы», Корин поднял второй палец. Завязалась жаркая перестрелка на заводе по производству казеина на одной из лун фрэмиума. Они прибыли словно ангелы, действительно. Они спасли нас. Казалось, будто они пришли спасти наши души. Корин бросил взгляд на Хавсера и поднял третий палец. «Белые шрамы, полгода плечом к плечу на равнинах Х-173, искореняя местные ксеноформы, абсолютная концентрация, самоотверженность и безжалостность. Положа руку на сердце, я бы сказал, что они не только верят в конечную цель крестового похода, но и к тому же великие воины». «Ты упомянул, что сражался вместе с ними четырежды», напомнил Хавсер. «Действительно», сказал Корин и поднял четвертый палец, словно признавая свое поражение. «Космические волки, два года назад по неотносительному календарю, они звали себя Ротайдек и помогли нашим войскам в передряге в Кобольском космосе. Мы слышали о них истории». «Какие истории?» «Что космические десантники бывают разные. Есть сверхлюди, а есть чудовища. Что при создании идеального Астартес император, направляющий нас, зашел слишком далеко и создал существ, которых создавать не стоило. Существ, которых сразу следовало утопить, как котят. Дикие существа? Худшие из них космические волки», ответил Корин. «Они животные. Великая терра. Существа, которые сражались вместе с нами, были настоящими животными. Когда ты начинаешь жалеть врага, то понимаешь, что тебе достались не те союзники. Они резали без разбору, уничтожали все подряд. Но что хуже всего, они наслаждались этим апокалипсисом. В них не было ничего вдохновляющего и достойного уважения. После них у нас осталось горькое послевкусие. Словно позвав их на помощь, мы каким-то образом опозорили себя. Корин на секунду замолчал и отдал несколько распоряжений своим людям. Все они были исполнительны, хорошо обучены и внимательны. Хафсер понимал, что Корин из тех офицеров, которые требовали от своих бойцов абсолютной дисциплины, дабы войско действовало подобно отлаженному механизму. Корину подошел грузный солдат второго класса с эспаньолкой и вручил ему инфопланшет, бросив при этом на Хафсера враждебный взгляд. Корин вернул устройство обратно офицеру. Полная эвакуация с планеты, произнес он. Корин казался сломленным. Все силы, нам приказано очистить территорию и оставить волков одних, вот дерьмо, штурм стоил нам тысяч бойцов, а мы лишь слегка повредили укрепление. Это лучше, чем еще тысячи смертей. Корин открыл весь мешок и достал из него помятую металлическую флягу. Немного жидкости он налил в крышечку и передал ее Хафсеру, а сам отхлебнул из фляги. Когда мы поняли, что против тишины нам могут помочь лишь волки, то едва не отказались от их предложения. Я услышал это от одного старшего офицера прикомандующим флота. Нам совершенно не хотелось вновь действовать совместно с волками. Вы бы скорее согласились на поражение. Все дело в том, чем это окончится и в том, почему вы здесь, ответил Корин. «Подумай, для чего существуют волки? Почему император создал их именно такими? Зачем ему нужно было создавать что-то столь нечеловеческое? У тебя есть ответы на эти вопросы, Корин?» спросил Хавсер. «Или император не столь идеальный зодчий новой эры, как все считают? Или же он предвидел опасности, о которых мы пока и понятия не имеем? И какой вариант ты бы предпочел?» «Оба открывают не очень радужные перспективы будущего», признался Корин. «А каково твое мнение, ведь ты водишь с ними дружбу?» «Даже не знаю», ответил Хавсер. Он одним махом осушил крышечку, и Корин опять наполнил ее. Напиток был крепким, чем-то вроде амасика или шнапса. На щеках Корина уже зарделся румянец, хотя Хавсер не чувствовал ничего, кроме слабого жжения в горле. Жизнь на Фенрисе определенно закалила его. «Существа, против которых мы сражались в космическом пространстве Кобальда», тихо начал Корин, «они были смертоносными и гордыми, их едва ли заботили человеческие дела, и при желании они смогли бы остановить нас. Эти существа обитали на гигантских кораблях, походивших на настоящие города. Я даже видел один из них. Из-за блеска кое-кто прозвал его искрящимся градом, словно он был создан из стекла. Позже выяснилось, что на их языке он назывался Туэльса, а сама конструкция искусственный мир. К сожалению, мы так и не поняли, почему они сражались с нами, или что пытались защитить. Скорее всего, они хотели нас задержать, дабы что-то сберечь, то, что наверняка стоило оборонять, даже ценой собственных жизней. Наследие, историю, культуру, и все это они утратили. Корин заглянул во флягу, будто на ее дне могла скрываться некая истина. Хавсер подозревал, что он искал ее там уже довольно долго. В конце они молили нас о пощаде, тяжело продолжил Корин. Волки продвигались все дальше, город-корабль разваливался на части, и те осознали, что это конец. Мы так и не поняли, что они хотели поведать нам или как именно сдаться. По-моему, они бы без раздумий отдали свои жизни, лишь бы искрящийся град уцелел. Но было слишком поздно, волки уже добыли свою добычу, их было невозможно отозвать. Волки уничтожили все. От искусственного мира не осталось камня на камне. Они не сохранили ничего, что можно было бы забрать в качестве трофея. Волки уничтожили все. Жезл маяк Хавсера тихо пискнул. Хавсер отложил крышечку и кивнул строевому инструктору. Спасибо за выпивку и беседу. Корин пожал плечами. Но по-моему, ты все же несправедлив к волкам, добавил Хавсер. Возможно, их просто никто не в силах постичь. Корин странно усмехнулся. А разве чудовища именно этим и не оправдываются? Спросил он. Хавсер вышел из-под климат-тента Г-9К. Персонал уже разбирал лагерь, готовясь к эвакуации. Он сверился с индикатором направления маяка и собирался уже идти. Когда кто-то за его спиной, громко выругался. Хавсер резко обернулся. Боец второго класса с эспаньелкой и еще несколько человек из Г-9К грузили противоударные ящики в грузовик. «Ты это мне?» спросил Хавсер. Боец с эспаньелкой одарил его злобным взглядом, а затем поставил свой ящик и подошел к Хавсеру. Остальные также прекратили работать и просто наблюдали. «Да, тебе кусок собачьего дерьма», прошипел он. «Что?» «Возвращайся к своим тварям, они ведь даже не люди». Хавсер отвернулся. Крупный, злобного вида солдат был определенно чем-то раздосадован. Хавсер большую часть жизни старался избегать подобных людей. Боец с Эспаньолкой схватил Хавсера за руку. Его хватка оказалась до боли крепкой. «Слушай сюда», прорычал он, «за один день погибло 1700 солдат убойного дивизиона, а эти тупые животные теперь говорят нам проваливать отсюда. 1700 жизней к чертям собачьим». «Ты очень расстроен», примирительно сказал Хавсер. Бой выдался тяжелым, и я искренне сочувствую. «Да пошел ты!» остальные солдаты уже стояли вокруг них плотным кольцом. «Отпусти руку», произнес Хавсер. «Или что?» спросил боец с Эспаньолкой. «Беги!» крикнул Мурза. Как правило, он не ошибался в подобных случаях. Не сказать, что Мурза был трусом, просто он мыслил рационально. «Как ни крути их обоих едва ли можно было назвать бойцами. Они были учеными, полевыми археологами, обычными людьми с обычными потребностями. Никто из них не проходил военную подготовку и не оканчивал курсы по самозащите. Из оружия у них была лишь собственная храбрость, да, аккредитационные документы, в которых были указаны их имена, то, что им недавно исполнилось по 30 лет, а также, что они были консерваторами, работавшими в лютеции по поручению объединительного совета. И все это едва ли могло им сейчас помочь. Им нельзя позволить уйти с этими, начал Хавсер. «Просто беги, идиот!» заорал в ответ Мурза. Остальные члены группы уже давно бросились на утек. Их ботинки гремели по вымощенному плиткой темному переулку, когда они разбегались по перенаселенным улочкам бедняцкого квартала лютеции, который раскинулся вокруг древнего собора. Само здание собора походило на огромный труп. Он перестал быть местом поклонения 3000 лет назад, во время 19-й войны за Уропанское наследство, после чего строение использовалось в самых разных целях. Три столетия в качестве здания парламента, мавзолеем, ледяным карьером, богадельней, а когда обрушились остатки крыши рынком. Последние 800 лет он был просто островом, облаченным в камень воспоминанием, протягивающим в пасмурное небо проржавелые балки. Историй о его прошлом ходило столько же, сколько стояли эти балки, если не дольше. Когда два дня назад Мурза проводил инструктаж группы, он не скрывал радости в голосе. Даже в наиболее древних записях здание упоминалось как место поклонения. Собор стоял на фундаменте из остатков других построек с таким же названием. Да и именовался он так, скорее всего, лишь из-за наследия своей кладки. Глубоко под фундаментом располагались подвалы, катакомбы прежних строений, колодцы, погребенные под тяжестью более новых зданий. Поговаривали, что если идти по ним сквозь тьму, то можно было достичь центра земли и подземелий старой Франкии. Один из контактов Мурзы, а у него, как обычно, имелась сеть хорошо оплачиваемых информаторов, которые следили за перемещениями артефактов и реликвий по всему городскому узлу Литеция, сообщил ему, что банда рабочих, разбирая старую кладку, обнаружила дренажный колодец. Несколько серебряных амулетов и кольца, найденные там, убедили контакт в том, что к месту стоит присмотреться внимательнее, а также, что консерваторы не поскупятся на вознаграждение банди, которая нашла столь бесценное сокровище. Хавсера с самого начала терзали некоторые сомнения. Все рабочие были довольно рослыми и покрытыми грязью от долгого пребывания на улице. Также на них были следы радиационной мутации, обычное явление в бедняцких кварталах. Как только Хавсер увидел их, то мгновенно насторожился, как когда-то в общине ректора Уве при встрече со старшими и большими мальчиками. Он не был бойцом. При угрозе насилия ноги сразу отказывались ему повиноваться. Трущобы являли собой настоящий рукотворный хаос. От некогда тщательно спроектированного города не осталось и следа. Улицы стали темными и забитыми мусором под улицами, подземными переходами, проулками и тупиками. Ни одна из них более не носила название и не была отмечена на картах. Дети игрались среди куч мусора. Из окружающих высоток эхом доносился плащ младенцев и ругань взрослых. Между зданиями были натянуты бельевые веревки, словно лианы выцветших искусственных джунглей. Внизу царила мрачная и удушливая атмосфера. Рабочие завели их в переулки. Хавсеру казалось, что они идут неверным путем, но когда он сказал об этом Мурзе, тот лишь шикнул на него в ответ. Спустя двадцать минут рабочие остановились и потребовали от Мурзы условленное вознаграждение. При этом главарь банды не забыл упомянуть, что сумма вознаграждения стала теперь куда выше той, что пообещал им Мурза. Хавсер понял, что они крупно влипли. Их просто-напросто заманили в ловушку с целью ограбить, после чего скорее всего и забьют или похитят. Для программы консерватории это будет ощутимый удар. Ей придется раскошелиться на лечение, выкуп или просто на огромные деньги. Возможно, им придется заплатить даже собственными жизнями. Хавсер пришел в ярость. Он чувствовал себя дураком из-за того, что позволил Мурзе втянуть себя в подобную авантюру. «Не время пороть горячку», лихорадочно произнес Мурза. Бандиты уже с руганью шли к ним, вооруженные лопатами и кирками. «Беги!» вновь закричал Мурза. Наконец Хавсер понял, что бегство было единственным выходом в этой ситуации. Но чувство страха затмило гнев, и его ноги словно прилипли к земле. Один из рабочих приближался прямо к нему, потрясая кулаком с покрасневшими костяшками и выплевывая ругань сквозь коричневые зубы. Хавсер попытался сдвинуться с места. Мурза, что из силы, схватил Хавсера под локоть и потащил за собой. «Пошли!» «Да пошли же, Каз!» Наконец он сумел сделать шаг, но рабочий был уже рядом с ними, доставая из кармана нечто вроде пистолета. Потащив Хавсера за собой, Мурза оглянулся и проорал что-то рабочему. Одно единственное слово или звук. Раздалась странная пульсация, а затем хлопок, словно в климатическом пузыре выровнялось давление. Рабочий завопил и, корчась в судорогах, упал навзничь. Они бросились наутек. «Что ты сделал?» закричал Хавсер. «Что? Что ты ему сказал?» Мурза не мог ответить, изо рта у него текла кровь. Пальцы солдата впились в руку, словно крюки. Испугавшись, Хавсер толкнул его. Он просто хотел, чтобы тот отошел в сторону и дал ему пройти. Вместо этого боец пролетел несколько метров и рухнул в кузов грузовика на груду ящиков с прорезиненными краями. Позвоночник и плечи приняли на себя первый удар, а череп раскололся о крышку верхнего ящика. Затем боец перелетел через него и будто мешок с камнями упал на землю. Он свалился прямо в твердый снег, разбив пластиковый респиратор. В это же время другой боец попытался ударить Хавсера в висок. Удар показался ему удивительно показушным, словно солдат хотел играть честно и дать ему шанс уклониться. Хавсер выставил ладонь и поймал его кулак. Его рука слегка дрогнула. Он почувствовал, как ломаются пальцы и трещат костяшки чужие. Третий человек попробовал размажить ему голову гаечным ключом и вновь Хавсеру показалось, что боец делает это чересчур медленно. Красивый удар, которому, несмотря на всю изящность, не суждено попасть в цель. Хавсеру вовсе не хотелось, чтобы его огрели ключом. Он рефлекторно взмахнул рукой, чтобы отбить удар солдата. Боец закричал. Казалось, в его руке внезапно образовался второй сустав. Кожа на месте удара встопорщилась, словно пустой носок. Солдат упал на снег, и ключ бессильно выпал у него из рук. Остальные разбежались кто куда. медведь медведь ждал его у посадочной рампы грозовой птицы. Ты опоздал, прорычал он. Хавсер протянул ему маяк, но ведь пришел. Еще немного, и мы бы улетели без тебя. Не сомневаюсь, ты пахнешь кровью, принюхался медведь. Седьмая глава Длинный клык Решение проблемы тишины у Ярла Агвая было столь же прямым, сколь и эффективным. Получив от командующего экспедиционного флота согласие на передачу контроля над зоной боевых действий, он привлек к работе своих железных жрецов. На вычисление и подготовку у них ушло около двух дней. К тому времени высадившийся ранее контингент сил был эвакуирован с поверхности планеты. На третий день, сочтенный советниками Ярла наилучшим, железные жрецы показали результат своей работы. Серия колоссальных направленных взрывов сорвали ремонтный док с орбиты. Следом за ним, сияя в резких солнечных лучах, вился след из покореженных металлических обломков. Дог пролетел над оранжевой поверхностью мира, будто крошечный близнец планеты, пойманный в силке гравитации. Они танцевали, словно пара вращающихся шаров, как два ярко раскрашенных волчка. Потребовалось восемнадцать полных витков по орбите, чтобы случилась неизбежная катастрофа. К тому времени обломки сформировали вокруг планеты прекрасные коричневые нити, словно тончайшие кольца вокруг газового гиганта. Из-за трения и атмосферного торможения док начал пылать, а его структура разрушаться. При падении он полыхал, словно раскаленный в кузнице слиток металла. Сначала пепельно-красный, затем розовый и под конец слепящий белый от жара. Его плавный величественный спуск с орбиты был томительно медленным. Он упал, словно дурная звезда. Уж кто-кто Ахавсер знал, и это падение было худшим из всех, что ему приходилось видеть. Металлическая глыба рухнула на ледяное поле между двумя громадными башнями, которые выселись приблизительно в 670 километрах друг от друга и простояли здесь должно быть тысячи лет. Сначала была вспышка света, а затем сияние, которое стало стремительно расползаться, подобно солнечным лучам по льду. Сияние сдулось слепящим, расширяющимся во все стороны куполом, испарившим лед и смахнувшим башни, словно деревья во время урагана. Столкновение вызвало вспышку смертельного инфракрасного излучения. Извержение выбросило в атмосферу огромные тучи темной пыли и серной кислоты. Полыхающие обломки, извергнутые при мощнейшем ударе, обрушились на землю, усиливая огненную бурю. Тра собрались на посадочной палубе корабля, чтобы на нескольких огромных экранах, обычно использующихся для инструктажей, посмотреть на смертельный удар. Здесь были также треллы и палубная команда. Некоторые все еще держали инструменты, тряпки или даже оружие, которое они чинили или чистили. Во время неторопливого спуска на палубе царило молчание, которое временами нарушалось нетерпеливым бормотанием или шепотом. Когда же столкновение наконец произошло, волки будто взорвались. Бронированные ботинки загрохотали по палубе в унисон с рукоятями молотов и секир. Мечи застучали о штормовые щиты. Некоторые откинули головы и завыли. Шум стоял оглушительный. Сквозь хавсера словно прошла ударная волна. Вокруг него ревели бронированные гиганты. В их оскаленных ртах сверкали кулыки и плотоядные зубы, меж которых брызгала слюна. Удлиненная, похожая на морду, форма лиц фенрисийцев никогда не была для хавсера более очевидной. Но в действительности он понял это позже. Там на посадочной палубе в пылу момента его будто захлестнуло звериными звуками. Яростное ликование волков разрывало барабанные перепонки. Клинки словно вошли в грудь хавсера когтистыми пальцами. Закутанные в балахоны фенрисские треллы и даже некоторые члены команды также начали выть и кричать, потрясая кулаками. То был воистину варварский и первобытный рев. Когда хавсер понял, что больше не выдержит, он запрокинул голову, закрыл глаза и завыл вместе с остальными. Под конец планету оросил кислотный дождь, а затем начала разрушаться стратосфера, и грозовые птицы направились прямиком в ядовитую пыль, в обесцвеченное дымное море, внутри которого то и дело вспыхивали молнии. Темные корабли с широкими крыльями напомнили хавсеру их тезок, черных, как грозовые облака воронов, которые спускались в сожженное сердце разрушенных древних городов тишины. Когда он сказал об этом волкам, те спросили, что такое вороны, на усмирение у них ушло три недели по корабельному времени. Времени, чтобы узнать кое-что, решил хавсер, и что-то из этого будет о нем. Сказаний становилось все больше. Одни приносили с собой отряды, которые охотились в подземелье. Другие рассказывали воины из резерва, которые они узнавали из уст пересказчиков. Некоторые были героическими сказаниями о сражениях. Иные же казались хавсеру чрезмерно приукрашенными и преувеличенными. Истории меда, так называл их Эско разбитая губа, сказания раздутые смертоносной силой фенрисского топлива. Хотя вряд ли это были истории меда, как объяснил ему Эско. Ни один уважающий себя член стаи и Тра в особенности не опустится до бахвальства. Хвостуны волка Фенрика почитались не лучше червей, а воины судили по его историям, а их истинность определяла его славу. Поле битвы быстро разоблачит хвостуна, испытает силу, храбрость, воинское мастерство. И добавил Эско, это была еще одна причина существования Скальда. Они оценивали истинность, были нейтральными посредниками, которые не позволяли погрешностям, вроде гордости, предвзятостей или меда, влиять на ценность рассказа. Значит, Скальды рассказывают сказания, чтобы вас развлекать, заставлять быть честными и хранить историю, уточнил Хавсер. Эско ухмыльнулся. Да, но в основном, чтобы развлекать. И что же развлекает волка Фенриса, спросил Хавсер, что веселит их больше всего? Эско задумался. Нам нравятся истории о том, что нас пугает, наконец, ответил он. Кроме историй, которые казались преувеличенными, были и другие, озадачившие Хавсера. Судя по всему, сражение походило на апокалипсис. Ледяной щит исчез, подобно разрытым охотничьим барсуком, нором, открыв расположенные под ним города тишины. Там было словно воду, постоянно лил кислотный дождь. Хлубились ядовитые облака, Белград. Радиоактивные склоны кратера от удара продолжали разрушаться, сползая в дыру размером с целый континент. Города, теряющие жизнь, тепло и энергию были искорежены, сокрушены и раздавлены, словно пассажиры, разбившиеся машины. Войскам тишины некуда было отступать, поэтому они сражались до последнего. Тра двигались на острие удара, следом за ними продвигались имперские силы, теперь оснащенные для ведения химической войны и действий в агрессивной окружающей среде. Озадачившие Хавси рассказания представляли собою странные обрывки, в которых говорилось о едва ли незвериной жестокости. Волки совершенно не желали, чтобы о них говорили, как о героях, храбрецах или любимцах удачи. Вовсе нет. Казалось, их несказанно радовали бессвязные истории, в которых чувствовался лишь ужас. Это были не истории бессмысла, начало, середины и конца. Без причины и следствия, просто описание убийств и расчленений воинов тишины. Хавси размышлял, требовалось ли от него сплести эти истории в единую нить, и создать общий фон, который мог сделать их героическими и впечатляющими. Возможно, он что-то неправильно понял, некую культурную особенность, которую не могли воспринять даже обрабатывающие устройства, на наничным путем вживленные ему в мост. Затем он вспомнил штурм ремонтного дока и момент, когда медведь с арсиром уничтожили расчет силовиков, ранее убивших яда. Хавси вряд ли сможет когда-нибудь забыть ту ритуальную резню. «Они изгоняют Малефик», сказал Агвай. «Они выгоняют зло. Все эти мучения лишь для того, чтобы он уже никогда не вернулся сюда. Испытав боль, Малефик не захочет возвращаться, чтобы потревожить нас вновь. Эти сказания, понял Хавси были, по сути, тем же самым, символами оберегами, облаченными в словесную плоть. Они предназначались для того, чтобы устрашить Малефик. «Но что же вызывает страх у волков?» задался он вопросом. «Ты кажешься задумчивым», заметил у Урул Хеорот. Хеорот, прозванный длинным клыком, был руническим жрецом Тра, куда старше Ахтхери Тварца Вьюрда. Как и у Агвая и многих из Тра, его кожа походила на лед. Но в отличие от плоти Ярла, она не сияла внутренним светом, подобно леднику. Она была темной и похожей на стекло, словно полупрозрачная корка льда на озере. Но не только кожа указывала на возраст. Воин был худощавым и костистым, а его длинные волосы истончились и побелели. В рунических доспехах он походил на сгорбленного склеротичного старика. Возраст казался в нем иначе, нежели на других старших волках. Годы высушили и выбелили жреца. У него выросли огромные клыки, благодаря которым он и получил прозвище. Поговаривали, если стая просуществует достаточно долго, появятся и другие длинные клыки. Лишь Вьюрт сохранял нить Хеорота. Он был настолько стар, насколько может быть стар волк. Старший из горстки уцелевших Астартос Шестого Легиона, которых создали на Тере и отправили на Фенрис для Волчьего Короля. Над огромной посадочной палубой висели ряды, готовые к запуску грозовых птиц. Сейчас здесь было куда тише, чем во время удара рукотворного метеорита. Жрец преклонил колени, подобно крестоносцу древней Теры, в крестовой святыне, пристально вглядываясь в экраны передатчиков. Неподалеку готовились две стаи, которые ему предстояло повезти на планету в помощь Агваю. До Хавсера доносился пронзительный гул, подгоняющих доспехи инструментов, шипение гидравлики и треск подъемных механизмов. В пятидесяти метрах от него, на главном переходе палубы, вокруг командира отделения, принося обеты, преклонили колени волки. В других легионах Астартес этот ритуал был известен как особый обет. «Что ты делаешь?» спросил Хавсер рунического жреца. Вопрос был грубым, тем не менее он задал его. Хотя Скальд провел стра больше времени, чем с любой другой ротой шестого легиона, он почти не общался с мрачным жрецом. Длинный клык никогда не рассказывал ему истории и не обсуждал сложенных сказаний. К длинному клыку подступиться было куда тяжелее, нежели к творцу вьюрда. Хотя даже и с ним Хавсер боялся разговаривать. Увидев длинного клыка одного, Хавсер решил попытать удачу. Старому Астартес не пришлось озираться, чтобы увидеть приближение Хавсера, судя по выражению его лица. Экран показал мир тишины с высоты, резкую контрастность космоса и прямые лучи солнечного света. Мир походил на апельсин, которому прижгли верхние полушария. Нет, скорее на яблоко позднего урожая, крупное, наливное, но запятнанное огромным ржавым пятном гнильцы. Длинный клык продолжал смотреть на экран. Я слушаю, сказал он. Что слушаешь? Звон нитий сотворения вьюрда. Значит, ты не смотришь? Только на отражение твоего лица на экране, ответил длинный клык. Хавсер хмыкнул. Какая глупость его стороны. Волкам нравилось окружать себя покровом тайны и мрачной сверхъестественной силы, но эта ерунда представляла собою суеверия, унаследованной от фенрисских варваров, среди которых и набирались Астартес. Что действительно было необычно в волках, так это острота их восприятия. Они учились подмечать каждую деталь и использовать любую информацию, которая попадала им в руки. И здесь их репутация играла немаловажную роль. Никто не ожидал, что дикари, похожие на скованных обычаями звероподобных племенных воинов могут иметь великолепную войсковую разведку. Именно это делало их таким эффективным оружием. Итак, что же омрачает твой лик, спросил длинный клык. Я все еще не уверен в своем месте среди вас, в своем предназначении. Длинный клык поморщился. Во-первых, все люди пытаются познать собственную природу. Такова жизнь. Большинство людей объединяют размышления о собственном вьюрге. Ты не одинок. А во-вторых, спросил Хафсер, меня удивляет Каспер Ансхаб Хафсер, он же Ахмат Ибн Русте, он же Скальтра, что ты о себе ничего не знаешь, хотя в тебе есть только интересного. Меня удивляет, что ты решил попасть на мир всезимья, но при этом не можешь объяснить свой выбор. Зачем же ты прибыл на Фенрис? Всю свою жизнь я посвятил обучению, сказал Хафсер, сбору и сохранению знаний. Я всегда трудился во благо человечества, а теперь чувствую, словно моя жизнь все усилия прошли впустую, их отбросили, как недостойные внимания. Твою гордость уязвили? Нет, ничего подобного, это не личное. Вещи и знания, которые я пытался сохранить, просто забыли, их не использовали. Вместо ответа Хиарот, длинный клык, чуть шевельнулся внутри гравированных, украшенных бусинами доспехов, что можно было счесть за пожатие плечами. Пусть так, но это не объясняет цели твоего пребывания на Фенрисе. Когда труд всей моей жизни остановили, сказал Хавсер, я почувствовал, что должен совершить последнее путешествие, более далекое и отважное, более приближенное к некой истине и действительности, чем когда-либо прежде. Вместо того, чтобы копаться в тайнах далекого прошлого, я решил взяться за нечто новое, за легионы Астартес. Они покрыты собственным покровом тайны и связаны своими ритуалами и мистериями. Человечество верило в свое будущее легионам, хотя ничего о них не знает. Поэтому я решил попасть в один из них, дабы подробно изучить его. Честолюбивая затея, возможно, признал Хавсер, даже опасная, цитадели легионов не назовешь гостеприимным местом. Верно, стало быть здесь есть частичка бахвальства, желание рискнуть. Ты возжелал завершить карьеру одним последним отважным деянием, которое бы навеки закрепило за тобой славу великого ученого и восстановило уязвленную гордость. Я не совсем это имел ввиду, печально ответил Хавсер. Нет, нет. Длинный клык внимательно посмотрел на Хавсера. Встроенный в горжет вокс передатчик издал птичью трель, но старый Астартес не обратил на нее внимания. И все же я вижу на твоем лице гнев, произнес жрец. Думаю, я приблизился к правде ближе, чем тебе хотелось бы признать. Но ты так и не ответил на вопрос, почему Фенрис, почему не мир другого легиона, более безопасный? Не знаю. Правда? Хавсер не мог ответить, но его грызло чувство, что должен. Говорят, нужно найти силы взглянуть в лицо своему страху. Я всегда боялся волков, всегда, с самого детства. Но на Фенрисе нет волков. Жрец попробовал подняться с колен. Казалось, это давалось ему с трудом, словно уставшему, измученному подагрой старику. Хавсер инстинктивно протянул Астартес руку. Длинный Клык взглянул на нее, словно на палку для разгребания навозных ям. Хавсер испугался, что жрец сейчас бросится вперед и просто-напросто откусит ее, но от охватившего его ужаса просто застыл на месте. Усмехнувшись, Длинный Клык сомкнул тяжелую пластальную перчатку на руке Хавсера и поднялся на ноги. Хавсер выдохнул сквозь зубы, едва устояв под гигантским весом рунического жреца. Длинный Клык выпрямился во весь рост, после чего отпустил руку и вновь взглянул на скальдо. «Благодарю!» «Мои суставы стары, а кости холодны, как вмерзшая в лед дохлая рыба». Жрец направился к ожидающим его стаям. Густые тонкие волосы в свете ламп блестели, словно легкий пух. Хавсер потер онемевшую руку. «Вы десантируетесь сейчас?» спросил скальт. «На поверхность боевая высадка». «Да, тебе также стоит там быть». Хавсер удивленно моргнул. «Мне разрешили». «Ты можешь идти куда захочешь», заметил длинный клык. «Я три недели проторчал на корабле, собирая сказания о сражении из старых рук», сказал Хавсер, пытаясь сдержать чувства. «Думал, что должен просить разрешения, ждать, пока меня пригласят». «Нет, можешь идти куда захочешь», повторил длинный клык. «Ты скальд, а скальды пользуются значительными правами и привилегиями». «Никто в стае не может запереть тебя, держать на расстоянии или не позволять совать свой нос туда, куда только пожелаешь». «Я думал, меня нужно защищать». «Мы тебя защитим». «Я думал, что буду мешать». «Это уже наши проблемы». «Значит, я могу идти куда угодно, могу выбирать то, что захочу». «Да, да». «Но почему никто не додумался сказать мне об этом?» спросил Хавсер. «А почему ты не додумался спросить?» «Это что, такая логика волка Фенрика?» «Да, на нее подсаживаешься, как на крючок, не так ли?» ответил жрец. Хавсер не был знаком со стаями, которые длинный клык вел на поверхность планеты. Он знал лишь нескольких воинов по они были чем-то разгневаны и с трудом сдерживали себя. Напряженность витала в воздухе уже много дней. Хавсер пристегнулся, заняв место рядом с длинным клыком, когда грозовые птицы бесшумно вылетели из недр ударного крейсера. «Ты сказал, что я выгляжу смущенным, но вы почему-то мрачные», заметил Хавсер. «Вся тра хочет убраться отсюда», ответил длинный клык. «Эта война не принесет славы». «Зато на Уланоре ее хоть отбавляй», прорычал волк, пристегнутый в удерживающей люльке напротив них. «Свесл», припомнил скальт. «Что такое Уланор?» спросил Хавсер. «Скорее где это?» ответил другой волк, Эмрах. «И где же?» «Там, где случилась великая победа», произнес Свесл. «Ее одержали еще десять месяцев назад, но мы узнали о ней лишь недавно. Всеотец устроил грандиозную резню зеленокожим и повергнул их на красную траву. Там он вонзил свой меч в землю и объявил, что дело сделано». «Сделано?» не понял Хавсер. «О чем ты? Ты об императоре?» «Оn закончил крестовый поход», объяснил Эмрах. «Всеотец возвращается на Теру, а в его отсутствие войну возглавит преемник». Длинный клык повернулся и бросил взгляд на Хавсера. Его сощуренные глаза были темными, будто омыты. «Гора избрали магистром войны. Мы вступаем в новую эру. Возможно, крестовый поход подходит к концу. Тогда мы станем не нужны, и клыки воинов затупятся». «В этом я сомневаюсь», сказал Хавсер. «Наула-Норе бушевала великая битва», произнес длинный клык. «Величайшая кульминация многолетней кампании против зеленокожих». Стая знала об этом и надеялась в решающий миг встать рядом с всеотцом. Но нас лишили этой чести. Волки слишком увязли в других делах, в грязных схватках в разных уголках галактики, в которых никто не хотел участвовать. «В схватках вроде этой?» спросил Хавсер. Волки закивали, кто-то зарычал. «Мы не добьемся за нее благодарности», сказал длинный клык. Печальная правда открылась позже, после того, как Агваю передали контроль над зоной боевых действий. командующий экспедиционного флота позволил железным жрецам сбить с орбиты ремонтный док, и тот столкнулся с планетой. Оказалось, заключенный в его сердцевине инструмент не был военным кораблем, чего так опасались военные эксперты экспедиции. Когда ТРА захватили устройство, механикумы взялись за его исследование, в особенности за центр управления, который фулл-так оставил неповрежденным. Выводы были сделаны лишь после того, как ремонтный док с согласия командующего экспедиции превратился в гигантский всеразрушающий снаряд. На самом деле инструмент был базой данных. Аламская тишина загружала в него весь объем накопленной научной мысли, искусства, знаний и тайн. Возможно, она надеялась на спасение, хотела запустить его, словно бутылку с посланием в океан, или же просто к удаленному неизвестному форпосту социальных цепей тишины. Понимая, какие знания он утратил, а также то, что о нем теперь подумают его подчиненные и непосредственные начальники, командующий экспедиционного флота впал в неописуемую ярость. Он винил плохую разведку, медлительность механикумов, плохую связь между подразделениями имперской армии, но более всех он обвинял Астартес. Агвай к тому времени почти завершил работу. Узнав о гневе командующего, он передал по Воксу краткое сообщение. Ярл напомнил флотоводцу и его старшим офицерам, что это они настойчиво просили Агвая решить проблему и найти выход из тупика, а также разрешили использовать всевозможные ресурсы. Они передали ему общее командование, а Стартес, как обычно, провели операцию без единой ошибки. Они просто сделали то, о чем их попросили. Как только сообщение передали, Агвай выместил всю невысказанную злость на воинах тишины. Грозовая птица падала, словно дурная звезда. Хавсер и прежде десантировал со стра, но на сей раз его ждал смертоносный полет прямо на поле боя. Кресло его прижимали инерционно затянутые ремни и фиксирующая клеть. Плотный облегающий нательник, который он носил под легкой броней, поддерживал работу кровеносной и лимфатической систем. Сердце стучало, как пульсар. Зубы безостановочно выбивали дрожь друг от друга. «Какую историю ты расскажешь об этом?» спросил Свесл, забавляясь страхом скальда. «У очага редко можно услышать рассказ о том, как кто-то обделался», сказал Эмра. Остальные волки рассмеялись. «Что разозлило вас больше всего?» спросил Хавсер как можно громче, надеясь, что его хоть кто-то да услышит. «Что?» не понял Эмрах. Другие воины также повернулись к скальду. На Хавсера уставились глухие шлемы и плетеные кожаные маски. «Я спросил, что разозлило вас больше всего, волки тра?» Хавсер попытался перекричать вой двигателей и вибрацию корпуса. «То, что вы пропустили сражение на Ула-Норе, лишились славы, или то, что ваш всеотец избрал магистром войны гора, а не волчьего короля?» «Они могут убить меня», подумал Хавсер, «но, по крайней мере, это отвлечет меня от адского спуска». «Тем более, разве не лучше всего задавать щекотливые вопросы стаи волков, пока они сидят в удерживающих плетях?» «Ни то, ни другое», ответил Эморох. «Ни то, ни другое», согласился другой волк, «рыжий монстр по имени Харун, мы бы не отказались вкусить славы», произнес Свесл, «принять участие в великой войне и вплести ее в сказания». Улан-Нор был не лучше любой другой из сотни компаний прошедшего десятилетия, напомнил воину длинный клык. «Но ведь именно там всеотец вонзил свой меч в землю и сказал, что его крестовый поход окончен, подхватил Свесл, и об этом вряд ли когда-либо забудут, и это имеет для вас значение», подумал Хавсер. «Волчий король вовек бы не стал магистром войны», сказал Эмра. «Почему же?» спросил Хавсер. «Потому что это не его вюрт», ответил длинный клык. «Волчий король не создан для титула магистра войны. Дело здесь не в пренебрежении, и его этим не унизили. Всеотец избрал горы Луперкаля не потому, что тот был его любимцем». «Объясни», попросил Хавсер. «Когда всеотец произвел на свет своих щенков, сказал жрец. Он дал каждому из них свой вьюрт. Всем им была предначертана своя судьба. Одному предстояло стать наследником трона императора, другим укреплять оборону империума, хранить очаг, следить за дальними рубежами, командовать ратью, управлять разведкой. Понимаешь, скальп, понимаешь, как все просто». Хавсер постарался кивнуть так, чтобы этот жест был заметен даже на фоне вибраций. «И какой же вьюрт волчьего короля, Хиарот длинный клык?» спросил скальп. «Какую жизнь всеотец выбрал для него?» «Быть палачом», ответил старый волк. На миг все воины замолчали, горозовую птицу продолжала неистово трясти. Двигатели ревели настолько сильно, что Хавсер не мог поверить, что такое возможно. А больше всего злито внезапно отозвался Эморет, что нас даже не было на великом триумфе. «Говорят, зрелище было потрясающе», сказал Харун. «Дабы приветствовать возвышение гора, выровняли целый мир». «Нам бы хотелось оказаться там», произнес длинный клык. Плечом к плечу с братьями Астартес, в невиданном с самого начала крестового похода количестве. «Плечом к плечу с ротами волков, которых мы не видели десятилетиями», добавил Свесл. «Нам бы хотелось выть с остальными», сказал Эморет. «Хотелось бы потрясать кулаками и клясться верности магистру войны». «Вот что нас злит», прорычал Свесл. «А также то, что ты нам напоминаешь об этом», закончил Харун. Грозовые птицы пробились сквозь покров ядерной ночи. Заматовыми крыльями машин, закручиваясь спирали, тянулись следы ядовитых испарений, словно чернила на поверхности реки. Вокруг огромного кратера пылала ужасающая оправа из огненных бурь. Планете словно нанесли смертельный удар. Глубина раны поражала воображение. Хавсеру она казалась вовсе не геологического происхождения. Хавсеру она казалась скорее анатомической. Открытая рана, в которой виднелись некогда оранжевые, а теперь почерневшие от гари разорванные органы, мускулы и кости. В горящую яму спускались гораздо более крупные, но медленные десантные корабли имперской армии. Грозовая птица пронеслась мимо них, обогнав по пути громовые ястребы и эскортные катера. Машины астарты с плотной группой миновали в полыхающий край пропасти. И сквозь дым, горящий воздух и руины городов тишины влетели в пустоту оставшуюся на месте ледника. Города уходили вглубь планеты. Хавсер пораженно глядел на их сложные пересекающиеся ярусы, которые словно циклопические башни поднимались из каменного дна мира. А еще его шокировала степень их разрушения. Верхние уровни испарились, в то время, как общественные ярусы и секции, которые располагались под ними, спрессовались. Башни рухнули или обвалились внутрь самих себя. Их островы удерживались на месте лишь благодаря уцелевшему покрову сверхплотного льда, который словно смола скреплял их воедино. Хавсеру это напомнило, как после ужина ректор Уве всегда оборачивал миндальные орехи белой салфеткой, а затем постукивал по ним ложкой, чтобы не разлетелось скорлупа. Внезапно двигатели корабля взвыли совершенно по-иному, нежели прежде. Десять секунд проорал длинный клык. Волки принялись бить мечами и сетирами по штормовым щитам. Дикая перегрузка сдавила внутренности Хавсера кузнечными клещами. Птица мгновенно увеличила подачу энергии в двигатели и яростно дернулась вверх, чтобы уменьшить колоссальную скорость падения. Скальд не успел даже облегченно выдохнуть, как его тряхнуло еще сильнее. Они начали падать. Корабль снижался с таким шумом, словно с петель сорвались стальные врата имперского дворца. Они приземлились. Приземлились, не так ли? Хавсер не был в этом уверен. Казалось, корабль продолжал двигаться, но это могла быть иллюзия помутившегося сознания скальда. Снаружи раздался металлический скрежет. Волки сбросили себя удерживающие клетки и вскочили на ноги. «Пошли, пошли!» закричал длинный клык. Вдруг Хавсер понял, что последние десять минут они общались на Вургине. Посадочная рампа начала открываться. В зеленоватый сумрак десантного отсека хлынул свет. За ним последовал жар, слепящий огненный шар. Несмотря на защитную дыхательную маску, Хавсер ощутил, как обожгло его горло и легкие. «Великая терра!» закашлялся он. Металлический скрежет становился все громче. Они двигались. Содрогаясь, корабль заваливался назад. Грозовая птица скользила. В пылающем проеме открытой рампы смутно вырисовывались скачущие тени. Волки стремительно вышли на позиции для атаки. Он услышал их вой. Нет, это был не вой. Многократно усиленное утробное рычание леопардов, резонирующее мурлыканье хищника мегафауны, парализующий инфразвуковой рев пантер, который пульсирующей волной вырывался из измененных гортаний платоядных высшего порядка. Он последовал за ними в свет и иссушающий жар. Бегущие к рампе воины задевали его, отталкивали в разные стороны. Хавсер понятия не имел, что ему делать. Гигантская левая рука схватила его за шиворот, и на миг скальп повис в воздухе. «Не отходи от меня!» на бургене прорычал длинный клык. Хавсер бросился за прихрамывающим старым жрецом. Он сосредоточился на деталях доспехов длинного клыка, как тогда, когда следовал за медведем. Доспехи медведя были куда более простые, но ведь по сравнению со жрецом ветераном он был лишь дрочливым щенком. Комплект доспехов длинного клыка представлял собой древнее произведение искусства и был обязан своей красотой в равной степени оружейнику и афортисту. Он был покрыт руническими символами из меди, сусального золота и блестящей красной эмали. На наплечниках были многозначительно высечены апотропические глаза. Кроме огромной белой словно паутина шкуры с длинного клыка свисали бисерные нити, заговоренные талисманы, небольшие трофеи и бряцающие амулеты. Они выскочили из тени грозовой птицы на яркий свет химической огненной бури. Корабли приземлились на ряд витиевато украшенных платформ, выходящих из монументальных башен с рифлеными стенами, наполовину погребенных в ледяном покрове. Все они пылали, как и массивные соседние строения. Жар стоял удушающий. Из ледяной пропасти, подобно дыму из дымохода, взвивалось насыщенное бушующее пламя. Подпитываемые кислородом из неведомых хавсеру источников, огненные бури лишь росли в размерах. Извергая облака раскаленных добила искр и углей, которые затем падали обратно в пропасть, будто скальд вдруг осознал, что некоторые огненные столбы были куда больше городов, в которых он провел большую часть жизни. Он даже не мог целиком осознать масштаб сражения. Скальд попытался сосредоточиться на тихо кружащихся вокруг него искрах, которые на таком расстоянии казались столь же огромными, как бушующие вдали бури. Следить за единственной искрой означало цепляться за драгоценный момент спокойствия среди творящегося вокруг безумия. Воздух был наполнен искрами. Еще в нем витал странный запах, отличающийся от гари или гнили. Скорее пахло некой синтетической субстанцией, которую случайно бросили в костер. Части выдающегося из ямы города обваливались в разверстую пропасть. Война шла на всех ярусах. Хавсер видел, как войска имперской армии, подсвечиваемые вражеским огнем, высаживаются на верхних листообразных платформах. Чуть ниже к западу волна десантных войск экспедиции шла в атаку по пролетам трех или четырех уцелевших мостов, соединяющих башни. Над ними пролетали бомбометы и катера, обстреливая фасады древних цитаделей. Стаи длинного клыка двигались по украшенным орнаментами платформам в сторону внушительных мрачных особняков. Полированный оранжевый материал, покрывающий здания и платформы, был выщерблен и обожжен. Все кругом было залито оранжевым цветом. Весь мир был оранжевым. Отчасти из-за огненной бури, отчасти из-за материала, который тишина использовала при строительстве. И вновь на долю секунды Хавсера обожгло воспоминания о Василии. Но даже от одной мысли, где и как давно это случилось, у него защемило в груди. Платформу усеивали обломки и крупные куски упавшей кладки. Что это было за место, думал Хавсер, пока бежал сквозь смертоносный жар и реющие в воздухе искры. Пристань зала парламента, платформа оборонительной позиции, частный причал дворца аристократа. Любовались лист платформы на сияющие ледяные пещеры, или они были обычными шахтами? Было ли здесь красиво до смертельного удара Агвая? Рукотворная красота или же чудо природы, приятная лишь для человеческих глаз? Были ли души у обитателей тишины? Наверное, да. Каждая платформа была украшена, особенно внизу, ветвистыми лилиями или листьями аканта. Вдоль высоких широких дверных проемов и по боковым колоннам особняков, которые они атаковали, велись простые рельефные линии, в которых угадывался намек на эстетику. По ним открыли огонь, в основном из гравитационных винтовок, крошав пыль поверхность платформ, хавсер услышал безошибочно узнаваемый рев болтеров и заметил, Харун с остальными воинами перепрыгивают рухнувшие каменные плиты. Он мысленно решил, что это нужно внести в следующую историю. Хавсер понятия не имел, что астарты смогут двигаться настолько быстро. Вновь послышался металлический скрежет. Скальд забернулся, их грозовая птица соскользнула вниз. В отличие от других кораблей отряда длинного клыка, которые удачно приземлились на других уровнях и уже готовились к взлету, их машина из-за обломков была вынуждена сесть на самом краю платформы. То, что им вообще удалось приземлиться, свидетельствовало о героизме и самоотверженности экипажа. Ослабленная платформа распадалась на части. Задняя часть грозовой птицы уже заваливалась. Металлический скрежет доносился от посадочных когтей, оставлявших за собой глубокие борозды, пока корабль сползал назад. Пилот выстрелил швартовочными тросами из-под носа машины, но их крючи бессильно скользили по полированным оранжевым плитам. Грозовая птица представляла собой крупный трансатмосферный корабль с широким угрожающим профилем, спроектированным для того, чтобы внушать страх. Такие машины были значительно прочнее и построены с большей тщательностью, чем аппараты массового производства, вроде громовых ястребов и десантных соколов, разработанных в качестве временных утилитарных решений для нужд крестового похода. Громовой ястреб не был судном многозадачного профиля. Скорее, он представлял собой дешевую одноразовую штамповку. Грозовые птицы были наследием объединительных войн на Терре. Превосходные машины, но дорогостоящие и трудоемкие в производстве. Для экспансии их собрали целые армады. Но лишь когда стал понятен истинный масштаб крестового похода, командование осознало, что необходима дешевая и массовая замена. Птицы не должны были быть уязвимыми или неповоротливыми. Их спроектировали как повелители воздуха, существ, способных спикировать с орбиты в пламя ада и выжить. Но этот корабль был ранен, обречен. Аппарат скользил все быстрее. Нос задирался все выше. Металл скрежетал до тех пор, пока посадочные когти, следуя закренищимся корпусом, не оторвались от поверхности. Хавсер отчетливо видел сквозь затемненные окна кабины паникующие, белые, как мел, лица экипажа, пытавшегося выровнять корабль. Двигатели внезапно запустились, подняв ураган из песка и обломков. Они пытались набрать мощность, но для чего? Чтобы вытолкнуть корабль обратно на платформу, взлететь. Грозовая птица перевернулась. Хавсер видел, как она миновала точку невозвращения. Рампа все еще была опущена, будто открытый клюх. Корабль походил на пронзительно кричащего, неоперевшегося птенца, который вывалился из гнезда. А затем машина свалилась, а следом за ней раскрашился и край платформы. Площадку под ногами Хавсера яростно тряхнуло. Скальд что-то бессвязно пробормотал, не в силах смириться с произошедшим. Что-то в нем говорило, что сейчас грозовая птица наверняка перезапустит двигатели и воспарит обратно, словно величественный феникс. Но рассудок упорно твердил, что он дурак. Вдруг до него дошло, что длинный клык кричит на него. Возникла более неотложная проблема. Из-за падения корабля и без того поврежденная платформа окончательно утратила последний намек на целостность. Она стала разваливаться. Как-то ему довелось увидеть взрыв многоярусной фавелы в Зютмерике. Трущобный улей, по приказу командования объединения очищенной от жителей и протестующих, представлял собой высокий зикурат, мусорную гору, которая на протяжении 60 поколений отбрасывала тень на речной бассейн. В будущем его предстояло заменить гидроэлектрической станцией. Но перед этим Хавсеру и Мурзе разрешили исследовать невероятно древний фундамент, где, по слухам, словно изотопы в грунтовых водах таились реликвии протестантской веры. Пирамида обрушилась подобно лавине. Взрывы разваливали уровень за уровнем, ярус за ярусом, будто карточный домик. Сейсмические толчки и шум при этом были просто невообразимыми. Но больше всего его поразило огромное пылевое облако, которое поднялось при разрушении. Платформа разваливалась точно так же. Она рассыпалась, и щебень вместе с упавшими сверху массивными обломками также полетел в пропасть. Шум перетекал в дрожь, а дрожь в шум. Между ними не было различий, и от них у Хавсера потемнело в глазах. Оранжевая плитка и опорные балки обратились в пыль, которая была похожа на муку. Хавсер бросился к особнякам. Рог неистового обрушения с ревом несся за ним по пятам. Земля перед ним вздыбилась, и Скальд понял, что бежит в гору. Навстречу ему скользил огромный каменный блок, который некогда был частью здания, где-то на верхних уровнях. Его падение бесспорно еще больше ослабило устойчивость платформы. Прежде чем валун не размазал его по остаткам платформы, Хавсер подпрыгнул. Он неуклюже упал на его верхушку, при этом сильно ушиб бедро и лодыжку, но удержался, вцепившись в обломок фиалы. Блок продолжал скользить. Поднявшись на ноги, Хавсер снова прыгнул и оказался по другую сторону глыбы, упав на край платформы. Он полез вперед, на его плечи и маску сверху беспрестанно сыпались камни. Один из них попал в левый окуляр, ослепив скальдо. Шум стал просто невыносимым. Ничего не видя перед собой, он врезался в нечто похожее на стену. «Стой, стой», прорычал кто-то на вургине. «Здесь ты в безопасности, скальп?» Зрение постепенно возвращалось. Большая часть платформы обвалилась, оставив лишь зазубренный кусок ракрита, перечеркнутый ребрами балок и закороченными силовыми кабелями. Поднялось столько пыли, что в воздухе повис странный мутный туман. Хавсер сидел, прижавшись к основанию стены особняка, которая чудом не рухнула в бездну. Он оказался на уступе, не больше двух метров в самой широкой части. Возле него к земле припали волки в припорошенных желтой пылью шкурах и доспехах. «Ты цел?» спросил незнакомый ему волк. На воине не было шлема. Вместо этого его лицо скрывала защитная маска с переплетающимися на носу и бровях кожаными шнурками, отчего она походила на голову фенрисского морского орма. «Да», ответил Хафсер. «Уверен?» спросил Змей маска. «Я вижу страх в твоем неправильном глазу, а мы не хотим допустить ошибку из-за твоего страха». «Уверен?» отрезал Хафсер. «Скажи, как тебя зовут, чтобы в сказании об этом дне я не забыл упомянуть о твоем беспокойстве». Змей маска пожал плечами. «Ёрмунгендр», ответил он, по прозвищу Змей с двумя клинками. «Ты оскорбляешь меня, Скальп, тем, что не слыхал о знаменитом воине два клинка». «Конечно слыхал», быстро солгал Хафсер. «Просто я был так потрясен близостью смерти, что не успел разглядеть характерные знаки на маске». «Ёрмунгендр», два клинка кивнул, словно удовлетворившись ответом. «За мной», бросил он. Свесел нашел вход в ближайшее издание, которое Хафсер считал особняками. Они миновали сторожку и оказались во внутреннем дворике. Среди горщебня он увидел первых убитых врагов, изящников, силовиков и существ поменьше, доселе невиданных Скальдом. Висящая в воздухе бледно-желтая пыль садилась на фиолетовые лужи крови обитателей тишины. Волки хлынули в дворик, а затем разбежались во всех направлениях. Каждая аркада и внутренний проход словно приглашали войти в него. Пока Хафсер размышлял, куда направиться, до него донесся сначала звук вражеского огня, а потом ответные выстрелы из болтеров. Сначала стрелял лишь один Астартес, но затем к нему присоединились остальные. Вслед за выстрелами, словно горькое послевкусие, следовал скрежет терзаемого металла. Он слышал также и другие звуки, более глубокие и громкие. То был скрипящий гул распадающихся городов, которые эхом разносили по всей поверхности медленный резонирующий похоронный звон. Хафсер медленно и осторожно прошелся по особняку, дойдя до Аркады, а затем вернулся обратно в дворик. Он чувствовал себя неуязвимым посреди звенящего вокруг сражения. Оно было словно и рядом, но все же недостаточно близко, чтобы взволновать его. В пыльном воздухе будто звезды парили яркие искры. Скальд вышел из теней Аркад, под заливающий дворик оранжевый свет. Огненная буря отбрасывала на плитку длинные тощие тени Хафсера. Он взирал на свою тень, искаженную и вытянутую, длинноногую и дрожащую в свете пламени. Шкура, которую Битур Беркау подарил ему в ночь все еще лежала у Хафсера на плечах. Скальд никогда ее не снимал. Из-за серой волчьей шкуры его призрачная тень приобрела странную шею и сгорбленную мохнатую спину. Практически вся внутренняя часть особняка была уничтожена. В местах, где со стен и потолков была сорвана полированная плитка, он видел устройства, которые поразительным образом казались естественного происхождения. Он совершенно не понимал назначения этих скрытых систем. Все они походили на сложный механизм, в котором сложным узором переплетались взаимосвязанные схемы и органические части, силовые кабели и кровеносные сосуды. Из разорванных провисших труб сочился дым. Из рассеченных каналов вытекала непонятная жидкость. Хавсер оглянулся, посмотрел вверх. Над ним вздымался искалеченный город, который словно из последних сил пытался выбраться из своей хладной могилы. Тарасирующие снаряды яркой решеткой пересекались в побелевшем от пыли воздухе. Тяжелые орудия, идущих на бревящем полете штурмовых кораблей, выпускали слепящие лучи энергии, которые в мгновение ока преодолевали многокилометровую пропасть. Стоило им попасть в цель, и здания растворялись в столбах искрящегося света, выплевывая словно солнечные вспышки протуберанцы горящего газа. Боевые корабли столь темные, что их было невозможно различить среди дыма, извергали ливень ракет, видимых лишь по вспышкам отработанных газов. Они неслись словно стая комет, слева на уровне крыши два титана типа полководец возглавляли наступление армии на дальние ворота бастиона, которые располагались под аркой перекинутого между башнями моста. Вокруг нерушимых фигур титанов, будто светлички в сумерках, велись розчерки выстрелов. Города вновь содрогнулись. Казалось, словно в ядре планеты зазвенел колокол. Резкий звук мгновенно вывел его из задумчивости и тут же оглушил. Прямо у него над головой звено транспортников пыталось высадить несколько взводов аутримар на выступающие подобно театральным ложам верхние платформы. Один из них подбили. Корабль исчез в вихре пламени и свисти разлетающихся обломков. Остальные транспортники попытались уйти от взрыва. Одна машина подрезала другую и им взрывев двигателями пришлось резко набирать высоту. Обшивку третьего корабля прошил град обломков от уничтоженного транспортника. Смертельно раненая машина задрожала. Из двигателей повалил черный дым. Корабль попытался задрать нос, чтобы подлететь как можно ближе к платформе и высадить солдат. Вместо этого он врезался в камень. Нижнюю часть машины оторвало, словно крышку консервной банки. Как только корпус начал разваливаться, одновременно взорвались четыре двигателя. Из машины посыпались тела, беспомощно вращаясь в воздухе, а утримары падали прямо на особняк. Некоторые были уже мертвы, другие все еще кричали. Они разбивались о крыши, террасы, навесы галерей и дворовую плитку. Солдаты отлетали от скошенных стен и еще несколько раз отскакивали от земли, прежде чем окончательно замереть. Вместе с ними дождем сыпались пылающие обломки. Некоторые тела также либо горели, либо были разорваны. Иные падали с такой силой, что кровь забрызгивала стены на 5-6 метров. Другие приземлялись неповрежденными и лежали, словно просто уснули. Завороженно наблюдая за градом человеческих тел, Хавсеру потребовалось некоторое время, чтобы понять, что один из солдат может упасть и на него. Рядом со Скальдом хлопнулось тело. Оно упало на уложенной плиткой двор со звуком треснувшего яйца и с хрустом сочного стебля. Скальд взглянул на свернувшегося в неестественной позе солдата, которому предстояло пролежать так весь остаток вечности. Еще один труп упал в паре метров справа, взорвавшись, будто пакет с кровью. Хавсер отшатнулся. Он посмотрел вверх и увидел, как прямо на него летит горящий обломок транспортника. Скальд бросился бежать. Он едва успел укрыться под ближайшей аркадой, когда обломки обрушились на землю. Затем на крышу его убежища свалилось человеческое тело, и сквозь трещины в расколовшейся оранжевой плитке закапала кровь. Хавсер побежал дальше, выискивая более надежное укрытие в глубине особняка. Он быстро нашел, где спрятаться, но к тому времени кошмарный ливень тел уже иссяк. Посмотрев вверх, Хавсер вышел из тени арки. На него бросился сверхсиловик тишины. Высокое двухголовое чудовище с тремя уцелевшими руками. Четвертую срезало чем-то вроде плазменного луча. Голографические маски обеих голов выражали безумный гнев. Верхние конечности монстра сжимали два огромных изогнутых клинка, похожих на тальвары. Клинки метнулись в сторону скальда. Хавсер и сам не понял, каким чудом ему удалось увернуться. Он отпрыгнул в сторону и неуклюже упал на плитку в нескольких метрах от арочного перехода. Сверхсиловик двинулся следом, рассекая воздух клинками. Острие одной сабель выбило искры из плитки. Тварь протянула к нему третью руку, чтобы схватить и выпотрошить скальда. Хавсер вновь уклонился, на сей раз понимая, куда лучше, насколько нечеловечески быстрой была его реакция. И на каком глубинном инстинктивном уровне ее вживили в него. Волчьи жрецы, ткачи генов и творцы плоти волка Фенрика сделали куда больше, чем просто излечили его раны и сняли груз прожитых лет. Они дали ему даже больше, чем улучшенное волчье зрение. Они ускорили его чувство, скорость, силу, усилили мышцы и сделали кости более крепкими. Даже без боевой подготовки он с легкостью ломал руки глупцам из Г-9К. Но накачанный боевыми стимуляторами сверхсиловик аламской тишины мог убить его без особых проблем. Хавсер откатился в сторону, чтобы избежать очередного удара сабли. Сверхсиловик продолжал идти на него, размахивая оружием. Поднявшись на ноги, Хавсер поскользнулся на луже крови Аутримара и утратил равновесие. Длинный клык врезался сверхсиловику в спину. Жрец появился без предупреждения, двигаясь словно призрак. В нем не чувствовалось ни малейшего намека на старческую немощь. Его глаза пылали диким огнем. Длинные седые волосы развивались будто грива. Этому человеку не нужно было протягивать руку, чтобы помочь подняться с колен. Длинный клык умело схватил сверхсиловика сзади наподобие борцовского захвата. Он оттащил вражеского воина от Хавсера, прижав руки существа так, чтобы оно не сумело воспользоваться талюарами. Длинный клык зарычал от напряжения. Рывком развернув сверхсиловика, воин разжал руки и несколько раз ударил того в спину, чтобы увеличить расстояние, после чего достал из кожаных за спинных ножен огромный широкий меч. У оружия была двуручная рукоять и украшенная рунами мерцающая, словно от мороза лезвие. Покинув ножны, меч застонал. Он начал издавать странную мелодию, которая могла сорваться лишь с уст рейфа или лишенного души существа. Острое лезвие заискрилось шипящими и потрескивающими разрядами энергии. Сверхсиловик развернулся и двинулся к воину, который лишил его добычи. Казалось, его ничуть не пугало опаляющее мерцание ледяного клинка, шепчущего скорбную погребальную песнь. Существо метнулось вперед, раз за разом взмахивая тальварами. Длинный клык с рычанием принял на меч и наруч левой руки ливень ударов. Сверхсиловик был силен, как забивающая свая машина. На глазах хавсера старый жрец сделал шаг назад, чтобы выстоять под градом непрерывных ударов. Зарычав, длинный клык развернулся, вложив в удар весь свой вес. Меч начисто отсек третью конечность воина тишины. Монстр отшатнулся, но, казалось, не почувствовал боли. Чудовище вновь напало на жреца, нанося рубящие удары. На сей раз существо достигло цели. Один из тальваров, созданный из смешанных сплавов, пробил изукрашенную броню на предплечье рунического жреца. Кожаные завязки треснули. Конкреции, безоары, морские ракушки и перламутровые бусины посыпались на дворцовую плитку. Из раны к запястью потекла кровь, капая с толстого края огромной рукавицы. Из горла длинного клыка вырвалось утробное рычание леопарда, от которого у хавсера все внутри сжалось. Хиарот обрушил на сверхсиловика град ударов морозным клинком, тесня его по залитому кровью и озаренному пламенем двору. Последним яростным ударом он снес верхний 15 сантиметров левого тальвара и оставил глубокую рубленную рану на бочкообразной груди существа. В этот миг во двор вбежали еще двое сверхсиловиков. Первый с ускорительным молотом наперевес бросился на помощь существу, сражавшемуся с длинным клыком. Второй, голограммное лицо которого сначала выражало любопытство, а затем неприкрытую злость направился к Хавсеру. Хиарот не собирался нарушать данную скальду клятву. Хавсер мог ходить куда пожелает, ибо его защищал от Ра. И длинный клык собирался выполнить обязательства, пусть даже ценой собственной жизни. Долгая и покрытая завесой тайны наследия генной инженерии достигла своего пика, когда ученые имперской Теры создали существ, подобных руническому жрецу. Воин прыгнул со всем проворством и силой, дарованным этим наследием. Он прыгнул не как человек, который перескакивает преграду, но как зверь, что набрасывается на добычу. Двое его противников с удивленными лицами остались позади. Жрец приземлился позади сверхсиловика, который шел на Хавсера, и спас жизнь Скальду второй раз за последние полторы минуты. Волк занес шипящий морозный клинок над седой головой, а затем невероятно мощным ударом раскроил существо пополам. Извергнув фонтан фиолетовой псевдокрови, разрубленные половинки воина тишины упали на землю. На седые волосы длинного клыка попали капельки фиолетовой крови. Он взглянул на Хавсера уставшим взглядом. Скальд понял, что сейчас случится. «Найди укрытие!» прорычал рунический жрец. А затем Хавсера отшвырнуло в сторону. Толчок походил на звуковую волну. Миг и хиаро длинный клык просто исчез из поля зрения Хавсера. Ошеломленный ударом Скальд пошатнулся. Его дыхательная маска треснула, а нос наполнился кровью. Из-за разорвавшихся от чрезмерного давления сосудов, ускорительный молот врезался в бок длинного клыка, и тот пролетел через весь двор. Жрец тяжело врезался в стену и, расколов плитку, рухнул на землю. Пока он пытался встать, оба сверхсиловика бросились к нему. Длинный клык истекал кровью, она сочилась с его губ, а также с очленений рунической брони на поясе и бедрах. Когда существа приблизились к нему, длинный клык поднял руку, словно мог остановить их одной лишь силой воли, будто в столь отчаянной ситуации мог призвать к помощи магию или даже накликать на них малефик. На мгновение Хавсер почти поверил, что так он и поступит. Он почти поверил, что в ответ на яростный зов длинного клыка и земель мертвых, подобно ледяному шторму, вырвутся завывающие рейфы. Ничего не произошло, ни магии, ни ледяного шторма, ни малефика. Не появились и восторженно ликующие рейфы и земель мертвых. Хавсер схватил заляпанную кровью лазерную винтовку Аутримара, стянув ремень со сломанной руки бывшего владельца. И хотя оружие и упало с немалой высоты, его механизм остался неповрежденным. Скальд вжал курок и принялся поливать огнем сверхсиловиков. Лучи забили им в спины и плечи, оставляя выбоины, дыры и пятна на пластиковом покрытии брони. Один луч попал воину тишины с ускорительным молотом в затылок, отчего голова его немного дернулась в сторону. Они остановились, а затем медленно обернулись. От поврежденной брони струились тонкие струйки дыма. Тра! Тра! На помощь! Убивают! На Вургене завопил Хавсер. Он вновь открыл огонь, разрежая в сверх силовиков весь заряд батареи. Те двинулись вперед, постепенно набирая скорость. Молот и тальвары были уже занесены для удара. Не прекращая стрелять, Хавсер крича попятился. Во двор ворвался Йормунгендер два клинка. Он добрался сюда по крыше одной из галерей, на которой словно опавшие листья лежали аутримары. Верный своему прозвищу, в каждой руке он сжимал по силовому мечу, которые были короче и шире, чем шипящий морозный клинок рунического жреца. С оглушительным ревом он приземлился перед сверхсиловиками. Его падение походило на грохот брошенной озим наковальни. Плитки под ногами воина пошли трещинами. Немедлен ни секунды правым мечом он отбил сверхсиловика с тальварами, а левым блокировал молот. Воин с тальварами без колебаний ринулся обратно в бой. Два клинка стремительно парировал каждый выпад, не давая тальварам ни единого шанса пробиться сквозь свою защиту. Одновременно клинком в левой руке он отразил мощный удар сверхсиловика с молотом. После того, как длинный клык обрубил верхнюю часть одного из тальваров, их разница в длине стала играть сверхсиловику на руку. Отбиваясь левым мечом от второго противника, атаки сабель близнецов два клинка отражался огромным трудом, если только не принимал их возле гад. Пользуясь моментом, пока тальвар скрещивался с мечом, сверхсиловик уже дважды задел волка укороченным оружием. спустя пару секунд после начала боя на правой руке воина кровоточила глубокая рана. Он решил проблему самым радикальным образом. Увернувшись от мощного, но предсказуемого удара ускорительным молотом, волк пнул сверхсиловика стальварами в колено. От мощного удара стальным ботинком существо пошатнулось. Едва клинка тут же вонзил правый меч в одно из его лиц. Шатающейся походкой сверхсиловик сделал несколько шагов назад, выплевывая из лицевой маски яркие искры. На грудь существу закапала фиолетовая кровь. Йормун Гандер два клинка даже не успел как следует насладиться победой. В последний момент он пригнулся и молот пронесся на волосок от его головы. Сверхсиловик вложил столько сил в последний удар, что оружие описало едва ли не полный круг. Его боек обрушился на землю с громогласным взрывным звуком, и по плиткам во все стороны разбежались трещины, словно кто-то выстрелил в зеркало или бросил камешек в озеро. Два клинка взмахнул левым мечом. Сверхсиловик отразил его рукоятью, выставив ту перед лицом, будто посох, а затем стремительно занес молот над головой для нового смертоносного удара. Йормунгандер скрестил мечи и поймал между ними рукоять вражеского оружия, но даже тогда сила удара вынудила его припасть на колено. Два клинка с усилием пытался удержать мечи. Сверхсиловик с тальварами вновь стал подавать признаки жизни, когда вторая голова взяла на себя контроль над телом. Существо приближалось сбоку, намереваясь атаковать связанного борьбой Астартес. Взревев от усилия два клинка свел мечи вместе и рассек ускорительный молот. Он не сумел полностью разрубить рукоять, но ближе к бойку та покорежилась и прогнулась, когда оружие Астартес прошлось сквозь верхний слой, кожух, прокладку и сердцевину. Два клинка поднялся с колен и бросился на врага. Раз за разом нанося удары то левым, то правым мечом. Он заставил сверхсиловика пятиться, пронзил его три или четыре раза, прежде чем убедиться, что тот окончательно умер. Под конец существо оставалось стоять на ногах лишь потому, что висело на мечах Йормунгандра. Сверхсиловик рухнул на землю, Астартес стремительно развернулся, чтобы встретить второго противника и мощным ударом с разворота сбил того с ног. Сверхсиловик с тальварами упал ничком, но попытался вновь подняться. Два клинка наступил ему на спину и вонзил меч, пригвоздив существо к земле. Из-под трупа потекла фиолетовая жидкость. Хавсер бросился к длинному клыку. Йормунгандр выдернул меч из жертвы и двинулся следом. Ускоренный метаболизм Астартес уже принялся за дело. И раны Йормунгандра перестали кровоточить, в отличие от ран хиарота длинного клыка. Жрец прислонился к стене, вытянув перед собой ноги, с его губ срывалось тяжелое дыхание. Из пробоин в доспехах обильно струилась кровь. Прекрасный день, для того, чтобы посидеть на заднице, заметил Йормунгандр два клинка. «Мне нравится здешняя погода», ответил длинный клык. «Тогда мы закончим работу», сказал два клинка. Он помолчал немного, пристально смотря на старого рунного жреца. «Я пошлю к тебе на йоту плетущего нити, когда найду его». «В этом нет нужды», ответил длинный клык. «Я не дам тебе уйти без чести», сказал два клинка. На краткий миг он замялся, чем изрядно удивил Хавсера. «Когда я найду на йота плетущего нити...» «Нет», уже решительно повторил длинный клык. «Хоть ты и жаждешь проводить меня, но я еще никуда не собираюсь. Мне просто нужно отдохнуть. Хочу немного насладиться отличной погодой». Взглянув на два клинка, Хавсер увидел, что тот широко улыбается. Так что сквозь «Я понял свое упущение и приложу все усилия, чтобы исправить его», произнес он. «Вот так-то лучше», ответил длинный клык. «Теперь иди и убей кого-нибудь. Скальд останется здесь и составит мне компанию». Два клинка взглянул на Хавсера. «Развлеки его», сказал воин. «Что?» удивился Хавсер. «Я сказал, «Развлеки его», повторил два клинка. «Ты его разум от того, что грядет». «Что?» не понял Хавсер. «Что грядет?» Два клинка фыркнул. «А ты как думаешь?» Огромный волк быстро опустился на колени и склонил голову перед длинным клыком. «До следующей зимы», сказал он. Длинный клык кивнул. Воины пожали друг другу руки. А затем два клинка поднялся и ушел, не озираясь. Массивные пласталевые ботинки хрустели на покрытой обломками земли. Последнюю пару метров до выхода из дворика он уже пробежал. Хавсер взглянул на длинного клыка. «Понимаю, это не скромный вопрос, но что грядет?» Длинный клык засмеялся и покачал головой. «Ты умираешь, да?» спросил Хавсер. «Возможно. Ты мало что смыслишь в Анатомии Астартес. Мы можем выжить после адских ран, но иногда для этого приходится терпеть невыносимую боль, а никогда нельзя быть уверенным, что переживешь ее. Что мне следует делать?» спросил Хавсер. «Свою работу». Он присел рядом со жрецом. Кожа длинного клыка выглядела более бледной, чем обычно. Воин был весь покрыт кровью, фиолетовой и красной, вражеской и своей. Местами она уже подсохла и потускнела. Он едва дышал, похоже, ему пробили легкие. При каждом выдохе изо рта вырывалось облачко кровавого тумана. «Значит, я должен развлечь тебя?» спросил Хавсер. «Желаешь послушать сказания?» «Почему бы и нет?» «Ты мог бы и сам кое-что мне поведать», «Если есть желание, конечно». «Хочешь стать моим исповедником, да?» «Я не это имел в виду». Эско разбитая губа сказал мне, что больше всего стая любит те сказания, которые ее пугают. «Это так. Но что же пугает тебя? Ты хочешь знать?» «Хочу». «Больше всего пугает нас то», сказал Хиаро длинный клык, «Что не можем убить даже мы».